или пипи димка давай мы тебе на алиэкспрессе купим эту щелку 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 челку короче как эти киношную на ней бушкой завстраказ 2 260 такой интересно вообще для чего это хлопушка нужна хлопушка используя то что мы когда хлопаем с тобой вот это тоже нет даже нет 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 смотри это выполняет сразу кучу задач на площадке меня 6 хлопушек правда не дома 1 ну то есть смотри если мы говорим про кино классическое то хлопушка пишет какой номер дубля значит какая сцена во сколько это снято и так далее это мета информация потому что на пленку ее записать невозможно она показывается перед камерой дальше ты хлопаешь естественно синхронизации и для индикации начала и каждый раз ты показываешь эту табличку поэтому табличка грифельная для того чтобы ты мелом мог всегда написать а разве электронные не делают сейчас уже сейчас объясню уже делают кстати дело дело но я сейчас объясню классическая хлопушка из присосозна для этого и ты там например можешь писать время ты там можешь писать пленку что очень важно какая у тебя пленка используется сейчас какой объектив метод это методата то же самое аналоговая методата в цифровом крючки хлопушки все еще используется потому что они теперь синхронизированы с камерой через таймер по bluetooth модулю ну там разные всякие конфигурации и помимо этого на этих хлопушках помимо того что там вся методата записывается синхронизируется с камерой и так далее там еще color checker и поэтому очень легко понять где у тебя снимают кино на пленку а где на цифру потому что пленочная хлопушка на черно-белая а цифровая хлопушка она с экранчиком и самое главное на ней color checker на сером цвете на одной половине и цветные color checker на второй половине вот этой штуке а для чего это выглядит ну потому что тебе надо эталонные цвета для грейдинга что сейчас на площадке вот это белый вот это черный вот это серый вот это зеленый а как соправляются тогда те кто на пленку пишет а на пленку это не надо там процесс проявки другой совсем там вообще ты красишь зависит от того как проявил там нет колоризации цифровой поэтому на пленке это не проблема но кроме всего прочего я напоминаю вам почему хлопушка именно хлопают потому что это шел на алиэкспрессе пацаны 900 рублей стоит все за короче точно такую же роль выполняет по сути как бы как когда мы хлопаем для синхронизации дороже потому что все микрофоны на подгонта площадке в него на площадке все эти внешние микрофоны а там же как раз этой хлопушкой хлобы сделаю все по пику последствия знают что так окей все начали дубль короче и там вот сводят при этом монтаже хлопушка это настолько сложный аксессуар что существуют целые сука модульные системы потому что можешь ставить разные дисплеи ты можешь ставить разные беспроводные модули должен ставить разные модули синхронизации потому что у тебя камера red ари или sony это пипец я когда в это погружался я такой а это же просто хлопушка за что но это же важный инструмент это очень крутая штука я очень заценил когда мне надо было красить потому что ковар чекер дико полезная вещь даже более полезной чем тейки я чувствую не вижу хлопушки вот тогда губ чему-то хлопушка для кинопа запросу куда черно-белый а ты набери хлопушка как бы цифровая какой-нибудь или хлопушка с дисплеем например набери я уверен что ты скорее только только вот именно с какого-то фильма он follow me какой-то короче на самом деле хлопушек много цифровых я тоже видел их вот на них том числе берут именно цифры рисуют примерно такие же как вот вот у тебя там есть наш которые как в назад будущее а есть прям с дисплеями нормальными вот как могла элен смотри на берегу вайпер борт это квайпер борт называется смуис не просто квайпер борт это название этого аксессуара потом мы можем посмотреть когда и как чё снимали например каком-нибудь чужого и пишут видите что там indoors outdoors там интерьер да 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 это говорю это методата это очень увлекательная история потому что на пленке ты можешь только просмотреть о том что наснимал и чтобы в этом не запутаться но чё-то блять это нихера не современные хлопушки все что здесь есть зачем у тебя тут куча с экранами цветных цветные вот те которые с цветными этими вот такие вот вот это более-менее современная хлопушка у тебя методата у тебя электронный этот смотри пишется какая сцена какой ролл сколько фпс какой у тебя тейк дальше кто у тебя продюсер кто у тебя сейчас режиссер это важно потому что режиссеров не особенно сериала да кто сидит за камерой какая дата это все пишется вручную на всякий пожарный то что методата имеет свойство проебываться а вот эти вот грейскейлы и цвета это основные цвета для грейдинга чтобы потом можно было ориентироваться смотри шанхай продакшн блять это выглядит просто как будто это валит сделал за три копейки чувак соседей очень часто такие штуки в советском кино делали реквизит шанхай сюрприз это же шанхай сюрприз короче там уже говорят что это был дай байт на самом деле на донат на хлопушку вот действительно так и есть опыт донати димки на хлопушку вот и он соответственно будет хлопать момент когда не будем только начинать и он будет говорить типа что дубль 31 завтра касс 275 короче дыща короче а все-таки а где 25 дубль говорим ребят по классике должно быть такой типу сидишь за 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 записью до такой типа на что произошло что произошло ничего не слышно вообще непонятно ребята нет знаешь был такой фильм ты можешь даже его помнить черный динамит который пародировал жанр был эксплуатейшн ну то есть все эти фильмы по крутых черных и семидесятых динамайт как и там была шедевральная сцена где он такой резко встает в гневе но там мою очки у него звук немного уходит а потом камера так резко поднимается что видно что микрофон там висит на мне кажется классическая история намеренный гэк цены я помню что в свое время в 90-х годах я реально охеревал от того что когда показывали по телеку сериал менты там вот там даже не вырезали с финальной век с финального ката сцены где тупо прямо найти меховой микрофон в кадре сверху висит это такой смысле вы чё ребят это вся фигня тимур знаешь какой шедевр это когда ты смотришь 24 часа сериала он был третий сезон террористы в ночи телепортируются там значит из поезда в вашингтон пафосно вылетают на мотоциклах пафосно едут на джипах ну ты понимаешь да вот эту всю шизу потом и кванте и там такой стадикам щик пробегает как ни в чем не было у меня за мотоцикл думаешь типа ребята можете по этот монтажер как бы оху и в эфир надо было выйти неделю назад чувак ты понимаешь что дубли это было два всего коню и в обоих был стадикам щек записывал или такой берешь и говоришь типа так ребят есть ли у вас на у нас бюджет 1000 долларов на то чтобы закрасить типа в каждом кадре этого самого стадикам щеки все-таки нет переснимать будем нет а что делать будем да я я кстати недавно пересматривал фильм который снял тайкова и тити который знаешь этот вот еще сериал у него есть про вампиров да 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 но только фильм не сериалами я так и не смотрел фильм я только фильм очень мало бюджетно я посмотрел его потому что прочитал где-то на dtf что оказывается они когда делали декорации но для фильма у них такой они воровали из соседнего павильона где снимали хоббита или властелин колес ну короче что он снимал хоббита да ну вот и они просто воровали стройматериалы и строили декорации там замка типа средневекового но я думаю блин дай-ка посмотрю мне просто интересно как это было сделано там реально то есть весь фильм он реально все за три копейки то есть там этот дом этих вампиров то есть вот есть коридор есть одна комната и подвал ну то есть как бы все больше те ничего не показывают а когда планы снаружи снимают да то есть видно что они стоят не возле того дома в котором они на самом деле находятся то есть там планировка не совпадает и короче я смотрю этот сериал и они очень прикольно обыгрывать всю эту историю знаешь там что в кадре микрофон там появляется еще как съемочная группа ходит с нами снимает да кстати я помню что они в сериале тоже эту тему точно также обыгрывали нас если мы очень много раз вам говорили о том что надо на самом деле посмотреть этот сериал сериал очень крутой если вдруг вы пропустили вот виду in the shadows то прям я максимально вам советую он офигительный даже последний сезон который местами очень странный но он все равно тоже хорош на спрошу чуть за наушники мне димка отдал свои наушники от playstation 5 это я поворачиваюсь для на видео версии если вдруг кто не знает а мы еще не записываем подкастах похуй короче в общем-то наушники димка мне адапта что он ими не пользуется он пользуется же супер дорогими крутыми астрами которые устарели как пиздец и я их скотчем обмотал лишь по не развалились но ты же почему-то пользуешься ими и ты сам мне предложил в итоге эти уши отдать не поэтому тимурчик а потому что звук слишком хуя заебался блять слушать нажатия на кнопок были потому что тимур со мной разговаривал через микрофон dualsense и несмотря на то что там есть режим шумоподавления нажатия на кнопочек прекрасно слышно особенно когда ты играешь какую-нибудь игру типа элден ринга я думаю господи эти уши отдам ты что заебал просто а я от обратного иду потому что у меня наоборот когда я играю в пульсах этот как его звать в гран туризму слышно руль из-за того что микрофоны внизу я наоборот dualsense откладываю кладу рядом чтобы не было слышно вибрации руля это хороший способ то что я все равно не жму на геймпад я все с руля делаю но в любом случае наушники довольно хорошие у них единственная есть вещь которая меня очень сильно пугала если вы посмотрите на их конструкцию то вы увидите что у них есть резиновая хуйнюшка вот здесь вот и такая же хуйнюшка была у платинов вот и в платинуме она дичайше на самом деле давила на голову вот здесь они явно поработали над этим и эта штука не давит на голову больше поэтому принципе в них можно даже довольно длительное время нормально сидеть звук в них ну я бы так сказал нормальный короче при том что не хуже чем пульсы платы этим я тебе могу сказать что я сидел я же с тобой играл все это время в голдах который я подсоединял по проводу геймпаду они там буквально мы буквально с тобою как бы знаешь типа уход сид такой взяли просто поменяли одно на другое то есть я играл долгое время в одних наушниках и тут же играю в то же самое с таким же сетапом с тобою только в других наушниках я тебе могу сказать что разница в том же самом ладон ринге например я практически вообще не разница есть потому что там были 50-миллиметровые драйвера здесь сарками нет они обе сорок одинаковые это вообще практически это просто ребрендинг это тупо голды с немножко другим тюнингом на середину я про платину говорю оплате не плате на мне уже давно нет но плате но это другие наушники они пока не засупрестил то есть она их сняла с производства и мы обсудим чем она их заменит да вот а так вообще как бы я кстати хотел сказать еще вне подкаста потому что мы это вообще не стали вставлять шоу ноуты но как бы в пришел хотел обсудить то что мы с димой наконец-то прошли ладон ринг и не прошло прошло и полугода и он и мы короче реально по сути за полгода прошли с димой ладон ринг в большое количество присестов и у нас получилось астрономическое количество времени потому что мы в общей сложности меня по моему 160 часов что ли или 140 часов а у дима 200 и проблема в том что типа большая часть из этого времени это потому что мы с димой проходили многие вещи два раза то есть начались можно не можно делить его полам это время да то есть как бы в принципе можно по-хорошему очень сильно вообще все 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 практически пройдя в игре можно ее пройти условно там за 80 раз 100 часов у нас есть про уши а 3d звук там работает да конечно 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 в любых ушах на playstation 5 до тех пор пока они подключены через юсб или через doll sense работает темпост у меня основные наушники 7506 не но это который вообще не геймерский эти же по беспроводу работать модой с любыми юсб наушниками по беспроводу работает темпосты подключаешь допустим условные наушники сил сериас есть они поддерживаются playstation 5 у тебя будет темпост я серьезно тебе говорю темпост работает как звуковой движок всей системы да это кстати правда но ты по сути система виртуализации же они отказались как раз от этой фигни что типа тебе надо теперь специальную гарнитуру sony покупать нет на любых наушниках работает вообще на любом так вот короче мы прошли с димкой до этот соответственно линринг на платину причем что мне что ему и вообще довольно конечно круто я я скажу так что для меня несмотря на то что в этом году вышла еще и horizon forbidden west который мне очень понравился как ты сделал паузу после слова horizon потому что никто блять не помнит как это говно называется из поинозоле horizon 2 был бы гораздо логичней дадим пока короче короче в общем horizon 2 мне очень понравился очень хорошая игра но элден ринг конечно по степени вовлеченности мне в итоге понравился даже больше я скажу так что мы и во многом из-за того что мы с димка играли как бы многие вещи нам было намного легче проходить вдвоем некоторые вещи в одиночку с мимиком проще проходить некоторые вдвоем но как бы мы реально провели кучу времени вместе как бы потом проходя какие-то вещи дима говорил что бля ты не понимаешь я смотрел как там юникод были отхерачил там просто него ну невозможно чувак это ну ты это не представляешь там там просто пиздец ему таки все ведь мы все это прошли мы все это сделали мы смогли и это было очень круто как бы мы прошли на платину мы прошли почти все квесты которые были мы собрали почти все крутое оружие которое только было возможно мы собрали офигенные билды дима впервые наверное за долгое время в dark souls ах вообще играл билдом не таким как обычно на силу а играл билдом вообще блин на две катаны причем в какой-то момент я еще научил периодически переключаться на магию как бы он долго не хотел короче и в итоге смог сходил с посохом ему нашел идеальный посох для него тоже вот и было на самом деле очень круто мы прям круто вообще поиграли вот и второй момент что мы начали искать после этого у тимура включилась вот эта история знаете когда ты прошел первый dark souls там условно свой там у всех разные да у кого-то демон соус у кого-то dark souls 1 код там dark souls 2 у кого-то просто неважно ну конечно первую свою соус угры проходишь и такой блин а есть еще и вот у тимура включилась вот это есть еще и он сначала пошел в демон соус там с каопом немножко ситуация не сложилась поэтому он у них пока что отложил но я очень надеюсь что в одиночку пройдет я пройду потому что мне очень понравился демон соус офигительный и в итоге мы сейчас с ним время от времени играем в dark souls 3 после лд ринга играть него очень тяжело я скажу не так что на самом деле они конечно прямо видно что огромное количество вещей когда уже делали dark souls 3 просто пиздили сами у себя и золден ринга например то что типа они сделали себе фляжечки для манны короче ему позволяют эти фляжечки туда-сюда гонять типа можно вообще сделать себе 5 фляжек с манны одну фляжку со здоровьем ну и вот куча таких мелочей которые они используют всякие инфьюзы оружие типа на разные характеристики там всякие по сути типа капну все это есть по факту и в аден ринге вот то есть они как бы явно разрабатывая аден ринг многие вещи взяли в dark souls 3 чего не было в первой и во второй части его демон соус естественно я многие вещи которых было сбор не тоже нет онлайн dark souls починили он на консолях и не отключался он включал стоп его на пока вырубая да да я могу сказать что кстати народ dark souls 3 играет много мы периодически дима когда играем к нам постоянно вы инвейдеры приходят вот как бы говорят что на самом деле dark souls 3 очень сильно апнулся онлайн и золден ринга потому что тоже люди свою первую соус и группы я говорю есть еще есть еще вот это вот это паттерн работает всегда абсолютно да и в dark souls 3 на ps5 и ps4 сейчас играть дохера народу вот и мы мы инвейдеров постоянно косили как бы периодически к нам приходили какие-то пидорасы которые нас там типа ебали и мы такие сука говно но как бы в целом очень прикольно нам очень понравилось и даже dark souls 3 сейчас дима несмотря на то что играет там раскаченным персонажем но мы на самом деле периодически новые какие-то вещи раскрываем которые даже дим там ну помпа сколько просто пробегал игру он многие вещи там типа не смотрел не наблюдал там ну типа как бы забил хер на них просто сейчас довольно прикольно интересно еще могу сказать что конечно очень тяжело играть в игру которую ты играл условно шесть лет назад там то есть когда она вышла в 1016 на 16 да ну то есть вроде как бы все знакомое но с другой стороны для тебя каждый раз какой-то сюрприз но оттуда рыцарь вышел я не помню чтобы он тут был а его добавили может быть патчем каком-то или нет или или откуда он взялся такой типа наверное память подводит потому что за 6 лет как не к игре не возвращаешься я знаю что есть некоторые люди которые говорят например только dark souls то есть вот мир прошли у раз а дай-ка я другим был дом пройду а дай-ка я там таким-то был дом продаю а дай-ка я только в пвп буду играть ой а дай-ка я там типа попробую как-нибудь по-быстрому пробежать ой а дай-ка я там не знаю моды поставлюсь на пока на переграде и так далее ну то есть как бы эти люди знают все наизусть да а когда ты вот прошел игру в 16 году а потом в 2022 ты к нему и возвращаешься это очень тяжело потому что ты просто было это не помнишь но ты знаешь все равно при этом мы нормально справляемся единственное что там как-то странно работает скалирование потому что брал дыринге конечно такого нет если ты приходишь очень сильно раскачанным персонажем то в дыринге когда тебе приходит низкоуровневый моб и тебя пиздит у тебя отнимается такая херня здоровья и ты можешь буквально любого там чуть ли не босса с двух ударов завалить здесь это так не работает потому что тут явно сильно скалирует даже персонаж который прошел игру и как бы там же такая система используется что типа если ты просто ищешь человека себе поиграть как бы рандомного человека то ты можешь найти только человека который плюс-минус 10 уровней от тебя и как бы больше тебе не дадут а если ты играешь по паролю с друзьями то как бы тебе дают даже человека который вообще блин игру прошел как бы да ну то есть у него там типа там сотый уровень у тебя там десятый и вы все равно найдетесь друг с другом и прикол то что диму реально сильно скалировал потому что те же самые рыцари пиздюлили его там если чувак мне сносит полжизни то он и диме сносил пол жизни тоже примерно и ты такой бля как бы и диму такую бля как вы тебя делать-то сука начинаешь там чего учета выделывать как бы но на самом деле очень прикольно потому что опять же за того что dark souls 3 именно 3 сильно похож на элден ринг местами то игра него конечно прикольно интересное и забавно у нас прошут как же 4 поставить сожалению мы играем на плейстейшене то есть как бы если они пока не просто пире даже даже не просто но мы не перекачиваемся сильно конечно как бы но я тебе могу сказать что мы последний раз когда играли с димой я за один place.ru пока вот пока вот мы с ним играли я качнулся с 10 до 40 что ли левела потому что вот как только у меня было там душ накапливался про говорил диме все давай цепляйся пойдем пойдем пиздец мне надо типа качаться эти короче тимур опять мальчика на отыгрывает я уверен что через полгода когда мы пройдем dark souls 3 еще со всеми делась и кстати он опять же там будет там какого-нибудь там я был а хулиарного уровня кстати пока мы не начали подкаст возвращаясь к старым играм я тут недавно обновил сайт квест это грубо говоря возможность сайдлоудить всякие приложения на окулс квест то есть можешь навяжать до всякие а покашки как раз чтобы у меня без геморроя работал vpn и оттуда просто поставил собственно свой vpn и оказывается появилась куча фанатских портов игр на движке квейка 3 потому что написали какой-то пиздатый интерпретатор для этого всего ну то есть порт движка и одна из таких вещей появился порт return to castle ульфинштайн то есть вот что нужно сделать скачать порт поставить его на шлем закинуть игровые файлы туда у меня он благо куплен стиме но ты закидываешь и у тебя return to castle ульфинштайн в яре с двух рук с двух автоматов с лазерными прицелами акимбо и это сделано так круто то есть если у вас есть окулс квест второй попробуйте поставить сайт квест потому что там сейчас сквейк 3 есть doom 3 есть значит этот выбор каждый раз что рассказал ролики идет внутри шлема ролики того как люди играют в яр игры ну естественно это смотрю в просто плоском ролики которые показатся на ютубе да и так далее и что думаю как воспалить не укачивает в этих вершины можешь просто пиздец смотри а дело в том что если это все правильно сделано вот например здесь сделано на самопально если игра хорошо сделано то там все это учтено типа руки чтобы к твоему телу не присоединялись чтобы знаешь там типа правильно и манер по краям при не по краям до что например типа если ты передвигаешься как бы с помощью телепорта чтобы у тебя обязательно фейдин фейдаут был там ну то есть там много и фишек который так скажем best practices которые сейчас используются для в яры игры как бы если чуваки реально понимают что не делать то у тебя там все четко и ты не блюешь все хорошо очень я тебе говорю как бы вот нам надо чтобы я тебе дал по ее чтобы ты поиграл давай ты я тебе гарнитуру а ты мне вверх шлема я считаю что за равноценный обмен эти времена там на месяц на про поиграть могу дать совершенно спокойно временно потому что я тут я заберу как а как же мой вир порно ты чё и что я с удовольствием посмотрю хотя чертова значит посмотри ой ой да давайте начинать есть гадость какая-нибудь нарвешься еще на гадость тем временем на ротоплазный каталог пластиковых кукол нам 150 рублей чуть давно меня не было но это потому что я отдыхаю в сочи надеюсь вы тоже отдохнувшие хоть когда-то чё по аниме сегодня интернет сочи говно а ресторанов немного сегодня будет много аниме и отправил нам 150 рублей господа по работе мне есть возможность переехать в малайзию как считаете стоит ли да стоит смотрите малайзия это сам одна из самых развитых юго-восточ юго-восточных азиатских стран вот потому что представьте себе что это таиланд на стероидах на максималках вот то есть это грубо говоря это бывшая очень крутая английская колония которой сохранилось огромное количество английских замашек вот то есть это что-то среднее я бы так сказал что то что ты средними между таиландом и сингапуром то есть сингапур очень вообще не реально вообще не достижимо крутой таиланд такой типа знаете pattaya в грязи в говне там вот это все короче ну не не весь талант такой естественно я отлично понимаю чем говорю вот то есть как бы ну таиланд такой типа ну да я даже когда нет ни таиланд давайте там конь вьетнам или лаос возьмем вот вьетнам лаос и типа сингапур и что-то среднее между ними это малайзия которая местами очень высокотехнологичная очень крутая очень развитая типа очень там цивилизованная а местами до кого ну там можно покататься типа чуть ли не в джунгли приехать на лангаве курорт и вот это все то есть как бы там что-то среднее и если вы будете жить в куала-лумпуре это офигительный крутой классный большой очень цивилизованный город при этом тут же берете выезжаете на условный лангаве и у вас потрясающий лакшери курорт очень крутой тоже классный и нур отправил нам 50 турецких лир и спросил слушать ли завтра каст или продолжать смотреть все везде и сразу в любом случае хорошей записи братишка совмещай ты 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 можешь как бы это и другое делать время говорит представь себе что в одной из вселенных твое отражение тоже смотрит завтра каст и тоже смотрит фильм и может делать это одновременно и наконец сержит правом 5 евро при этом остальном спасибо тебе большое спасибо брак да он чё начинаем да давайте добрый вечер дам и господа мы начинаем завтра каст номер 260 и в 260 завтра касте как всегда его бессменная ведущая меня зовут дмитрий зомбак сегодня со мной тимур все фильм люков здравствуйте мудро дару и максим зарецкий здравствуй привет привет собственно вот но мы начинаем потихонечку 260 завтра каст мы в первую очередь хотели конечно поблагодарить во первых всех наших слушателей зрителей что вы все еще с нами мы отлично знаем что это охренеть какое тяжелое время для сейчас для всех вот особенно как бы для очень большой части наших слушателей которые сейчас переживают вообще пиздец тяжелое время вот и мы очень надеемся что мы все вместе вообще все это дело как-то переживем не вы знаете что мы знаем мы за вас очень сильно переживаем и на самом деле в это нелегкое время мы ну мы ничего толком сделать не можем кроме как мы уже говорили кроме как то что делать наш контент потому что мы получаем огромное количество письма где люди пишут что этот контент им помогает в очень тяжелых ситуациях и мы очень надеемся что наш контент опять же как бы даже 260 выпуск сможет вам помочь немножко в сложной ситуации вот и что вы сможете как бы немножко отвлечься от того пиздеца который происходит вокруг вот и как бы вам станет немного легче вот но и мы соответственно стараемся сейчас в этом подкасте конкретно в этом вот выпуске мы постараемся побольше рассказать про впечатление потому что если помните прошлый выпуск у нас был такой почти спешил мы говорили про всякие анонсы летние которые были на всяких конференциях выставках и так далее в этот раз мы хотим попробовать побольше рассказать как бы про впечатление то что их накопилось много за три недели практически всяких советов может быть вам тоже немножко поможет вот но первую очередь мы конечно же будем сейчас начинать со слухов недели но перед этим мы хотели в том числе поблагодарить как бы мы если помните говорим о том что сейчас на самом деле на рынке рекламы подкастах и вообще в целом в медиа довольно все тяжело и поэтому благодарны брендам и компаниям которые нас поддерживают вот мы в том числе хотели поблагодарить и в общем-то немножко прорекламировать компанию puzzle movies это сервис который соответственно показывает различные степени новизны там типа и новые старые и средние фильмы и сериалы в ознакомительных соответственно целях в первую очередь в обучательных целях вот потому что этот сервис первую очередь направлен не на контент как бы не на то чтобы ну там смотреть фильмы сериалы а на то чтобы вас обучать английскому языку вот поэтому там есть огромное количество инструментов которые позволяют вам не просто смотреть фильмы и сериалы там с двойными субтитрами например чтобы они были сразу и на русском и на английском или на там типа только на английском только на русском и в том числе соответственно там вы смотрите эти фильмы и сериалы на английском языке то есть в оригинале и соответственно позволяет вам в том числе эти слова там запоминать вносить свой словарь что довольно удобно потому что опять же это сервис который в первую очередь направлен на обучение. Ну и, конечно, в момент, когда сейчас у вас у огромного количества сериалов и фильмов просто нет возможности посмотреть их никаким образом легально, потому что просто компании ушли из нашей страны, то, соответственно, остается не очень много возможностей ознакомиться с этими фильмами и сериалами. Но если это делается в том числе еще в обучательных целях, то, может быть, это немножко облегчит вашу душу по поводу того, что, ну, блин, у вас другая возможность их посмотреть просто нет. И, соответственно, переходите по ссылке на PuzzleMovies.com Соответственно, ссылка у нас есть в описании. И имейте в виду, что по промокоду Zavtrakast у вас есть возможность получить небольшую скидку на тарифы по доступу к контенту. Вот, такие дела. Соответственно, мы переходим к нашей основной рубрике начальной, которую мы всегда с нее начинаем. Это «Слухи недели». И, наверное, самое интересное, даже такой, я бы сказал, не слух толком, а больше... Байка. Да, даже больше такая байка о том, что тут Кодзима у нас взял и заявил, что, оказывается, хотел сделать игру про... Знаете, совершенно не модная тема сейчас. Вообще нифига не модная. Вообще не на плаву. Вообще не тема, которая буквально каждый что-то по ней делает. это злые супергерои. Ну, он не так сказал. Он сказал, что типа похоже немного на сериал The Boys. А может быть еще инвенции был. Или на Академии, или может быть на... Как вот тут сериал, который после первого сезона закрыли. Помнишь? А, это Юпитер. Восхождение Юпитера. Короче, все эти сериалы по сути одинаковые, но выжил только один это The Boys. То есть, Академия Абрелла третий сезон, алё. Ну, Академия Абрелла скатилась на самом деле не в злодейскую супергероику, она скатилась в то, что там типа семейные проблемки. Ну, то есть, как бы... Эллил, там, глаза это скажи. Там не хватает, знаешь, кого? Там не хватает этого лысого из Форсажа, чтобы он просемью задвигал каждую... В каждой серии. Вот, примерно. Ну, вот. Короче, Кодзима об этом сказал, что... Но после того, как он посмотрел, типа, The Boys, он сразу понял, ну, потому что, типа, слишком похожий проект и нафиг надо. Такой прикол в том, что в Твиттере к его этому сообщению пришёл Эрик Крипке. А Эрик Крипке это шоураннер... Создатель сериала. Шоураннер, собственно, сериала The Boys. И он сказал, что, пожалуйста, приходи, делай игру по The Boys. Мы не договоримся, бро. Мы можем с тобой, как бы, в команду объединиться. Я, кстати, твой большой фанат, так что давай. И туда же пришёл исполнитель роли Хомлендера, это Энтони Стар. И он сказал, что, типа, да, я поддерживаю это начинание, да, давай, давай. А самое, а Аплод Твист, знаете, какой? Что производством пацанов для Амазона занимается Sony Pictures. А прикол хочешь? Сейчас выяснится, что Кодзима всё это специально вбросил такой, знаешь, как это, тряпочку. Ну, типа, чтобы обратил внимание, и все такие, неужели он после того, как к ним обратился, шоураннер и актёр, он такой сразу сделал? А на самом деле, он уже последние три года делает игру по The Boys. Нет, я могу тебе сказать, что, если вы думаете, что, ха-ха, они просто в Твиттере поболтали, в последний раз, когда Нюк Дракман и Крэг Мейзин поболтали в Твиттере, у нас получился сериал Луас-Луас на HBO. Это обычно не болталня в Твиттере, обычно это на самом деле. Вот я думаю, что это специально сделано, да. Это была маркетинговая компания начинает заболтать. Я уверен, что и с Кодзимой то же самое. Я думаю, да. Я не удивлюсь. Я вообще не удивлюсь. Давайте пофантазируем, каким может быть сериал, точнее, игра по The Boys. Давай. Хочешь я тебе прям вот четко представлю, короче, зная Кодзиму? Прежде чем ты это расскажешь, прежде чем ты про Кодзиму скажешь, я могу тебе сказать, что во времена PlayStation 3, когда вот она только-только должна была появиться, то есть она еще не вышла, была везде PlayStation 2, люди фантазировали на тему того, какой будет новый Xbox, какая будет новая PlayStation, ну и так далее, и тому подобное. Как обычной фантазии, которую мы каждый из года в год помним. И я помню, что я переводил какую-то статью, по-моему, то ли с GameSpot, то ли с IGN, ну короче, какого-то западного игражура, где они фантазировали, какие будут супергеройские игры будущего. И они говорили, вот просто представьте себе, с мощностями PlayStation 3 или там с мощностями Xbox 360. И сможете спайдерменом прыгать по целому городу. Вы можете сделать игру, в которую Супермен там берет какого-нибудь там этого, как его зовут-то, главного, он такая, а, Лекса Лютера, вот, и кидает его со всей дури в небоскреб. Небоскреб там, типа, пробивает дырку, значит, он летит дальше, там, типа, разрушает половину города и все из-за того, что, типа, дерутся два супера. Получается Супермен 64, да. А потом выходят игры про супергероев тех времен, и ты такой, ну, за исключением, наверное, может быть, Wolverine Origins, я так что-то вспомнить особо классных игр не могу. Я могу тебе сказать, по Пауку была классная игра, Трей Арч, Ultimate Spider-Man, мне очень понравилось. А что там было классного? Она была, помимо того, что она была просто неплохой, она же была еще полностью соулшейдинговая, как комикс. Слушайте, а вы про времена PS2 сейчас говорите? Да. Переходный период. С PS2 на PS3. Как раз она, по-моему, в 2005-м где-то и выходила. Потому что на PS3, если что, вышел Prototype. Infamous, конечно, как могли забыть про него. Infamous и Prototype, которые были довольно такими, типа, крутыми играми для своего времени, вообще-то, если уж по чесноку. Слушайте, но как я себе представляю игру от Кодзимы по, соответственно, вот, типа, супергеройке? Ну... Это игра за бутчера. И что ты будешь там делать за бутчера? Игра за бутчеров, в которой ты идешь и пиздишь с людьми. Как бы, соответственно, иногда нужно посражаться с героями, но ты, типа, убегаешь от условного хомлайнера. Тут скрылся, тут скрылся, тут QTE подрался, тут, короче, диалоги там и прочее. Короче, условный такой детроид за бутчера, где ты, типа, как бы, нарративно проходишь эту игру постепенно. То есть, это не открытый мир, ничего такого, а реально нарративная игра такая вот про бутчера. Условно. Я думаю, игра про пацанов по МГС уже вышла, там только модель надо поменять, Metal Gear Rising называется. Да ну не. Ну не. Нет, я думаю, если и поднимать эту тему, то надо это делать так, как это сделано. Например, помните, я вам говорил, что мне не понравился мультик, который назывался Diabolical. Это мультик, как раз основанный на тип из Бойс, но просто история в том, что там типа про других супергероев, вообще про другое абсолютно все, и иногда возникают герои из оригинального сериала. Вот надо что-то как-то в этом духе делать. То есть, там, ты рассказываешь историю не Хомлендера, условного, да, а там какого-нибудь там чувака, который давным-давно был. Мы сейчас правильно с тобой говорим о Кодзиме, который обладает просто совершенно гигантизмом головного мозга, что все должно иметь буквально настолько глобальный, блядь, масштаб, что просто невротебенно глобальный масштаб какой-то. У меня об одном и том же Кодзиме говорили? Мы говорим об одном и том же Кодзиме, который всегда был настолько хуевым сценаристом, что ему всегда приходилось свой сценарий писать либо с помощью другого сценариста, который, собственно, придумал всю эту историю, либо с помощью команды сценаристов, которые такие, знаешь, блядь, Кодзима нам на салфетках принёс кучу всякого барахла, исчез из этого говна. И такой пачку салфеток, знаешь, на стол ставят, а там просто такая кипа. И говорит, сейчас мы с этого говна попытаемся что-то сделать. И такие, хм, получается только Metal Gear Solid 5 не хватает на третью главу. Ну, ничего, он завтра принесёт, а завтра Кодзима увольняется с канави. Вот. Так что не надо думать, что Кодзима такой супер-пупер гениальный чувак. Чувак, он не гениальный, у него гигантизм просто. А слушай, он гениальный в плане, там, постановки, в плане, там, придумывания всей этой истории. Но, блядь, диалоги в Metal Gear говно. Ну, согласись, что они говно. Ну, то есть... Фокс! Дай! Ну, это же мемы в основном. Ну, то есть, как бы, чувак где-то взял, прочитал, не знаю, там, технологический дайджест про нано-машины. О, точно, я нано-машины вставлю свою игру. Чувак сидел такой, прочитал, там, не знаю, историю про... Ты знаешь, что Кодзима отвечает как хорошего сценариста в плане поп-культа, а не хорошести. Он это прочитал в 98-м году. А его соратники по сценарному мастерству в 2008-м, вот в чем разница. То есть, такое... Я просто к тому, что... Дим, ты понимаешь, что у тебя буквально человека на грани пандемии сделал игру про курьера? Про курьеров, которые живут во время разъединения общества, которые живут дистанционно друг от друга. И все говорили, какая фигня, господи, какая тупая концерт. Братан, ну ты понимаешь, что как бы мировые тренды, они видны издалека. Ну, как бы совсем издалека. Всем прям. Много ли игр ты подобного рода до страниц? Игр может быть немного. Ну, то есть, я не спорю. Ну, то есть, может быть... Может быть, игра будет инновационной про The Boys. Но ожидать, что Кодзима в очередной раз не сляпает херню про курьера в игре про супергероев. Блин, вы просто представьте себе супергерой, курьер. Чувак, я тебе уверяю, что, скорее всего, скорее всего, это будет... Если вдруг такого рода игра и будет, когда-нибудь Кодзима, он наверняка будет делать условно такой Telltale, Detroit и вот это все. У него, кстати, есть опыт в таких играх. Я напоминаю, что Полиснафты и Снэтчер, они такие. Они очень классные. Обе прошел. Так, что-то попиздеть, Кодзима, вот это все, короче. И, то есть, это, по сути, такое интерактивное кино с разветвленными, там, типа, ветками сюжета, типа, как Antildone и так далее. Я, блядь, уверен, что он придет к этому таким масштабу. Ему нравятся всякие интересные механики делать, да. Но он, вот, ему так хочется делать вот это вот кино, понимаешь, потому что ты же в курсе, да, что Кодзима Продакшнс мало того, что делает сейчас, аниме? Аниме? Аниме сейчас, а вот такое вот, блядь, аниме. Я не в курсе, что за ней. Они делают аниме сейчас. Никто не знает, какое, чего, но они делают его. Прикольно, плод твиста, аниме по пяти. Хуй знает, чувак. Короче, на какой-то аниме не делают, точно, сто процентов. И Кодзима Продакшнс делает некий фильм или сериал. Ну, короче, какой-то кинопродал live-экшн что-то, вот. Откуда ты это знаешь? Блядь, я впервые слышу об этом. Блядь, чувак, это везде было написано. Это слухи какие-то? Ну, естественно, они ничего официально не подтверждали, короче, но они делают какой-то live-экшн и какое-то аниме. Что именно, никто не знает. Вот. Ну, естественно, они делают его не сами, потому что, блядь, там Game Devil присидят. То есть, они делают его с кем-то, но типа под эгидой себя, вот типа каким-то образом. Плот Твист я недавно играл в игры с PlayStation 1 и там, знаешь, там джерпогэха стандартная. Ну, то есть, там, типа спрайтовый персонаж ходит там что-то в пошаговые бои, ну ты понял, да, идею? Ну. Вот. Но заставки в виде аниме, видеороликов. Вот Кодзима делает то же самое. Блядь. Подожди, ты думаешь, что, Валдармс был, что ли, или что-то такое? Да, конечно, Валдармс. Да, я помню. Вот. Ну, в любом случае, короче, я думаю, что, скорее всего, Кодзима в итоге Да, в сторону Дэвида Кейджа придет, да, спасибо ему большое. Да, я уверен, что, скорее всего, он так и делал, потому что он, он, ну, он так фанатит от кино, он прямо так хочет вот во всю эту киноисторию, когда у тебя уже, условно, половина Death Stranding, это уже, блин, реально, типа, просто кино трехмерное такое. Уже с актерами даже живыми, настоящими, понимаете? Ну, я могу сказать, что, несмотря на вот то, что Кодзима условно визионер, да, который там, типа, смотрит в основном визуальную составляющую, да, там, типа, режиссерской видни и так далее, у него никогда не был говенный геймплей в играх. Ну, то есть, даже та же самая история с Курьером, это же, на самом деле, довольно инновационная игра. Ну, то есть, условно, она может не нравиться, ну, то есть, она может быть скучной, она может быть, там, ерундой какой-то. Знаешь, как многие люди писали, блин, это симулятор Курьера, какой смысл? Представляешь себе, если бы это была бы малобюджетная, лоу-поле, игра трехмерная на Unity, сделанная каким-то инди-разработчиком, ее бы все нахуй засрали бы, малоизвестной. Ну, а я просто к тому, что никогда не был говенного геймплея. Даже Death Stranding в каком-то смысле это инновационная игра, потому что, ну, в какой еще игре тебе надо, блядь, держать курки для того, чтобы не грохнуться со скалы. Потому что тебе надо каждый шаг, типа, свой просчитывать. Или там, как забраться на гору просчитывать. Ну, то есть, как бы, это же в плане геймплея это очень круто. Поэтому, если он и сделает какую-то игру под The Boys, я думаю, что это будет хорошая геймплейная игра, а не как не Дэвида Кейджевская Кутыгин. Мне почему-то кажется, что это будет все-таки Дэвида Кейджевская, но с какими-то вещами, типа, а-ля, с персоной. Ты бутчер, и ты должен ходить на встречи со своими дружбанами, а еще надо отдохнуть, надо в кино спать. О, еще и за девушкой привыкла, да. А еще нужно со своим сыном пообщаться, короче. А вдруг он вырастет в ебаного, блядь, Хоумлендера 2. Давайте, ты будешь с сыном нормально его воспитывать, короче, да, как бы, и вот и так далее. Я уверен, что какое-нибудь поебенье он придумает, но это наши мечты и размышления у парадного подъезда, поэтому, ребят, вы особо к нам не прислушиваетесь, и, может быть, никакой подобной игры и не будет. Те временем... Подожди. Те временем тот парень с порнозависимостью отправил нам 100 турецких лидеров, откнулся в интернете на фотке грудастой студентки, но эффект зловещей долины меня не отпускал. А гугление показало, что есть подозрение, что это более взрослая модель просто с фильтром. Я тут недавно видел ролик, я не знаю, насколько он правдивый, типа, как китайские модели, ну, местного инстаграма, да, китайского, как они накладывают кучу фильтров на себя. То есть сначала ты накладываешь макияж, ну, типа, чтобы сказаться красивее, да, а потом ты накладываешь еще и специальные фильтры, которые в реальном времени работают. Там просто небо и земля, там такой ад происходит, ну, просто вообще, вообще другой-другой человек получается, абсолютно. Вот. Так что вполне может быть, вполне может быть. Ты помнишь японского байкера, который прикидывался байкер-девушкой долгое время? Да, 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 да. И вот там спалили, потому что его нейросетка в отражении не закрается. Да, это вообще пиздец был. Все, кто осветил ДТКД, отправил нам 169 рублей, скоро должна выйти карточная игра по Мореловской комиксовой вселенной от создателей Хардстоуна, Бенни Броуда. Открыто под регистрацию, должно выйти интересно. Я бы не надеялся, честно. Ну, то есть, как бы, смотрите, как я объясняю. В последнее время по Мореловской вселенной выходят очень странные игры, которые явно аудитория не очень хочет. Нет. Марвел Азенджерс от Скворечника полный голос. Чувак, да, набретано Гордерсов за голос оказался хорошим. Вот сейчас выйдет Миднайт Санс, про который мы в прошлом подкасте говорили. У меня вот планочка ожидания вообще просто вниже. А потом выйдет второй Чувак-паук, а потом Росомаха. Ты возьмешь свои слова. Ну, ладно, может быть. Так что, я вот осторожный оптицизм в этом плане. Последний слух недели, знаете, какой был? О том, что, соответственно, я работает над игрой по Марвелу и... Электроника? Я вам, сука, просто руку на отсечение даю. Марвел Азенджерс? Нет. Я вам просто, сука, руку на отсечение даю, что, знаете, кто, что это будет? Это респаун. После того, как они сделали Jedi Fallen Order, короче. Сделают тоже самое, да. И сделают примерно то же самое, только про какого-то из героев. Я не знаю, лунного рыцаря. Про Капитан Пакистан. Или про Капитан Пакистан или еще про что-нибудь такое, короче. Ну, то есть, я просто уверен, что это будет приключенческое. Кстати, вот ты шутишь про Капитан Пакистан, ты знаешь, на самом деле, что это сейчас самый провальный сериал Морел. Кто бы мог подумать? Ну, подожди-ка. Ну, подожди-ка. Сейчас объясню. Не потому, что он плохой, а потому, что он явно насчитан на целевую аудиторию прям совсем... Детей. Совсем, да, не очень взрослых людей. Поэтому, как бы, и смотрят меньше. Ну, то есть, как бы, вот так. Все просто. Ну, чувак, они сделали дети смотрят тик-ток, они не смотрят сериалы. Ты меня сейчас расстроил. Очень сильно ты меня расстроил. Я тебе скажу даже больше, я разговаривал со своей троюродной сестрой, двоюродной сестрой, которая... Маленькая выборка не считается. Маленькая выборка. Ну, смотри, как бы, я поговорил с несколькими детьми за последнее время. Чего ты с тобой разговариваешь? Так-так-так-так, подожди, да я запишу. У меня периодически бывают такие моменты, что, типа, приходишь на какой-нибудь день рождения или еще что-нибудь такое, и я тебе могу сказать, опять, знаешь, дети такие, блядь, это странный дядя, сейчас опять доебется, спрашивают, что ты смотришь в интернете. Нет, ты знаешь, когда детям, например, там, типа, там, 5-6 лет, с ними не так интересно разговаривать, потому что они, как бы, вот еще, знаешь, ну, ты прям понимаешь, что человек еще вообще не сформировался, и как бы, и с ним просто неинтересно. Человек не человек, да, ребенок. А когда ребенку, там, типа, лет уже там 8-9-10, короче, он уже превращается в такого чуть-чуть немножко осознанного человека, ну, с человеком реально интересно поболтать. И вот, например, моя сестра, сколько мне инсайтов рассказывать о том, что, про, по что они играют. Я говорю, ну, конечно, фортнайта Могусон, так вот, ты чего, могут уже никто не играет. А Могусон для старпиоров, ты чего? Не могу, он, не могу, я три года назад играла, что жерова, что сейчас играет, и она мне называет игры из стима какие-то, которые вообще хера знают. Тест, тест на родителя, если, если вы знаете, что такое хаги-ваги, я вас поздравляю. Я знаю, что такое хаги-ваги. Ты знаешь, что такое хаги-ваги? Я не знаю, что такое хаги-ваги. Бля, эта херня продается даже вот у нас, то есть ты идешь по улице, у меня вот, например, недалеко от метро есть палатка, знаешь, это экспедиция, это компания, которая перепродает китайские товары. Ну, то есть вот... Термос! Термос там какой-нибудь, там какая-нибудь там бейсболка. Саморазогревающаяся хуйнюшка на дровах, которая заряжает твой телефон. Супер-ножик для рыбалки, там еще какая-то херня. И там продается хаги-ваги. Я тебе серьезно говорю? И ты такой, типа, бля, откуда я знаю, что такое хаги-ваги? Где это, блядь, на подкорке? Это персонаж из игры Poppy Playtime, которая есть в семейном обилах. Короче, история в том, Тимур, что, типа, есть фабрика игрушек, на которой, типа, одна из игрушек, типа, очнулась. Ну, типа, роботов или как там, и так далее. И фабрика вся такая мрачная, заброшенная, там, типа, все темно. Это Last Night at Freddy's? Типа, да. Вообще очень похоже. Но только Last Night at Freddy's, она вообще, блядь, говно. А это, типа, как вот просто, как ты ходишь, как в шутере, то есть от первого лица вид. И ты ходишь этой игрушкой по заброшенной фабрике игрушек. А на тебя нападает игрушка, которая, типа, хаг, ну, типа, обнимает тебя. Поэтому ее называют хаги. Вот. И у нее такие зубы, как у монстра. То есть у нее прям торчат кучи клыков из морды. Она довольно страшная. То есть она выглядит, как такая, типа, детская игрушка, но... Блядь, ты сейчас сейчас, сука, придется смотреть, что такое хаги. Я тебе могу сказать вот этот поппи-плейтайм, отзыв на стиме к этой игре, дима. А, я видел этого хаги. Да, да, да. Да, да, да. Он просто не продается. Да, я просто про него вообще не знал. Я думал, что это какой-то такой, типа, какой-то... Это еще одна вариация Five Nights and Freddy's. И просто, чтобы ты понимал, отзыв в стиме самый популярный. На меня напал какой-то синяя жопа, она меня чуть не села. Блядь, я... Петя, ты первый же ссылка кто такой хаги-ваги, почему его любят дети? О, господи, реально, я никогда в жизни вообще не знал про это. Это бумеркаст, если что, сейчас в эфире. Жесть какая. Там пишут, что мой трехлетний сын до усрачки боится этого хаги-ваги. Но еще бы это же хоррор. Но я вообще хотел сказать, что опять же, как бы вот у детей, как бы поту современных, как бы ты сидишь и думаешь, ну, они что точно там Майнкрафт, Фортнайд играть, не, нихуя. Майнкрафт это вообще для кого? Это для выпускников университетов, наверное, уже. Они уже не играют ни Майнкрафт, ни там, типа, ни Фортнайт, они играют вообще какие-то совершенно свои игры, совершенно свои видосы. И я, когда как раз разговаривался со строй, я спрашивал, типа, какие-то там, типа, что сериал там? А ты там этот Stranger Things смотрела? Говорит, что? Кого? Я говорю, ну, это эти там очень странные дела. Нет. А какие-то сериалы? Говорит, я не смотрю сериалы. В смысле, типа, вообще? Говорит, нет. Говорит, ну, вот на Ютубе. Тиграть, что-то подборка. Это подборка. Подборка. Чувак реально разная. Подборка облав на цыган в 4 часа смотреть. Ты понимаешь, что сейчас же она смотрит, типа, не только Ютуб, она смотрит тихток. Я говорю, типа, ты сестра очень смотришь? Нет, а говорю. А фильмы? Очень плохо. Очень плохо. Ну, мы типа, вот там что-то иногда с родителями. Очень плохо. Я говорю, типа, подожди-ка, а сама ты сможешь? Как это фильм интересно? Говорит, нет. Ну, не знаю. Я когда был ребенком таким мелким, я вообще только книжки читал. Ну, то есть, как бы мне вообще телезрог. Ну, я просто к тому, что, типа, конечно, не репрезентативная выборка, но, типа, It Sims Like, как бы, что подростки все меньше смотрят сериалы и фильмы. Ну, мелкие, прям мелкие, да, которым там, типа, лет 12. И когда у тебя выпускают капитана Пакистана, который, типа, якобы, как раз таки для вот этих вот детей, а они не смотрят твой сериал, как бы, ты понимаешь, что, как бы, вот этот продакт-маркет-фит просто не произошел. Ну, то есть, как бы, не смотрят твой сериал, потому что они, блядь, не смотрят сериал. Ну, в любом случае, возвращаясь к нашей истории, карточная игра от создателя Hearthstone о Марвеловской вселенной возможно выйдет хорошей, но проблема в том, что это карточная игра лично для меня. Слушай, ну, они, ты же знаешь, они же очень популярные, как бы, и просто ты в них не играешь. Ты вот любишь Hearthstone? Я не. Какая разница, кто что из нас любит? Не, подожди, вот выборка из нас, давай из трех. Выборка из нас, а абсолютно... Чувак, смотри, мне 36 лет, я, блин, мужик, как бы, из России, из Москвы. И ты мужик из России, из Москвы, 36 лет, 37 лет уже, да? Ну, и что? Ты что? Я целевая аудитория карточных игр, что-нибудь так? В смысле? Мне кажется, да. 19 лет, не 18, не 20. А ты почему ты решил, что... Ты не живешь в Китае, не живешь в Японии, не живешь в США. А почему ты решил, что в России, как бы, ты вдруг стал целевой аудиторией? Почему ты в своем возрасте это целевая аудитория? Я просто уверен, что карточная игра скорее будет популярна у более взрослого поколения, чем у молодого. Вообще не согласен. Ты знаешь, одна из самых популярных игр карточных всех возрастов, не считая дурака и крапленую карту, это покемоны, это люди собирают карточки с покемонами, колодами, играют, как МТГ. Вот МТГ, это как раз серия для Мотыга, это как раз серия для тех, кто такой. Будь бурзавр, я выбираю тебя. Вот. А дети играют в покемоны, и это очень популярная игра, и карточки там стоят иногда абсолютно безумных денег. А эта игра по МСУ не взлетит по абсолютно другим причинам. Она не взлетит, потому что все эти сбитые летчики, они очень редко возвращаются к своему успеху. Ну, вот сделал автор Мотыги, на секундочку, легендарный чувак, абсолютно, артефакт. Фу, помните такой? Я помню, как его перезапускали, и он тоже не взлетел. Слушай, Valve это та самая компания, которая как бы умудряется совершенно прекраснейшим образом въебывать рандомные продукты. Понимаешь, как бы, вот сделали классный продукт, а вот сделали говно. Понимаешь? Но артефакт не был говном. Артефакт не был говном, его сгубили решение, Valve это была хорошая игра. В этом проблема. Насколько она была хорошей игрой? Настолько же хорошей, как авточесс от создателей League of Legends? Я понял, что не хочу. Я не хочу. Да, я тоже. Мне кажется, это бессмысленная дискуссия, абсолютно. Коли занес 10 евро, уехал в Грузию, ищу работу в Европе, хотел бы купить новый ПК LG OLED, очень скучаю по ним. Ощущение, что в Европе нет годных магазинов с техникой. Может, вы знаете, во-первых, в Европе полно магазинов с техникой ритейловых, типа Сатурна какого-нибудь. Это сеть а-ля наш Медиамарк, которая ушла. И есть онлайн, у тебя есть Computer Universe, у тебя есть Amazon. Amazon, да, NewEck. На самом деле, в Европе куча магазов, как бы, то есть не нужно полагаться только на ритейл, то, что Мак говорит в Сатурн, вы придете в Сатурн, и у вас реально будут цены просто охуеть. Нет, я просто говорю, что есть и ритейловые магазины, и онлайн-магазины. Но при этом вы можете найти магазы, как бы, хорошие, где будут все дешевле, и есть онлайн-магазы, где тоже все будет... Но вообще, в основном, смотрите в онлайне, потому что я уже как прошаренный, человек, который помогает там своей подруге в Лондоне постоянно с компьютером что-то покупать, собирать и выбирать, я пришел к очень непростому выводу, что в онлайне всегда лучше. Ты что, Дим, по-моему, Винникод тоже собирал свой комп в итоге типа на Амазоне по частям. На Амазоне. Просто по частям. По сути, Амазон это как бы... Это же огромный маркетплейс, где куча-куча... Ну, знаете, как условно Яндекс Маркет. Где что найдете, у кого найдете, то ты прав. Там система отзывов и прочего, но на Амазоне... Я компьютер вообще на hardware к UK собирал, то есть уверена, что в Грузии есть Amazon. Не про Грузию, в Европе, в Европе, в Европу, про Европу. Чего-чего-чего-чего. Ты по стране смотри, смотри, там именно онлайн ритейлеров. Можно в условно, например, то, что в Нидерландах есть же как бы не Amazon, а BOL.com, BOL.com, да, как бы тоже очень крупный, крутой, крупный ресурс типа нашего условного Waspberries или Ozone, где тоже можно что-то найти свое. Вот. Поэтому имейте в виду, что там есть такая возможность. Так. Слушайте, ну давайте мы поговорим про такие вещи, которые точно выйдут, да, мы уже знаем, что скорее всего они появятся. Тут появился очень такой достоверный слух, что несмотря на то, что у Apple не задалось с беспроводными колонками большими, они хотели выпустить HomePod и сделать его классным, они его выпустили, он был очень классным, но не очень успешным на рынке. Он был очень дорогим. Он был очень дорогим HomePod. Дорогим, с хуёвой Siri. И он не пускал сторонние приложения, что тоже очень важно. И HomePod mini, в отличие от большого HomePod, за счёт цены как раз того, что он не очень сильно был. и не пустили сторонние приложения. Ты можешь сказать, Siri, включи мой плейлист Spotify вот такой-то, и у нас в те включат его. Да, да. Но, короче, история в том, что они хотят вернуть якобы большой HomePod, несмотря на то, что его увели с рынка. И этот большой HomePod будет на новом процессоре S8. Кодовое имя у него B620. Он будет на рынке, если будет не раньше 2023 года, потому что он пока находится в активной стадии разработки. И по размеру он будет ближе к обычному HomePod в плане размера. большая дура. Да, такая большая дуля. С новым дисплеем на топе. И там будет мультитач и прочие такие классные функции. При этом мультитач-экран сверху. то есть, как-то это... Я могу сказать, что это на самом деле круто, потому что такой вот недоэкран на HomePod был довольно классным. Он довольно хорошо работает. У него есть хорошие... объясните мне, для чего на голосовой колоке вообще экран. Чувак, ты подходишь у тебя будет... Где у тебя будет это стоять HomePod? Скорее всего, скорее всего, ты поставишь его где-нибудь типа для на кухне, где-нибудь там типа на подоконнике или на столе, или на полу вообще. И ты к нему типа подходишь и как бы, например, в нем может быть каким-нибудь виджетом, знаешь, например, типа часов или какой-нибудь погоды, и ты будешь просто подходить и видеть, типа, ага, так, бляд, там, 26 градусов в суку надо одеться, как под жару, да? То есть, как бы, это довольно удобно. Ну, то есть, это такой типа хаб для умного дома, условно говоря. Да, так и есть. Ну, и плюс, не забывай еще тот факт, что, например, на Алисе, как она, господи, Яндекс.Станция очень неудобна на первой, что у тебя всего две хардварные кнопки и колесо, и, например, если тебе надо переподключить Wi-Fi, если тебе надо сделать какую-то сервисную операцию, если тебе надо сделать какую-то технические вещи, тебе надо лезть как мудак включать приложение на телефоне, поэриться по блютусу, там, что-то менять, и после этого, наверное, колонка что-то схавает. Тогда как ты на вот этом экранчике можешь быстро перекидать тот же свой умный дом или там поменять Wi-Fi точку подключения, и все. Очень удобно. Хотите, хотите? Строят экранчик, и вообще, раз там процессор будет такой же, как в Apple Watch'ах новых, то туда просто запихнут в WatchOS, и самый прикол не в этом. Ты такой, типа подходишь к этому кранчику, тапаешь, там все появляется то же самое. О, проверка, типа какой у меня пульс, нажимаешь, колонка такая, бам-бам-бам. Смотрите, я думаю, что мы прямо супер hot take будет заключаться в том, что, скорее всего, они туда строят еще Touch ID, и, например, в какой-то момент они могут взять и сказать, ну ты берешь колонки и говоришь, подожди, колонки, палец провожу. Закажи мне это, закажи мне это, короче, они говорят, там, типа, пожалуйста, авторизуйтесь, подходишь к колонке, просто палец ставишь посреди экрана, и она так, все, заебись, бро, я тебе купила туалетные бумажки на Амазоне, типа, или что-нибудь в этом роде. Вот, мне кажется, что это вполне может сработать такая штука. Но в любом случае, короче, в общем, HomePod новый, ожидаем. Вообще говорят, что вот эти анонсы, которые потенциально будут у нас в ближайшем будущем, вот сейчас, осенью, причем это будет не типа не сразу на одном ивенте, а типа три ивента, как это было в прошлом году, где у тебя покажут типа там телефоны, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, короче, вполне возможно, что так и будет. Подозреваю, что у нас этой осенью реально покажут скорее всего новый HomePod. Одну вещь, про которую, кстати, тоже много говорят, что еще покажут эту осенью, это новый AirPods Pro. Если помните, AirPods Pro как бы довольно-таки хорошо запустились, они пользуются успехом до сих пор, они очень круто там расходятся. по сути это маленькие ТВС-наушники, которые вы вставляете как патрончики такие в уши, и они работают с крутым шумоподавлением, но, если вы не видели, возможно, короче, у этих наушников существует целый огромный рынок насадок, которые позволяют тебе сделать так, чтобы эти уши не вываливались из твоих ушей. И понимаете, если такой рынок существует, то возможно, возможно, проблема все-таки существует. Вот у Димка прямо сейчас на видео-версии нам показывает AirPods Pro, который я ему отдал, вот, и как раз-таки типа он использует на них неродные вставочки, вот эти пластиковые, которые на них насажены. Я могу сказать, что нам куча друзей и знакомых вообще рассказывает периодически, как они используют какие-то полиуретановые, какие-нибудь там пены, еще какие-нибудь насадки, которые позволяют сделать по сути единственную цель, чтобы эти наушники не выскальзывали из ушей. Ты понимаешь, что в плане вообще вот этого дизайна, именно вот как они держатся в ушах и прочее, Apple посралась, потому что у меня вот лежат, например, Xiaomi-вские наушники, которые стоят там 3 копейки, да, и у них намного более интересный дизайн, и они не вываливаются из уха, то есть вот они вот так вот выглядят, видишь, такая типа блямбочка, вот. Так, а почему они не вываливаются из уха? Ну, то есть я имею в виду за счет чего? Я не знаю, ну, то есть как бы технологии производства другая, может быть, эргономика другая. Вообще по чесноку я всю жизнь пользовался вот такими, в школе и в институте пользовался вставными ушами от Sony, они у меня не вываливались тоже из ушей, а AirPods пробовал, поэтому я хотел тебе, вот, но я тебе могу сказать, якобы говоря, что отдельные аксессуары помогают, братан, то есть вот ты покупаешь для своих типа дорогих, дорогущих беспроводных ТВС наушников дополнительный аксессуар и они начинают нормально работать. Удивительная история. Я могу сказать, что Sony, вот у них в XM3 затычках были силиконовые вот эти штучки, и они реально сидели в ушах неплохо, потому что они еще были гигантские, конечно, как мрази, а в XM4 они тебе в базе кладут пенные, и пенные, вот эти пенные штуки, они реально, сука, просто приклеиваются в хорошем смысле и не дают им выпасть, несмотря на то, что это достаточно крупные такие точки, большие. Ну, короче, вот в итоге... Короче, смысл в том, что в новых наушниках AirPods Pro поговаривают, что, типа, много чего поправят по эргономике, что они якобы не будут выпадать, это первое, но самое главное, что они добавят огромное количество новых фичей, вот, ну, кроме того, что там, типа, якобы будет еще круче работает Spatial Audio, то есть объемный звук, еще круче будет работать шумоподавление, но самое главное, какие-то из мелочей, что будет? Первое, они якобы добавят USB-C, то есть наушники можно будет заряжать, блин, через что угодно вообще, типа, через любой провод, потом, на наушниках добавят сенсор, который будет, типа, на наушниках будет просто черная такая хуйнюшка, которая первое, будет считывать мониторинг сердечного ритма, ну, то есть, грубо говоря, вы сможете прислушать... Через ухо? Нет, прям чуть ли не на самом чехле это будет даже, хотя может быть и через ухо, чувак, я не знаю. Мне интересно, как бы, этиотически, наверное, и через ухо, возможно. пишут, что якобы через ухо, это смотри, вот достань, вот достань свою свой AirPod Spray сейчас, покажи его. Ну, вот, ты видишь, на нем есть сенсор, сенсор инфракрасный, который, типа, отслеживает, что ты засунул его в ухо. ты имеешь вот эту маленькую дочку сбухления? И вот якобы вот эта ебанина, вот эта ебанина будет считывать теперь еще температуру тела и сердечный ритм через ухо. Как это работает? Как можно в такую маленькую, извините, пиздюль, можно запахнуть такое количество сенсоров? На часах у тебя как бы уже эта штука тоже уменьшается все больше, больше и больше, как бы, и если у тебя будет с двух ушей поступать некое там типа данные, которые чуть-чуть разнятся, у тебя условность среднестатистическая смогут там... Напишут более вероятный вариант, Тимур, знаешь, какой? Будет еще и третий наушник ректальный. Да-да-да-да. Я бы не удивился, но, скорее всего, не сделают. Вот. Но еще интересная штука, как бы, так из мелочей, короче, они сделают маленький динамик, который, соответственно, будет звучать для Find My. То есть вы сможете с помощью часов или с помощью айфона буквально нажать Ping My типа наушники, и они издадут звук. Вот, например, смотрите, у меня сейчас вот телефон. Вот телефон сейчас лежит на столе. Если вы вдруг не знали, на Apple Watch есть такая функция, где вы можете взять и пингануть свой телефон, чтобы, блядь, найти его в квартире. Смотрите. Я нажал на часах, на кнопку, и телефон звучит. То же самое можно будет сделать на наушниках, просто чтобы наушники издали звук, и ты смог их найти. Как говорят у нас в очаге, Эээ, экосистема Слушай, слушай, если ты затронул вопрос Эээ, экосистема Тут интересный факт выяснился Что, помните, мы обсуждали очень долго Какой чип М2 замечательный, итеративный Классный И MacBook Pro с ним прикольный Так вот, есть момент Если ваш MacBook Pro с этим чипом Не на 512 гигабайт Смотри, давай не так, давай скажем так Давай, давай Apple взяла и для удешевления Производства ноутбуков Решила сделать так, что теперь, короче Если у вас, допустим, например 256 гигабайт самый простой ноутбук То у вас теперь будет не две планки Двухканальные Ну, соответственно, SSD А одна планка Одноканальная И на практике это выражается Да, это даунгрейд, потому что Скорость падает примерно Ну, почти в два раза То есть у тебя 3000 мегабит в секунду А становится 14 1450, пардон И это существенная разница для SSD Особенно если ты копируешь какие-то большие файлы Еще что-то такое Слушай, ну ты знаешь, смотри Давай, давай скажем так Типа, я сейчас побуду адвокатом дьявола Типа, я сейчас побуду адвокатом дьявола Типа, таким Apple фанбой Кто бы мог подумать Давайте побуду адвокатом дьявола Повезет себя по-другому Смотрите, вот у меня, например, сейчас Как бы стоит на PlayStation Типа, самсунговский внешний диск SSD Который, по сути, выжимает полную скорость Из USB 3.0, типа, на PlayStation Ты имеешь в виду через USB порт? Через USB То есть USB 3.0 Вот сколько он позволяет выжить Вот столько он и выжимает Один гигабайт в секунду Выше одного гигабайт в секунду Ну просто бессмысленно Я могу поставить SSD Которая хуярит там 3-4 гигабайт в секунду Но USB просто не переживет Ну это невозможно Поэтому вот bottleneck USB Но я тебе могу сказать, что все равно Почти все PlayStation 4 игры Которые у меня установлены на вот этот SSD Это Samsung T7, по-моему, у меня стоит Короче, он все равно все быстрее грузит Ну то есть там тот же самый Dark Souls 3 грузится Там вообще за секунду Почему ты доведешь? Я просто к тому, что в принципе 1 гигабайт в секунду Это все равно много Полтора гигабайта в секунду Это тоже много Так Но не так много, как можно было Потому что, конечно, все современные Mac'и На самом деле Которые SSD'и встроены Нормальные SSD'и Они все равно работают примерно Ну примерно 3 гигабайта в секунду И то есть условно У тебя там типа качается какое-нибудь обновление Ну например, там твоя система качает обновление Или там твой условный Steam качает какую-нибудь игру Это не значит, что в этот момент У тебя любая другая там операция в системе Становится медленной Я понял Можно ты не будешь адвокатом делал Я вот сейчас смотрю табличку Которая в Tom's Guide опубликована И там разница на самом деле настолько мизерная Что я не понимаю, почему Это вообще должно быть какой-то новостью Чувак, ну ты понимаешь, что... То есть у тебя условно на M1... Чувак, полтора гигабайта в секунду Типа это одно А три гигабайта в секунду Это в два раза больше Нет Там смотри Вот, например, Blackmagic Dig Speed Test Это такой специальный софт, который на Mac'ах Меряет скорость SSD Вот у тебя есть MacBook Pro на M1 У него скорость чтения 2768 А на M2 2795 Ну то есть разница в 30 И она больше А вот скорость записи Она меньше на M2 То есть там 2400, а там 2954 Я вот понять не могу Чувак, ты не прав сейчас Потому что ты смотришь не в ту сторону А в какую сторону смотреть? Мы тебе сказали о том, что конкретно на M2 Конкретно одна единственная конфигурация На 256 гигабайт Использующая одну единственную планку На 256 гигабайт А не две двухканальных, по сути, там, планки Она снижает скорость в два раза Но как только ты покупаешь на M2 По сути, как бы, ноут себе с 512 гигов Где две по 256 Да, две по 256 То есть ты хочешь сказать, что Tom's Guide обостроился Потому что они сравнят не ту модель Да А, ладно Понимаешь, как бы Поэтому вот то, о чем мы тебе говорим Что, как бы, Apple, по сути, сама обосралась Сделав так Но, это, кстати, не первый случай У Apple было много ситуаций Когда они самые базовые версии своих MacBook'ов Брали и прям сильно обрезали Они гимпули пипец Да, то есть, например, была модель Я помню, я помню, была модель, короче, MacBook Air на 128 гигабайт Типа на Core i5 Которая прям работала, блядь, сильно медленней Прям хуёве-хуёве работала И там, типа, ещё порезали сильно графику И там всё резали И там у тебя получалось, что, типа, базовая версия MacBook Air Типа, говно вообще срака И просто следующий тир, там, буквально Который, типа, там, плюс 200 долларов, да Он прям сильно быстрее, сильно лучше получался И этого нигде не говорилось Нигде об этом не писалось ничего То есть, это просто, типа, во внутренних каких-то тестах Выяснялось, что у тебя, типа, базовая версия вообще срака А, типа, как бы, версия, которая стоит на 200 баксов дороже Она, типа, сильно лучше Хорошо, можно вот резюмировать Если я хочу купить, ну, предположим, новый MacBook Pro на M2 Мне какую брать модель? Короче, пацаны, не покупайте базовую версию на M2 на 256 гигабайт Просто, вот, блядь, просто не покупайте Не делайте этого Просто вот возьмите, доложите чуть-чуть денег, купите на 512 Серьёзно Вот, как бы, вот это та история, которую вот прям Нужно иметь в виду, когда вы будете покупать себе MacBook Air новый Или MacBook Pro 13 дюймов Просто имейте в виду Тем временем, Егор Никанович подписался нас на Boost За 400 рублей, спасибо тебе большое, братан Спасибо тебе, бро Слушайте, тут есть слухи про новый Need for Speed Я вот думаю, может, пропустим их нахем? Слушайте, очень всё просто Кому не наплевать на новый Need for Speed? Мы говорили в одном из прошлых выпусков о том, что, типа, якобы Собираются делать некую аниме-стилистику в Need for Speed И я, помните, сказал, что, типа, скорее всего, её путают И что Need for Speed новый будет выглядеть примерно как Fortnite Но И, как бы, новые новости говорят о том, что, типа, скорее всего, не совсем Якобы стилистика внутри Need for Speed будет даже не как в Fortnite, а как в, так скажем, знаете, western animes Это вот те самые аниме, которые, типа, делаются на Западе Это Adult Swim какой-нибудь, да Да, короче, говорят, что наиболее всего она будет похожа на мультсериал Getto Это такой, типа, уэстерн-аниме про, типа, чёрную семью, которая живёт там в условном таком Гарлене Слушай, я загуглил, как выглядит это Getto Я тебе могу сказать, что, конечно, я не представляю, как будет выглядеть Game Pass Замечательный Game Pass Замечательный Need for Speed Но это выглядит прям плохо Ну, потому что Ты не знаешь Ну, мы не знаем, на самом деле, как это будет выглядеть, но зная, и будет выглядеть геймпасс Серия Need for Speed уже очень давно не видела действительно по-настоящему хороших игр И не увидят Там ещё говорят, тут ещё говорят, что, типа, речь про эффекты дыма и огня На самом деле, типа, машины и окружение будут фотореалистичными А вот, типа, пау Я же тебе рассказал, что будет так, дым там будет какой-нибудь нарисованный Это было же в этом Как этого чувака звали, который делал, вот, сериал Arkane Помнишь? Вот эта стилистика, когда ты спецэффекты, конкретно спецэффекты Рисуешь именно в такой, типа, стоп-моушене, типа, нарисованном как будто Это реально прикольно Я единственное понять не могу Нахера это, блядь, в гоночной игре? Я вот это понять не могу Что за бред? Это могло бы выглядеть прикольно, если бы они взяли стиль а-ля Я стримовал, кстати, эту игру к нам Она называлась Автомоделиста И это была игра, она выходила на PlayStation 2 Я это слышу уже раз в третий, наверное, так Но мы просто в неё играли реально на стриме И она выглядит как ожившая манга И там реально, ка-пау, всякие эффекты дыма Но там всё остальное выглядит как манга Как Initial D какой-нибудь А зная гиперреалистичный рендер, который используют в Criterion Я просто напомню, что последние два Need for Speed'а Выходили на движке Battlefield'а И они выглядели хиперреалистично Если к этому прикрутить всякий Ка-пау, ч-ку А, к-чао, вот точно в тачках это было К-чао Нам пишут, что Getty кайфовый Пересматривал прямо сейчас А мы не про мультсериал, мы сейчас про Need for Speed'а А я скорее про спецэффекты Мне кажется, они бессмысленные Мне кажется, это просто стилизация ради стилизации Чтобы выделиться хоть чем-нибудь Короче, хуй знает, но поговорю, что Need for Speed пока что уже в июле Это будет буквально в течение 1-2-3 недель Поэтому ждём И ждите разбора трейлера нового Need for Speed'а Уже буквально через пару недель, где мы будем говорить о том, что... Ну мы же говорили, что это Блевотина Блин, я вот иногда слушаю Тимура и думаю Блин, Тимур каждый раз такой таксичит, блять Какие-то игры там в говно опускают Не-не-не, там типа какие-то игры в говно опускают Но ведь наверняка же будет не так, ну блять Но не можно же быть Тимур прав Блять, за последнее время я каждый раз, когда слушаю Тимура Спустя там какое-то время Я всегда убеждаюсь в том, что это так и есть Знаешь почему? Потому что, блять, я недавно на стриме поиграл в Roller Champions от Ubisoft И который Тимур нас хуесосил в подкасте Просто, блять, каждый, наверное, выпуск просто, блять А помните эту залупу от Ubisoft на роликах? Бля, я реально поиграл? Это реально залупу, братан Ты просто не представляешь, насколько это говёная игра Блять, чувак, я смотрел на альфа-тесты И я уже видел какая-то залупа Слушайте, если мы вспомнили про залупу от Ubisoft Скаузен Боунс покажет в Юля Блять Лучший переход просто за очень долгое время Так, подожди, а можно вот вопрос А почему вы считаете, что Скалн Боунс окажется залупой? Аааа, тебе как? Бля, чувак, ты наверняка просто обожал миссии на море Да, я даже не надо договориться Договаривать не надо Договорить надо Да Все, да Да Ты просто обожал, наверняка Прямо ждал, когда тебе говорят, чувак, не пройдёшь дальше, пока не в бурскую игру не поиграешь Первый Assassin's Creed, который я додрочил Все эти ёбаные фарты, которые там были Всю ту херню Я убил тот здоровенный корабль, который там типа Его невозможно убить там типа Пока не прокачаешь Фрегат Свой там, да, фрегат Ну вот А на все вот эти миссии, которые по сюжету Я такой Эээ Ээээ Ээээ Тожди-ка, то есть ты хочешь сказать, что ты и в В Одиссеи тоже додрочил все эти миссии? Прям вот каждого Нет Каждого чувака уебал просто на море там Я считаю очень просто. Единственный нормальный Assassin's Creed про море, именно где на кораблях битвы, это был Black Flag. Потому что, например, в Origins они это все очень сильно упростили. Ну, то есть там, блядь, не бит, а говно какое-то. В Одиссее все боевые вот это столкновения на этих... Как эти штуки называются? Триремах. Трирема, да, трирема. Боевое столкновение выглядит следующим образом. Ты такой пострелял в соседний корабль. Огнем пострелял. Да, пострелял, а потом у тебя абордаж. Но ведь это в Black Flag выглядело просто... Ау, блядь, сука, сейчас я там всех на... А здесь это выглядит... Пиу-пиу-пиу-пиу. Чувак, просто здесь понимали, что тебе здесь нужно примерно в 20 раз больше кораблей разъебать. Поэтому... Да, поэтому подводочка очень долго, но поэтому я считаю, что Skull and Bones, возможно, заинтересует меня. Потому что мне нравятся морские сражения. Мне кажется, что это очень круто. Ну, то есть, как бы, в какой еще игре... А получишь... А получишь ММО за лупу, чтобы правительство Сингапура не оштрафовал Юбисофт. Ну, нет. А вы видели геймплейный ролик? Я думаю, что на самом деле... Я думаю, что на самом деле геймплейный ролик был довольно неплохой. Да. Я думаю, что это получится примерно как Sea of Thieves, только реалистичный. Это выглядело, по крайней мере, лучше, чем роллер. Ой, это несложно. Я думаю, что реально, по ходу, это будет примерно как Sea of Thieves, только реалистичный. То есть, знаете, вот идеальное сравнение. No Man's Sky и Starfield. Ну, то есть, примерно похоже, как бы, ну, типа, как бы, здесь, здесь, я так, у тебя все мультяшно, немножко, а тут такое вот прям, ух, бля. Вот. Я думаю, что примерно так же, это будет примерно как вот Sea of Thieves и вот с Call of Thieves, это будет просто Starfield по отношению к No Man's Sky. Он пишет, что, кстати, скоро будет геймплейный ревил. Слушайте, а разве это будет в Юли? Уже геймплейного ревил. В Юли? Не-не-не, сейчас. Буквально недавно был геймплейный. Или это было у тебя... Чувак, это было не утечка, нет. Нет, это был такой, типа, знаешь, тизер, как бы. Сейчас будет, сейчас тут чуть ли не покажут огромный 15-минутный ролик, где, типа, как бы, вы смотрите, мы кастомизируем наш корабль, типа, в порте, а вот мы в порте с NPC говорим, а вот мы, типа, мультиплеер, а вот мы это, вот мы то, вот мы все, короче, вот. Такой вот, знаешь, прям волк. Слушай, раз уж мы говорим про утекшие ролики, можно я побомблю немного? Давай, давай. Немножечко. Нам вчера прилетел Copyright Strike. Вы не поверите, где. В Телеграме. О, боже. И не поверите от кого. От российской компании групп IB. Чичичич, буля, ты... Короче, прилетел Copyright Strike. Знаете, на что? Да, вот было бы интереснее, если потаскал сначала, что от групп IB и от... Вы думаете, на что? Ну, то есть, как бы, какую-то техническую часть рассказали? Может быть, мы и рассказали где-то какой-то, как сайт взломать? Короче, нет. Нет. Он прилетел на утечку от Cyberpunk 2077. Помните, мы рассказывали о том, что, как бы, в Cyberpunk якобы для него делают новый DLC, который будет про регион Пасифика. И, собственно говоря, в игре нашли... Датамайнеры. Датамайнеры нашли добавленные строчки диалогов, из которых они делают вывод, что, скорее всего, DLC будет как раз про Пасифику. Просто вот эту часть карты тебе откроют, там будут какие-то квесты. Ну, короче, в этом смысл. Такой прикол в том, что Copyright Strike прилетел на эту историю. Это была новость от Майя. Сейчас уже конец июня. То есть, как бы, знаешь, команда Телеграма работает очень оперативно, конечно. Не покладая рук. Они очень оперативно прикрыли эту утечку. Никто про нее не знает. Но я к чему веду? К тому, что это 100% говорит нам о том, что действительно это DLC будет. То есть, блядь, уже никакой не слух. Это 100% выйдет. Такой, типа, и будет DLC про Пасифику. Вот то же самое со Скалон Бонсом. Я, блядь, просто, блядь, уверен на 100%. Что вот та, типа, утечка геймплея. Это, блядь, не настоящий геймплей. На самом деле там все, блядь, по-другому. Выходит ролик, и он, блядь, один в один то же самое. Ты такой, блядь, чувак, ты в курсе, что, как бы, все, вообще, на всех роликах, где показывали кусочки того ролика, я, которое она показывала своим инвесторам, ритейлерам и так далее, про Battlefield 2042. За несколько месяцев до релиза, ты видел, что на самом деле они же, как бы, копирайт-страйки всем пуляли, кто, типа, про это рассказывал. И ты понимаешь, что на самом деле физически, как бы, ну, то есть, как бы, вся эта история, типа, действительно, все было правда. А потом ты смотришь на этот ролик. А там не был специалист. Там были, типа, обычные персонажи, типа, знаешь, там, инженер, Рассел, Ледик там и прочее. Нет, ну, логично, что это могло произойти. Ну, просто, блин, это просто смешно. А возвращаясь к новости про Skull and Bones, я могу сказать так. Я осторожно, прям осторожно жду, потому что, по слухам, оно будет бесплатно. Ну, вообще, пацаны, мы хотели, как бы, немножко отметить вам, может быть, вы пропустили только что-то в разговоре, что на, представляет интересы в Телеграме от, соответственно, CDPR, то есть CD Projekt Red, группа IB, российская компания, которая следит, типа, за, там, кибербезопасностью. То есть, как бы, Ведетин Клин, потому что, бля, чувак, ты, наверное, может быть, забыл, но они, как бы, там, вообще-то, отказались от российской озвучки, как бы. А еще что, их гендиректор сел за госизмену? Может, у них прошла история того, что они, там, не знаю, контракт на пять лет вперед заключили и оказался от него. Но, в любом случае, как бы, имейте в виду, что связь между российской группой IB, которая такая немножко, немножко вравравительственная, и, как бы, между, соответственно, CDPR, она есть, потому что, на, on behalf of CDPR, в Телеграме, в России, интересы представляет именно, соответственно, группой IB. Имейте это в виду, как бы, ну, просто, чтобы оно в вашей памяти осталось, а не, знаете, вы где-то забыли это, там, в чертогах памяти через пять лет. Просто имейте это в виду, чтобы оно было, вот. В любом случае, давайте, как бы, немножко перейдем к следующим, там, интересным слухам. Дело в том, что, на самом деле, мы про это говорили на одном из стримов, и говорили, на самом деле, про это, как бы, в том числе, в прошлом подкасте, когда, ну, так, знаете, типа, походя. О том, что тут же слили анонсы Sony по поводу новых их профессиональных аксессуаров, которые, якобы, должны сделать чуть ли не новый профессиональный DualSense, который будет альтернативой тому самому вот этому Xbox-овскому профессиональному контроллеру. Новые гарнитуры, которые они должны выпустить. Кстати, ты видел там, как они выглядят? Мне кажется, это либо какой-то рендер фейковый. Это не фейковый рендер, это вполне дизайнер в духе XM5, который у них сейчас на рынке. Если вы вдруг не видели, дело в том, что посмотрите на новые 1000XM5, вот как про Макс правильно говорит, наушники от Sony, как они сейчас выглядят, AirPods Max, вот, соответственно, вот, и помножьте это на дизайн PlayStation 5, потому что практически все аксессуары, которые в итоге слили, эти все аксессуары выглядят в стилистике PlayStation 5. При этом несколько важных моментов. Во-первых, этот анонс будет делать Sony, не PlayStation. Да, там нет, кстати, брендинга PlayStation. Это именно аксессуары будут для всего. Для ПК, для консолей, для чего угодно. Для Xbox. Почему бы и нет? Если вы... И причем у Sony это давно, это такой секрет полишинели, вы можете флешку от любых голдов, от любых платиновых воткнуть даже в Switch, и наушники будут работать, потому что им пофиг, они как дженерик USB аудиодевайс работают. Сейчас Sony уже аудиоподразделение выкатит, собственно, эти наушники. Их будут три штуки, H3, H7 и H9. И если H3 это такая фактически проводная версия голдов, универсальная по USB работающим... Я так понимаю, что, скорее всего, они будут стоить дешевле 100 долларов. Да, значит, и у них был специальный бренд для этого, iZone, не PlayStation, Sony, iZone, типа, игровые аксессуары. H5, это будет такая замена платинумом, то есть это наушники с хорошими драйверами, с хорошим звуком. Кстати, наконец-то, спасибо PlayStation, микрофон на роге, а не вот это встроенное говно в чашку. Вопрос в том, как мьют будет сделано. Там на этом, на поднятии рога. А это отвратительно, потому что у меня в астре первое, что сломалось. А, нет-нет-нет, стой-стой-стой, одну секунду, я вижу кнопки мьюта на самой гарнитуре. Бля, чуваки, даже здесь есть кнопка мьюта, прям по другое. Я уверен, что они так же сделали. Я не вижу кнопки мьюта, там есть кнопка Game Chat, кнопка Bluetooth и кнопка Power Off. И на другом этом кнопка мьюта. И последнее... Кстати, Макс, важную штуку я хотел сказать, что на всех беспроводных наушниках поговариваю, что будет возможность работать как от свистка, такого как на плате, так и по Bluetooth. И самое главное, самая интересная старшая модель, которую я очень себе хочу, если это правда. Она визуально, кстати, и по звуковым характеристикам почти не отличается от H7. То есть, соответственно, H9, которая старшая, она почти идентична H7. Она отличается только одной разницей. У них есть, на самом деле, две отличительных черты. Во-первых, у H9 будет RGB, который выключается. И второй момент. У H9 будет активное шумоподавление, снятое с больших наушников Sony. То есть, там будет стоять звуковой чип, тот же, что в XM5. И у вас будет активное шумоподавление в игровой гарнитуре, нативное, без всяких плясок с бубном. Но есть минус. То есть, у вас буквально в доме, нахуй, горят, а люди и убивают, а вы этого не слышите. И играете в Golden Ring, да. Есть минус. Батарейка работает. 14 минут. 20 часов работает XM4, Дима. 14 минут, Макс. Все, ничего не знаю. Ну, дай тебе посрать как-нибудь, это мои следующие наушники. Дима, я тебе могу сказать. Я тебе могу сказать, что вот эти наушники замечательные, которые... Ой, началось, блять, наушники. XM4. Вот, 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 XM4. Они офигительнейшие, чувак, они работают... Я заберу XM4. Охуительнейшее просто количество времени. Нет, я тебе их не отдам. Я обязательно возьму себе iZone H9, они мне очень нравятся, и я как-нибудь их серо импортирую. А вот тут еще другой момент, мы про наушники говорим, а по слухам там будет не только гарнитура и не только наушники, фу, гарнитура, геймпад, вот этот про геймпад, но будет еще и ряд игровых мониторов специально для PlayStation 5 с поддержкой. Подожди, 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 мониторов ты имеешь в виду дисплеев или мониторов ты имеешь в виду колонок? Нет, говорят чуть ли не телевизоров. Дисплеев, дисплеев. Я почему-то в контексте наушников подумал про звуковые мониторы. Нет, и самое прикольное, что для Sony это не в новинку, все-таки, как так? На самом деле Sony выпускала достаточно прикольный дисплей, которым мы даже с другом очень недолго владели. Мы на двоих его купили. У Sony был специальный PlayStation-телевизор в самом начале десятых. По-моему, в одиннадцатом он вышел или в двенадцатом. И суть была такая. Это был телек с очень толстой рамкой, по-моему, 24, что ли, был дюйма. И он был 3D-телевизор. Но у него была одна особенность. Там 3D использовалось не только для 3D. Вы могли разделять экран. То есть один чувак играет на телеке в одну игру с одного выхода. Если это твоя игра, это поддерживало. Да. Или нет, чувак, ты не понимаешь, это была очень крутая фича. У тебя не было сплитскрина. У каждого была своя картинка через очки. И то же самое. Чел смотрел свои фильмы на телеке, а я играл в игры. И за счет очков мы разделяли источники. Мы не видели то, что он смотрит. Ты понимаешь, что, короче, он работал 60 кадров в секунду. Очень малый юзкейс. Чувак, они это сделали, по сути, как технологический эксперимент. Ну, интерполяция, понятно. То есть у тебя идет 120 FPS, а ты не понял. Нет, 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 у тебя показывал 60 кадров в секунду, 30 из которых это был один Input One. Да. А вхотов Input Two это были другие 30 кадров в секунду. И очки, которые были активными, организировались, и они показывали 30 кадров. Фотарейка, батарейка в них работала 11 минут. Нет, было еще. Нет, ну очки на самом деле только они жили не очень много, да, но часа 3 было. То есть в этом плане это был очень прикольный. Странный телевизор, очень странный. Выглядит как фича ради фичи, вот реально нахер не надо. Ну, а потому что так и было. Вот, а сейчас, типа, они запустят линейку iZone. И знаешь, почему, я думаю, они запустят Pro Gamepad? Даже не для PlayStation 5. Кстати, давайте пофантазируем, как они будут выглядеть. Потому что я вот открыл сайт Скафа. Это чуваки, которые делают кастомные DualSense с лепестками. Я вот, можно примерно представить, что, наверное, плюс-минус это будет похоже на Скафы. Ну, наверное. Самое интересное, что Sony это, наверное, делает даже не для плойки. Sony это делает для ПК, потому что DualSense стали безумно популярны в качестве ПК-геймпадов. Сейчас почти все игры нативно поддерживают DualSense. А те, что нативно не поддерживают, они прекрасно с DualSense через оболочку Steam'а работают. Слышите, у нас вот хороший комментарий был на Ютубе. Типа, а потом входит батя без очков, а там какая-то гипнозжаба на теле кидал всем по шее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слышите, ну, в любом случае, короче, мы ждем анонс. Он, скорее всего, будет в июле. Тоже, на самом деле, на июле... 29 июня он будет. Смотрите, на июле на самом деле много компаний отложили анонсы, потому что говорят, у Я будет пачка анонсов. Почему, например, в августе огромное количество компаний, кроме Ubisoft, отказались участвовать в Gamescom'е? Потому что говорят, что почти все, а все сейчас современные вот издатели, все будут делать анонсы сами на своих конфах и собираются прям много народу собрать. И говорят, что у Sony будет еще один директ крутой, где они тоже покажут что-то крутое. И, соответственно, покажут что-то свое я, и что-то свое там типа покажут все остальные, как бы. И только единственный Ubisoft вот придет показать хуй пойми что на Gamescom'е. Да. Вот. Тем временем Никита Лихачев подписался на нас на Boost за 400 рублей. Спасибо тебе большое, братан. Большое, Никита. Спасибо, Никита. Никита, если что, бывший главред тежурнала. Я вообще очень крутой чувак. И у него есть классный телеграм-канал, если что, подписывайте. Андрей отправил 500 рублей, завтра мы наконец-то едем с женой в Турцию на недельку. Желаю всем тоже успеть отдохнуть летом, кто знает, что будет дальше. Да, я согласен. Да. И две черточки подписался на нас на Boost за 1200 рублей. Спасибо тебе, братан. Спасибо. И я, спасибо, бро. Слушайте, у нас тут очередная история по поводу кладбища Гугла, потому что, если помните, Гугл у нас просто практически такой, знаете, завидный, буквально завидным постоянством убивает свои сервисы. И, наверное, один из самых убиваемых сервисов, знаете, который, типа, один убил, другой сделал, короче, это чаты Гугла. Потому что, если помните... Ну, я бы так сказал, что да, наверное, мессенджеры, потому что Гугл постоянно экспериментирует, типа, звуковой, видео, текстовый, такой-сякой. А давайте совместим, а давайте рассовместим, а давайте сделаем так, давайте сделаем так. В общем, короче, если помните, был Gchat, и Gchat убили в пользу Hangouts. Так вот, Hangouts убили в пользу Гугл чата. А это не разные вещи, Gchat, чат? Разные. Серьезно? Кто, блядь, чеймингом? А еще есть Duo. Я тебе могу сказать, что было очень смешно, когда я недавно, короче... Еще был Google Wave. Чувак, я недавно OnePlus, новый, короче, сетапил для отца своей жены. И, короче, я его там засетапил, там, типа, Android, вот это все, короче. И там, типа, Google Duo. И я такой, типа, пытаюсь удалить, а там написано, нельзя удалить. И я такой, блядь. И он элемент системы, короче. И там, типа, но появилось новое обновление Android, делаешь обновление Android, Google Duo нет. Я, кстати, читал недавно статью, что, типа, Google за 17 лет, за 17 лет 10 разных сервисов, вот именно, чатов, да, открыл или закрыл. Чувак, какой-нибудь к стене да прилипнет. Ну, просто это глупо. Ну, то есть, как бы, хорошо, ладно, окей, допустим, вы сделали новый сервис. Ну, возьмите его, переименуйте из старого. В чем проблема? Помнишь, мы в Завтракасте уже очень много раз обсуждали, что в Гугле царит политика поощрения новых проектов? Я не спорю. А что там будет с этими проектами? Похуй вообще. Нет, 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 мой поинт не в этом. Хуй с ним. Может быть, хоть сотни проектов. Мне надо зрать. Просто я, как пользователь, привык, что, например, называется, там, ну, предположим, Google Allo, да, например. Условный FaceTime, короче, у Apple. Вы его поменяли полностью и назвали его там Google Duo, например, да. Ну, вы возьмите, блядь, старый Google Allo, переменуйте в Google, в смысле, в Google Duo, переменуйте в Google Allo. Все. Как бы, у пользователя будет одна и та же система. То есть, он будет знать всегда, что в эту кнопочку я нажимаю. Просто аккуратненько из одного в другое переходит. А то, что там внутри все поменялось, ну, блядь, да, мы обновили, там все поменялось. Это, как бы, пользователь ебать не должно. А тут, получается, они не могут закрепиться даже, блядь, вот просто, вот, просто на рынке. Просто потому, что, чувак, не знает, куда жать, чтобы, блядь, красиво было, понимаешь? Чувак, если ты не в курсе, они подали в суд на Apple в США за счет того, что, типа, короче, у Apple есть FaceTime просто по факту его существования. Да. И по факту существования месседжера. Я могу понять претензии. Блядь, блядь, чувак, подожди-ка, у тебя берет компания, как бы, берет, делает нормальный месседжер. Блядь, да встрой свой Android. Ты, сука, клона и месседжер. Да. Ты просто тупо клон. Просто спизди все, что есть. Ну, спизди все, короче, ну, сделай, как бы, и просто его развивай потихоньку, назови, ну, там, блядь, Google, блядь, чат, короче. Во-первых, это некрасиво. Google так делать не будет. Что значит, что значит, спизди все у конкурента. Ты что, хочешь сказать, что компания Google, блядь, не может свою собственность, что ли? Приду. Чувак, я тебе скажу даже круче, в 2013 году у Телеграма, у Телеграма, внутри были вулпейперы для чатов, просто скопированные из ватсапа. Они, ну, просто вот взяли картинку, блядь, шку, и захуярили, короче, в Телегу. То есть, как бы, они даже не парили, что они спиздили все из ватсапа, понимаешь, как бы. А потом они такие, не, 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 вообще, не ватсап, ватсап. И ты такой, типа, блядь, да, конечно. Типа, ребят, ну, я-то помню 2014 год. Я понимаю, что у вас, типа, там память короткая, а у меня это не короткая. Я все помню. Я, кстати, помню, что в Телеге, по-моему, был вулпейпер, где сзади на ловушке были нарисованы, надо себе поставить. Да. О, да. Ну, в любом случае, короче, пацаны, в общем, смысл в том, что Hangouts, если вы вдруг к нему привыкли, его больше нету. Я знаю, что вы к нему, на самом деле, не привыкли, потому что уже давно существует Google Meets. Угу. Вот. Если вдруг Google Meets тоже закроют, вы там, типа, особо не паритесь. Вот, по этому поводу. Не видно, Димка. Не, не, пока не видно. Не видно, и на ложке, жаль. Не, и на ложке не видно, типа. Слушай, слушай, Колюш, ты тыкаешь там телеграммом в экране, покажи значок, что ты дурачок. Ммм, я не могу. Не может, он не могу, там мой номер телефона указан. Ты не хочешь показывать значок. Я не буду показывать значок. Покажи, Макс, ты, что, Дима? У Димы есть значок. Что он дурачок, да, спасибо. А! Ахер там, да? А, нет, видно, блядь, действительно видно. Я дурачок. Вы помните, если вы помните в каком-то из прошлых подкастов... Можно, пожалуйста, меня не шебить больше? Спасибо. В каком-то из прошлых подкастов мы обсуждали то, что вот есть подписка Telegram Premium, и как только подписка Telegram Premium будет выкачена, Тимур сразу же ее себе купит, потому что, ну, как бы, надо же поддержать Пашу Дурову, его команду, а Telegram много сделал для того, чтобы Тимур там общался со своими коллегами, друзьями там и так далее. А Дима говорил, что брать. А я говорил, что я брать нахер не буду, потому что она нахер не нужна, потому что она кусок говна, потому что пошло Паша Дуров в жопу с его замечательными разговорами. И вот наступил день, когда подписку Telegram Premium выкатили. Естественно, кто купил подписку? Дима. Эти два дурачка сидели молчали, потом Максим такой почесал тыковку, ну ладно, я тоже буду дурачок, тоже купил подписку. Я спрашивал Тимурчика, Тимурчик, а где же твоя подписочка? Где же твой значок, что ты дурачок? А Тимурчик такой, ой, сырянь к пуху, я чё-то подумал, что она нахер не нужна. Зачем ты купил-то её? Позырить. Если честно, просто было интересно. Ну то есть, я понимаю, что она нахер не нужна. Ну просто, ну как бы... Нет, подожди, ну надо же поддержать Пашу, потому что на воверах. Бля, чувак, это сейчас звучит, как значит, ты переходишь сетапа на этап буквально. Да, 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 смирение, гнев, вот это всё. А что вам, блядь, не нравится, а? А что вам, блядь, не нравится? Хотя, когда ты уже когда-то уже примиришься с этим. Ладно, короче, да, я дурачок, окей. Короче, ты купил подписку Telegram, так давай, что ты купил подписку Telegram, так дальше стал. Давайте по-кабы, книжку целую, напишешь 400 страниц о том, что типа я купил значок в телеге. Да, я не могу, честно сказать, ничего плохого про неё сказать, но на самом деле мне даже сказать хорошего про неё нечего. Потому что, например, вот я открываю издание Код Дурова, на котором, кстати, пишут, типа, что добавить, что, какие функции будут в бесплатной подписке, да, в смысле в платной подписке Telegram Premium. И тут типа загрузка файлов объёмов до 4 гигабайт, ускоренная загрузка. Вот знаешь, вот насчёт 4 гигабайт я не знаю, конечно. Я проверял, я только ради этого взял. Мне не надо грузить такого рода большие файлы, я не заметил. Но вот ускоренную загрузку, её, блядь, нет! Я абсолютно согласен, чувак, я тебе говорю, что я загружаю тебе файлы сейчас к нам периодически в чат для того, чтобы типа там для завтра каста. Вот у меня как была скорость загрузки полмегабайта в секунду, она такой и осталась. Я тебе больше скажу, Тимур, у меня стало хуже. Я когда отправлял футаж режиссёру, собственно, я ради этого и взял, чтобы с ним меняться большими файлами. Бля, чувак, ну ты же купил на Яндекс.Диске. Дело не в Яндекс.Диске, его просто в мессенджер проще это получать. И ты кидаешь, он это смотрит, скачивает и так далее. Это просто, чтобы вы понимали, 4 гигабайта звучит как много. Это секунд 10, если в непожатом видео скидывать. И, значит, ты загружаешь, и стало медленнее. Это очень странный момент. Второй момент там, типа, ну, окей, меньше ограничений, расшифровка голосовых и постоянные видеоаватары. Блядь, видеоаватары, подожди, подожди, видеоаватары, видеоаватары, это, блядь, я просто, сука, ненавижу тот человек, который придумал видеоаватары. Потому что я каждый раз, когда вижу видеоаватарку Тимура... А он поставил себе, блядь, видеоаватарку, мразь, так. А моя? На твою я внимание не вращаю никогда. Когда заходишь в маленький чат, типа, например, вот у нас есть чат на троих, да, там, типа, все это работает. А когда заходишь в большой чат, нихуя не работает. Ну, короче, я... Типа, Макс что-то пишет, типа, у него статичная аватарка. А, причем первый кадр берется, это, блядь, так тупо, пиздец. И только в тот момент, когда ты зайдешь к нему в профиль, выйдешь из профиля, типа, и дальше будешь смотреть чат, она тогда работает, типа, 6, 7, 8, 9 лупов, и все, и останавливается. Короче, я предлагаю просто сделать видеоаватарку, знаешь, такую, то есть ты сначала такой, типа, улыбаешься, там, ну, несколько секунд такой, типа, да, ну, как обычная аватарка, да, там, твоя, там, а... А потом такой... А потом такой, нахуй, и видят это только те, кто нажал на твой профиль, чтобы точно поняли месседж, так называемый, посылаемый. Второй момент, расшифровка голосовых. Расшифровка голосовых работает круто, реально круто. Проблема в том, что за годы пользования Телеграмом я всех приучил, что я, сука, ненавижу, блядь, голосовые. И можно, пожалуйста, блядь, вот ты потратишь 30 своих ёбаных секунд своего, блядь, драгоценного времени, и пальцем, блядь, нажимая на экранчик, напечатаешь мне, что ты, блядь, от меня хочешь. Потому что если ты пишешь мне голосовое, блядь, я 90% случаев просто нахуй тебя пошлю. Это так у меня работает. Так вот, теперь можно производить впечатление абсолютно здорового, адекватного, нормального человека, который не срывается просто, блядь, в ярость. Теперь ты сам записываешь голосовых. В четырешнюю блядскую ярость можно спокойно просто нажать на кнопочку перевести, и тебе замечательный искусственный интеллект такой расшифрует. Что ж там Тимур тебе сказал, блядь, когда он за рулем ехал? Классно, это работает. А ты хотел, чтобы я писал тебе пальчиком, пока я за рулем еду? Нет, я хотел бы, чтобы ты доехал, остановился и написал пальчик. Ну так есть что-то срочное, или я забуду, когда доехал. Если что-то срочно, я позвоню, Тимур, мне не сложно. Я забуду. Ты позвонишь. Забуду, да. Он забудет. Я такой скажу, блядь, я тебе позвонил, мне было стояло напоминок, что она тебе позвонит, но я не помню зачем. И это знаешь, как в том меме, типа, алё, ну короче, это, а вот он, ну в общем, там короче такая вот тема была, вот, но потом что-то как-то, ну в общем, короче, вот. Самое интересное с этой функцией расшифровки голосовых, ты же в курсе, как она работает. Там раскопали опишку телеги, и в общем, суть вся в том, что это просто через серваки гугла прогоняется. Интересно, а гугл в курсе? Мне кажется, они не в курсе. Вот, хороший вопрос. Мне кажется, не в курсе. Мне знаешь, что типа, гугл такой, инженер гугла такой, типа, к нам приходит какой-то трафик, говорит, блядь, не трогай, она хуй знает, как она работает, не трогай, блядь. Блин, вообще, конечно, странно, как бы. Самое любопытное во всей этой истории, что меня действительно удивляет, это то, что, смотрите, вот эту вот функцию, ее можно купить через App Store, если вы не в России, а если вы в России пополнив там свой счет Apple, но если вы ее не можете купить через там магазин приложения по очевидным причинам, вы можете купить ее через бота, где эта подписка будет существенно дешевле App Store, то есть в App Store она стоит 500 рублей, а в боте она стоит... На те самые 30%... Как быстро Apple это обнаружит? Так вот, так вот, так вот, Тим Кук такой смотрит, ладно, не трогаем, фиг с ним, потому что прошло уже сколько, полторы недели, и телега все еще в истории. Знаешь, как они выкрутились из этой ситуации? Они выкрутились с тем, что вот этот бот, через которого можно купить премиум, он, блядь, не имеет никакого отношения к телеграмму, это, блядь, отдельная контора, которая, типа, зарегистрирована хуй пойми где, и... Докажи, блядь. Да, пойди докажи, что это, дуров. Блядь, естественно, любой здравомыслящий человек понимает, что 100% это, блядь, соседний кабинет, дуров такой выходит из своего кабинета в Дубае, знаешь, заходит соседний. Ну что, порешались премиум ботом? Да, там, блядь, все сделали, все круто. И зарегистрирована в каком-нибудь там, блядь, Дубае, наверняка. В Сингапуре. Или в Сингапуре, да. Да, это уже известно, да. Это просто, ну, это очевидно. Но вот они смогли обойти эту историю с оплом. Мне просто кажется, что все остальные, знаешь, такие, а что, так можно было? То есть, ты берешь, как бы, пожалуйста, окей. Ну, сейчас такой, ватсап делают, или там, тиндер какой-нибудь, тиндер премиум делают, а только его делают какой-то отдельный, конкретный, специальный аккаунт, который ты должен найти, типа, и он тебе дает тиндер премиум, но он делает из этого хуй пойми как вообще. Да, заходишь на определенную там девочку, ну, или мальчика, мы не осуждаем, в тиндере, да, вот, и свайпы его уже не влево, не вправо, а вверх. И так, иди, види данные карты, види такой, сука, блядь, что? Короче, пацаны, я на самом деле хотел немножко опять прорекламировать свой канал Радио Тимур, в, соответственно, Телеграме. Тимур очень хорошо все расписал. Скажите, что я как раз таки расписал, как бы, всю эту историю по поводу экономики, всего этого премиума. Дело в том, что тут прям педалируется история, ну, как бы, явно, ну, дуров это спустил, буквально чуть ли не там через свой, там, пиар-отдел, о том, что, как бы, на самом деле при условных 700 миллионах активных пользователей им нужно примерно 3% пользователей, которые были бы, соответственно, премиальными подписчиками, износили бы им денег. Прикол просто вот в чем, что, чтобы вы понимали, 3% это очень много. Подожди, а 3% от всей польской базы Телеграма? Чувак, я тебе могу, да, не от пользовательской базы, а, так скажем, типа, от активных пользователей. Вообще, могу сказать, что, ну, подожди, могу сказать, что, чувак, любой фремиум сервис и 3% это много. Сколько стандарт? Один или меньше. Меньше одного процента, серьезно? Да, да. То есть, в основном, если у тебя есть платная подписка на сервис, то это обычно 1% или меньше. Знаешь, что это косвенно означает? Что? Это косвенно означает, что у Дурова экономика не сойдется никогда, а значит, значит, надо будет ухудшать условия для всех остальных людей. Это не так, не так, не так. Вот смотри, они правильно обрисовали историю, дело в том, что, смотри, они сказали, что им, в принципе, нужно примерно, чтобы 3% от пользователей, типа, как бы, ну, там, платили за свою подписку. Там, ребята мои знакомые из канала телеграмовского DMC.Rus, короче, они там сами провели свою, там, скажем, математику, я провел свою. Но, смотри, в принципе, смотри, допустим, если 5 долларов, условно, ну, то есть, по текущему российскому курсу, как бы, да, 5 долларов, это там не так-то уж и много в рублях. Если мы возьмем других, там, типа, людей из других стран, там, из условного Ирана, там, типа, из Министуэлы, там, из США, на самом деле, пользователей из этих стран, там, не супер много, но много все равно, и, как бы, если кто-то из них заплатит 5 долларов, условно, как бы, там, да, убираем 30% комиссии из App Store, и, как бы, ну, допустим, представь себе, что из этих 5 долларов, типа, 30% комиссии App Store заплатит не так много людей, что, на самом деле, дохуя народу знает про этого бота, по которому можно заплатить, ну, типа, без 30% скидки. — А мне это интересно, а там цена отличается нам, да, от того, где ты реклс? — Да, и представь себе, что на самом деле, как бы, выйдет плюс-минус, плюс-минус, там, 70 миллионов долларов в месяц, ну, допустим, 70 миллионов долларов. И, типа, как бы, представь себе, что на самом деле, как бы, этих 70 миллионов долларов, ну, там, плюс-минус, там, поменьше, ну, то есть, как бы, побольше из-за того, что 40% услов... Я бы себе представлю, что процентов 40 человек пойдет в обход бота. В обход, точнее, официальных способов платежа. И какое-то количество людей все-таки не заплатит, потому что реальных пользователей, я думаю, что их меньше, чем 600 миллионов. Если уж по чесноку. Почему ты так думаешь? Я думаю, что он пиздит. Не 700 миллионов, скорее всего. Я думаю, что меньше. Но Телеграмм популярен не только в России, он популярен в очень много людей. Но я все равно считаю, что, скорее всего, меньше. Я думаю, что Паша пиздит. Короче, давай для удобства возьмем, что 70 миллионов долларов в месяц он зарабатывает. И давай подумаем о том, что вот сейчас таких людей, как ты и я, которые решили попробовать. Очень много, да. Я уверен, что на второй месяц. А давай представим, что на второй, на третий, на четвертый, на седьмой, на десятый месяц их будет мало. Давай попробуем умножить месячную сумму 70 миллионов долларов. Не на 12, а, допустим, на 7 месяцев. Ну, то есть, это отвалится большое количество людей, допустим. Это 500 миллионов долларов в год. И я тогда в своем Телеграмм-канале писал о том, что, типа, математика примерно такая. Так вот, вышел недавно пост, как бы, типа, от чуваков, которые, типа, якобы там, типа, в курсе ситуации. Они так и написали, что реально сервера обходятся Телеграммом 500 миллионов долларов в год. То есть, ты хочешь сказать, что... То есть, я как бы, как бы, когда предполагал эту цифру, как бы, и сказал, что, скорее всего, экономика у них примерно такая же, я не напиздил. Ты хочешь сказать, что они в ноле, условно говоря, работают теперь? Так вот, скорее всего, скорее всего, короче, они хотят заработать чуть больше денег, естественно. И они написали, что в реальности им нужно 2,5 процента, это будет, типа, покрывать их расходы. 3 процента, если от всех пользуются. Это уже будет прибыль, да. Это будет прибыльно, и это позволит им ввести новые функции, которые, блядь, чувак, номер один функция, запрашиваемая в Телеграмме, давай. Номер один, на которую нужно много ресурсов, много серверных мощностей, которые, блядь, вот, вот, сука, везде она есть, но только нет в Телеграмме, но она очень нужна. Давай. Вот какая? Угадай. Даже, даже, даже нету идей. Ну, чувак, вот, вот везде она есть, вот только в Телеге ее нету, короче. И она, нахуй, пиздец, как нужна Телеге, потому что она есть практически везде, и вот, прям, кровь из носа ее нужно ввести в Телеге, и на нее не хватает серверных мощностей, потому что это большое количество видеоконтента и фотоконтента. Давай. Одна единственная функция, блядь, которая есть везде. Я не знаю, давай. В Фейсбуке, в Инстаграме, в Снэпчате, она из везде, блядь. Какая функция есть одна, которая не в Телеге? Блядь, ну, чувак, давай, давай. Я не знаю, но, ну, давай, ладно, хорошо. Макс, давай, твои, давай, вот, как, что есть везде, но нет в Телеге. Есть в Фейсбуке. Ты имеешь в виду в Мессенджерах конкретно? В Леге есть, в Мессенджерах есть. Она есть вообще, блядь, везде, кроме, вот, кроме Телеграма. В Снэпчате. В Инстаграме. В Фильтре есть, Леге. Блядь, ребят, вы какие-то прям совсем судьи. Да, блядь. Сука, как много времени тебе понадобилось. Знаешь, почему, а на хера нужно сториз? Объясним, чувак, а неофициально. У меня все еще звуки модема просто идут. Чувак, они официально зрели, что, если вдруг будет 3%, то они ведут сториз. Объясним мне, как это будет работать в условных каналах. Да, да хрен с ними со сториз. Чувак, может быть, ты, наверное, забыл, но как выглядит сториз, короче. У тебя твоя лента, как бы, вот, твоих чатов, твоих каналов и так далее, типа, снижается вниз на 15%. Знаешь, как выглядит сториз на 15%? А и появляется 6 кружков. Да, да, вон, как Макс показывает. Кружочек с Максом показывает. Да, да, да. Вот так выглядит сториз с Максом, где он тебе говорит о том, что, вы знаете, мы сегодня с ребенком, типа, пошли в зоопарк. Вот вам 48 сториз по этому поводу. Но я не такой, Тимур, не надо. Мне кажется, теперь, потому что можно сказать на эту тему, что я все время познакомился с бывшей девушкой в Вадиме Елистратова. Через сториз? Нет, мы вживую познакомились, короче. И был момент, когда, короче, мы были на одном и том же мероприятии, и так получилось, что, типа, мы были на закрытом мероприятии, где пел чувак, певец ртом. Блядь, как же его зовут-то? Да неважно, ну и что? Не, 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 Егор Крит, как сейчас это... Чувак, который поет песню «Розовая вина». Лжей какой-нибудь. Лжей, во, точно, короче. Чувак пел Лжей. В общем, у меня с этого мероприятия было три сториз. Ну, типа, я снял, типа, вот мы встретились с чуваками, вот там, типа, вот тут ребята, короче, а вот тут какой-то чувак поет, я хуй знает кто. Блядь, я только сейчас вспомнил тоже вот кто. Короче, у его девушки, это мероприятие было, да. Я посчитал тогда, типа, 48 сториз. Тьфу, надо убить развлекаться. Но меня другой удивляет, вот ты когда сказал. Жаль, эта херня вообще популярна, я просто... Чувак, она нереально популярна, потому что engagement на самом деле очень большой. Но по сториз куча людей, в чём, в Инстаграме, представляющих, в первую очередь и продаю, потому что в Инстаграме алгоритмы, типа, распространения именно фотографии, они перестали работать. И, например, вот у меня, там условно, у меня сколько там, типа, 4,5 тысячи подписчиков там в Инсте, у меня смотрят сториз 2 тысячи человек. То есть, по сути, плюс-минус примерно 50% моей аудитории. Я тебе могу сказать, что у большинства людей, как бы, на самом деле, чем больше у тебя аудитории, тем меньше людей смотрят. У меня куча моих друзей, у которых там типа 100 тысяч подписчиков, например, в Инсте, их смотрят там 30 тысяч, 20 тысяч, 10 тысяч, например. То есть, намного меньше 50%. Я вот в текущих реалиях, я не очень понимаю, как это будет реализовано. То есть, ты мне правильно сказал, что кружки появятся, да, типа, лента твоих, типа, каналов и подписчиков, чатов, что-то вниз едет, там будут кружки от твоих каналов и прочее. Мне кажется, что, знаешь, что не хватает конкретно в телеге? Не хватает возможности находить, то есть, рекомендаций не хватает. Ну, то есть, условно говоря, я не знаю, там, читаешь про видеоигры канала, вот тебе рекомендации из 50 таких. Может быть, тебе не хватает ленты из мостов телеграм-каналов, на которые ты подписан? Да, именно так. О, господи. А прикинь, если еще телега, у которой есть, смотри, стримы, возможности групповых видеочатов, возможности, значит, различной диктовки, API для всяких веботов, прикинь, если она запустит что-то для корпоративных пользователей? Например, что? Нет, нет, ну, Максим, ну, ты понимаешь, я понимаю, что это очевидная идея, но как бы телеграм и корпоративные пользователи, фу. Фу, у корпоративов же нет денег, вообще, там же одни бедняки сидят. Паша, отдай нам Тимура. Понимаешь, ну, просто же вообще нет денег, как бы там. Таких кто не будет этим пользоваться? Такие вы, блядь, вот прям вот, блядь, надо своим царказмом все, блядь, измазать, блядь. Бля, ну, Дим, ну, ты знаешь, какое количество людей просили в телеге сделать специальные билды? Да, типа слэка. Чтобы у тебя был специальный билд а-ля слэк, или типа, чтобы у тебя была специальная, типа, возможность условно включить а-ля слэк, типа рабочий режим, и у тебя в рабочем режиме появляются вообще, типа, другие вкладки, другие каналы, другие, типа, все. То есть у тебя прям реально отдельно все появляется, типа, а-ля условный слэк такой. Нет, хуй там. А давайте, ты понимаешь, вот я об этом тоже писал в своем канале, о том, что на самом деле вся политика обновлений телеграма в последнее время выглядит реакционной. У тебя популярные, типа, там, Clubhouse, аудиоканалы и так далее, давайте сделаем, типа, каналы. Популярные стриминговые сервисы, давайте сделаем видеостриминг. Типа, популярные донаты, типа, там, всякие бусти, хуюсти, там, типа, онлифансы, там, и так далее, давайте сделаем, да, легко. Гобно вопрос. Гобно, который, да, 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 давайте сделаем, короче. И, как бы, все происходит реакционно. И тебя реально куча народу просит, блядь, давайте, пожалуйста, мы и так пользуемся телегой для работы. Пожалуйста, сделайте нам удобные инструменты для работы. Нет хуй там. Ну, может быть, это просто, может быть, это какое-то желание просто не ввязываться во все это дело. Ты понимаешь, что ты берешь и делаешь просто телеграм-подписку, типа, телеграм-энтерпрайз, а не телеграм-премиум, в которой у тебя появляются определенные функции для того, чтобы, типа, как бы, использовать телеграм чистой воды, вот как слэк, ну, там, типа, 5 долларов, там, в месяц, как бы, и, типа, все эти аккаунты объединены какой-то там определенной, там, типа, связкой. У тебя есть специальные чаты рабочие, там, типа, у тебя есть специальная система модерации этих чатов там блять ну легко сделать у тебя их просят тебе готовы деньги наносить нет нихуя ты знаешь что такое кис принципов кистый принцип кис нет нет не знаю это в старых линуксах была такая история что keep it simple ступит кис кинул или simple ступит сокращение кроме и история того что телега превращается из мессенджера в некий такой комбайн в котором все есть мне лично не очень нравится и чат нет братан это это полностью один в один как это было и за развивалась история с и сикью помнишь историю с и сикью вичант был очень удобный ну или хорошо да вичат был очень удобно себя чувствует вообще охуительно в одной блять единственной стране мира но все это полтора миллиарда человек я думаю достаточно им достаточно я не спорю но я просто к тому что мне лично не это не очень нравится и как бы не не случилось такой истории что в какой-то момент такие люди блин нахер мне от комбайн подруга в курсе склой куда пойдешь до сигнал по сигнал подошли да все твои друзья там все тебе могу написать и иди поезда тимурочку придет с мска что зарегистрируйся в сигнал а тимурчик такой игнорировать ну хорошо да не сигнал а там какой-нибудь короче в общем пошло телегия смотрите пока у них финансовые результаты тут более-менее неплохо короче но я чувствую что черный рейд когда у них люди будут отваливаться от их подписки будет гигантский просто потому что подписка не дает ни ху я то есть если бы тебе давали реально крутую подписку в которой был бы действительно классные какие-то клёвые что даже вот ты сам для себя что-то считаешь крутым чтобы можно было бы добавить в подписку чувак даже то что они обещали нихуя не работает они обещали большие скорости не работают ну это просто ты обещали какие-то там типа не вебенные там стикеры и прочее все поебень параша просто сраная короче невозможно пользоваться вообще удиковой по жизни эмоции с китом эмоции с китом классный а чувак эмоции с китом ну то есть ты понимаешь что это ты понимаешь что и типа вот чистой воды донат паша на развитие сервиса я скорее всего несколько месяцев еще точно буду поддерживать потому что ну я вот как нас как вот как нас завтра касс поддерживают как бы да за нас к за наш контент не за какие-то эксклюзивы или еще за что-то просто чтобы мы продолжали выходить понимаешь и будет я с этой же целью буду еще какое-то количество месяцев пока у меня будет возможность я буду поддерживать пашу просто то что я все все это время пользуется им его сервисом бесплатно он был крутой и я вот ему по сути буду отплачивать ретроспективно за все то время там с 2013 года которым я буду с его сервисом я буду какое-то время это идет пока вот как бы или мне денег деньги не закончится и там меня заебет или еще что-то такое но как бы я по какое-то время я буду ему заносить я поняла что нихуя мне это не дает вообще нихуя но я буду вы заносить просто 9 потому что 9 лет ты пользовался телеграмом до если ретроспективно 9 лет это 108 месяцев поскольку ты там заплатил 380 рублей сорок одна тысяча сорок рублей ты должен паша понял давай выплачиваем брать как передано сигнал из смешных новостей еще одна довольно прикольно говоря про значки про значки да и дурачков тут совершенно прекрасная история произошла на фоне обвалу курса крипты как вы знаете к или не знаете крипта сейчас очень активно падает вниз вниз падают в том числе стабильные токены так называемые usdt и все это в общем то привело нас к тому что абсолютно все что связано с криптой начало обесцениваться что-то с колоссальной скоростью что-то не очень колоссальной скоростью и совершенно прекрасная история произошла с кафе которое назвалось первой в мире криптовалютной бургерной а история такая хозяин этого кафе купил кучу вот этих вот самых мартышек причем его бургерная называлась bord and hungry то есть он взял себе board apes вот этих вот и начал их использовать в оформлении своей бургерной типа вот у тебя nft оформление ты можешь расплатиться там значит криптой за бургеры и история это ничем хорошим не закончилась по той простой причине что в общем то крипта обвалилась и в итоге они были вынуждены выключить оплату крипто и по той простой причине что она бесценилась но ими все продавали за обычные деньги нет и в этой всей истории я даже не знаю откуда начать потому что вот эта вот вся инкрипта инвесторская история то есть когда ты скриптой даже не можешь купить плохой за хайпанный бургер вот такой а и и просто интерес куда они убудились а или или это так у меня закончился какой-то пиздец а вообще в онлайне нет интересно ну-ка 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 как бы пытался знаешь терпеть но не смог просто когда когда как когда услышал слова крипто тебя природа позвала я могу тебя по я как бы у меня всегда все одинаково реагирует потому что ты знаешь я в определенный момент дима испугался что мне реально онлайн обвалился я на оптайме сижу класс антон тем временем правом 300 рублей был очень стартый день на 2 5 темного и вы в ютубе сделали его гораздо лучше спасибо мужчин спасибо тебе большое спасибо тебе большое слушай давай и фиг с ней скриптой перейдем к игровым наконец новостям у нас такой достаточно мы сегодня мы сегодня успели уже кодима обосрать все нормально но мы про игры все равно говорили меньше обычного давай поговорим про нашу самую любимую компанию самую классную самую замечательную ту которую мы любим больше всего нинтендо директор провела и на ней честно сказать показали много всего но я скажу сразу честно я не смотрел ты смотрел я смотрел но как смотрел я следил за анонсами на директе и на самом деле анонсы на директе были немного предсказуемые но во первых показали естественно порты потому что самые громкие анонсы на свитч это как всегда что игра шестилетней давности наконец-то выходит по моему же кстати неравтомата выходит на свече 6 октября если что да мне вообще казалось что портирование такого рода игр на свитч это довольно трудоемкий процесс если неравтомата и выйдет на свитч это она выйдет типа по стримингу а это я так понимаю что это не стриминг это реально порт нормальный а почему она должна выйти на стриминг и но она как бы там графон нет какой графон она playstation 3 игра юбочка там развивается у туби хорошо не знаю какой графон ну как бы какой то нет на другое интересно что это издание будет совсем делся и там будут какие-то костюмы сделаны эксклюзивно под свитч ну и славное самое главное под юбку туби можно будет заглядывать в портативе следующая замечательная у нас это ты наверно должен должен будешь это потому что return to monkey island это не анонс но показали больше геймплея и и представили достаточно давно пару месяцев назад особенность return to monkey island в том что над игрой работают оригинальные создатели то есть рон гилберт и дэйв гроссман музыку пишет оригинальный состав в общем то те же сценаристы те же все но я могу сказать что мне меня отталкивает арт это вот то что я ненавижу в современных играх когда хотят сэкономить на работе художников и прочее это практикал анимации я их терпеть не могу это когда у тебя грубо говоря это история которую я терпеть не мог со времен флешевых игр когда ты берешь типа делаешь типа аппликации за скелетную анимацию до и такой типа двигаешь рукой знаешь там типа персонажем это выглядит очень дешево очень прям самое главное это выглядит не в стиле monkey island потому что monkey island классические а я напоминаю что return to monkey island это игра которая типа как бы третья часть она игнорирует все игры после второй то есть это мягкий такой перезапуск и первые две игры выглядели в пиксель арте как такие ожившие иллюстрации про пиратов то есть там были это избыточные тона даже немного фотореализм потому что использовали обычно цифрованные фотографии там особенно когда был бы такой это такой блондинистый красивый голубоглазый пиксельный гайбраш три подговорил на фоне фейерверка никогда не плати больше 20 баксов на видеоигру на сколько она сейчас будет стоить мне кажется 20 баксов я уверен но не знаю в общем при любом раскладе это был своеобразный стиль потом они выпустили ремастер и в ремастере мне кажется они нашли хороший баланс между мультяшностью и узнаваемостью вот как первые две части у них были жди ремастера return to monkey island выглядит простите как говно подожди а вот вопрос а это будет квест это квест это классический адвенчур да я пропущу я блять терпеть не могу но при любом раскладе все конечно здорово арт вообще не канает и самое главное что он выглядит не просто дешево он выглядит не в тему конкретно в этой серии я не очень понимаю чего хотел добиться ром гилберт у него до этого было прекрасно сэкономить он денег хотел братан всегда тогда такой арт это всегда блять экономия на художниках экономия ресурсов ты не разрисовываешь блять там красивенько глаза не придумаешь персонажи ты блять две точки поставил нос нарисовал вот тебе блять персонаж если ты посмотришь например вот на второстепенных персонажей вот часто на стоп-кадре да например да 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 ты можешь заметить что пираты которые стоят слева в кадре это блять один и тот же персонаж на которого просто кому-то усы надели кому-то шляпу кому-то усы покрасили в белый цвет но манера нарисовать нос две точки и такой типу скулы это блять один и тот же образец персонажа то есть их не вырисовывать вручную это как конструкторе собирается знаешь да 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 это исключительно из-за удешевеления вот и все но на самом деле если это квест я скорее пропущу по этой причине они по причине арта ну и плюс куча фанатов тоже не нравится судя по залайканным комментам на ютубе так что посмотрим марио плюс реббит спаркс оф колб это та самая продолжение тактической по-моему отличной игры про марио с кроликами а наконец получил дату релиза как и в сливах 20 октября то есть игровые уже в этом году и честно сказать трейлер не продает странный как прошлая игра ну ты думаешь что типа она будет ну может чем отличается x-com 1 и x-com 2 блять ничем новый вид всем графону мордом графон развернуться на свече очень сильно отличаются блядя да не можешь ты развернуться на свече алё я думаю что на свеч портировали 3 ведьмака дима и что бля вы сейчас называете моим как из причины в прошлый раз сказать что спич классный буквально переобулись ну и помимо всего прочего неожиданно рпг-шку показала ну как неожиданно square enix всегда когда презентация свеча от издателей привозят на лопатник какую-нибудь рпг которые сделали очередные первокурсники и типа схавают не схавают ну типа как называется просто ну два сушим обремли дефолт чувак ты же помнишь что как и называют хорби скварининг свои я увидел этот трейлер не берет два рандомных английских слова и словаря и типа вот у тебя получать слова файл фэнтези блять что значит актапад тревелер последние фантазии что это чувак блять ну что это значит но типа типа да вы что это в эзиный мир но типа пострелы что значит я могу объяснить октапав потому окта типа 8 потому что там 8 разных путей для разных персонажей ты разные персонажи проходишь абсолютно разную сюжетную квест и в как самом начале игры когда ты выбираешься персонажа там 8 разных вариантов развития это после окта паф а тревеллер это типа ну блять хорошо брейвли дефолт что значит брейвли типа про героев дефолт не знаю что они имели а дефолт это то что в россии недавно произошло или не произошло слушай самое главное выглядит она симпатично но зная скворечник ну не знаю братан это игра где надо блять смотри вот ты берешь и тяпкой строишь себе огородик где-то stardew valley там меняются сезоны на стадию или это это вообще-то harvest moon ну смешанная с фэнтези выиграть пацаны и харвист тела это клон харвист муна не знаю выглядит прикольно пошли вы были еще еще два таких больших порта которые анонсировали начнем с неожиданного это то что portal companion collection первые две части портал уже вышли на nintendo switch то есть вы можете их сейчас там забрать неожиданно совершенно окей допустим и до персона 5 роял наконец-то вышло на свече чуть позже туда выйдут персона 3 порта была персона 4 голден и можете я даже наконец-то делаю попытку ее пройти потому что это вот просто стопудово портативная игра это идеальная игра для свеча потому что она выглядит так парашно что на свече ты это прощаешь смысле что нет смысле что не так с персоной почему она будет парашно эта игра в нее до последствия не видишь очень стильно это время в чем поражение art direction отлично но он логично точки зрения это игра с ps3 и что и что одарья она лидер или вышла это буквально игра которая вышла на ps3 там ps4 версия позже вышла поэтому она вышла на свеча потому что она вышла до этого на ps3 но это она выйдет на свече 21 октября она там появится третья четвертая часть появится попозже ну и там показали кучу всякой индюшать на из того что я хочу выглядеть во первых minecraft legends выйдет на всем как мы предполагали поэтому заглянул на презентацию это же эксклюзив геймпаса да но нет но есть нюанс ну как так второй момент показали sonic фронтир со свечей ты знаешь ты короче берешь без того не очень красивую игру берешь короче мыло и себе прямо мылом по контактной линзе водишь вазелином получается sonic фронтирс на свеч но в целом на самом деле директ был симпатичный если вы со свечом часто что называете где-то ходите поиграть будет во что и осенью вообще течение года операционную 5 лично я жду потому что вот я в нее поиграл сколько часа 4 на большой консоли и такой ну господи она же должна выйти на свеч ну должна же выйти на свеч 5 лет спустя ближе не расстроили я вспомнил что персона вышла 5 реально так давно а я все это время знаешь каждый раз когда юных натыкаюсь на нее в свою библиотеке на пластейшине такой типа потом короче в любом случае в общем на директе показали довольно большое количество прикольных интересных игр часть из которых вот уже вот прямо сейчас выходит некоторые чуть попозже некоторые прямо совсем попозже но естественно нам жалко конечно что не показали супер гипер менеджер и типа условный там ботовый 2 но блин а чё делать ибо я на третью тоже не показывают но я думаю что может быть но это мини-директ братан может да они свои то они уже заранее там может быть летом все-таки пройдут какой-то жирный директ и может быть покажет а можно я может и не покажет но ничего не поделать я надеюсь на лучшее я хочу что в этом году вышла зельда то что зельда в этом году не выйдет вот мы потихонечку заканчиваем наши новости и слухи и у нас в этом выпуске довольно большое количество будет различных впечатлений поэтому приготовьтесь это будет большой жирный выпуск на 45 часов ну вот и это я говорю не только себе не только слушателям и только зрителям но и на моим соведущим вот поэтому мы сегодня обсуждаем кучу всего того что она прожили и соответственно советуем еще и поиграть но прежде чем мы начнем бултиморский кетчуп отправил нам 150 рублей пацаны как вы боретесь с последствиями ковида переболел как полгода участилась апатия вот это способствовать восприятия новой инфы безумно бесит я никак не борюсь ну то есть как бы я ел всякие витаминчики таблеточки цвет нихера не помогает потом просто привык ну то есть как бы она в какое-то время начинает спадать немножко на нет да дима от части прав я могу сказать что я тоже пытался и жрать витамины жрать там всякие типа там вещи тренировать память как мне многие друзья делали там всякими играми там и прочее всякие вордли и там делаешь не помогало прям прям ты чувствуешь что типа как будто прям тупишь ты вообще не можешь слова вспомнить она поскольку в чем проблема к вида это же по сути нарушение синоптических связей и какой-то момент вы просто вы точно знаете что вы блять это слово знаете вы знаете это определение вы знаете этот факт вы это знаете и самый ужас состоит в том что вы типа это вы точно знаете что вы это знаете но вы не можете вспомнить и это прямо ужасно совершенно как бы у меня было такое примерно полгода назад как бы еще даже как бы и год назад тоже было но мне удалось из этого выйти как бы просто вот со временем потихоньку короче я могу сказать что вот например сейчас я уже рассказывал об этом типа не секрет я уже вышел на новую работу короче я там просто ебашу как черт и приходится напрягаться дополнительно ты знаешь нет наоборот как бы я прямо понял что мне стало не так-то сложно как раньше потому что если бы я вышел на эту же работу полгода назад я просто охуел ну вот а тем более что как бы мне приходится все время общаться только на английском языке и в итоге получается так что типа как бы там есть думу сейчас я прям вспоминаю какие-то моменты какие-то там неочевидные слова и как бы эти слова сменяются быстро и я понимаю что эти же самые слова полгода назад я бы нихуя не вспомнил я бы сделал бы блин и там на русском языке бы их в словаре вводил чтобы вспомнить как это слово будет на английском понимаешь а сейчас как бы неплохо но прошу почти год да но лодка этом примерно столько и наверное идет ну да короче тяжело на него про нам 150 рублей тимур ты рассказывал что отдыхал с родителями в лагере мэй и валуште сколько тебе лет было какие впечатления оставил лагере я отдыхал валуште как раз в лагере мы и действительно мои родители учились мои московский энергетический институт и я отдыхал там примерно когда мне было там три четыре пять шесть лет то есть я был прям мелким и вы знаете несмотря на то что я неожиданно помню довольно большое количество вещей из своих там типа условных трех-четырех лет потому что мы недавно как раз с моей женой и с моей мамой проехали в районе где я родился и где жил первые годы и был момент когда мы проехали типа дома общежития где жили мои родители как студенты и типа я периодически выходил в окно и зырил типа чувак у чего вот типа во дворе а там был мой детский сад и типа дом где жили мои друзья я прям понял что да он изменился но я его и таким и помню я вот детский сад и запомнил этот забор я помню вот это я помню то я помню как вот вот это выглядело ты вот то выглядел я вы если честно в шоке конечно что я все это помню но вообще хочу сказать что конечно в целом лагерь был очень классный потому что вообще ну как бы в крыму естественно очень крутая природа в крыму природа похожа на такую средиземноморскую типу то есть условно такая типа западная турция или я бы сказал там испания местами короче вот вот реально в крыму вот такая похожая природа и это было классно но мне еще повезло что дело то что мой отец был колдовщиком в соответственно лагеря луж то и было очень смешно мы на эти моменты когда например ты идешь по лагерю короче с мамой и говорят от колдовщика или его жены галины песня lady in red крис дебург специально короче передает привет вот и там так типа леди это было очень круто и очень классного куба мой отец реально ты по умудрился там забить пиздатую должность колдовщика поэтому у него всегда был там вино типа и да там и так далее вот это все он говорит самые смешные моменты когда он был там это были те моменты когда у них были по обмену американцы и он им через специальный там про торг короче доставала сигарету лаки страйк и они с ними крифани лист усилий там и так далее а потом к ним приходило кгб и говорил ну и чем мы там разговаривали ужасно конечно но так и было вот короче да короче давайте мы начнем со впечатления у нас в этом блоке будет очень много аниме готовьтесь и в этом жанре выступлю внезапно я я очень очень в общем то не хорошо себя чувствовал это к себе сейчас собрался с мыслями и вообще сам собой вышел на запись а так я все выходные понедельник частично просто провалялся тюленем и поэтому я решил что коль уж я все равно лежу и никуда не вылезаю на гонюка я свой бэклог по аниме и начал я с кагуи собственно совета тимура я начал с третьего сезона с третьего сезона я начал смотреть госпожу кагу из первого сезона прямо и неожиданно параллельно тому как я смотрел закончился третий сезон я его нагнал практически в реал тайме и тимур уже рассказывал насколько это классный ромком я могу сказать что он вообще абсолютно шикарный и мне очень нравится его трансформации по мере того как как бы выходила потому что это началось как такая чистая комедия просто чистейшая комедия в первом сезоне во втором сезоне она потихонечку начинает нарастать какими-то новыми слоями какие-то там появляются новые персонажи интересные какие-то отношения там начинают вырисовываться и это все дает очень мощный по ее в который в третьем сезоне уже отыгрывается и третий сезон на мой взгляд у нее сейчас безумно высокие рейтинги безумно высокие оценки не без причины что на май аниме лист он с ранга манга манга пока гуи заняла первое место во всем мире когда во всем мире среди всех манг вообще ever да что она же скучно там же блять ничего не происходит она абсолютно нет она абсолютно не скучная потому что она притворяется школьной комедии на есть два момента во первых это берется из манги потому что потом я все еще и нагнал мангу во первых она очень многие стереотипы ломает в клочья дима эндинг третьего сезона потому что суть типа любовь это война да и всему этому посвящен ну посвящено эндинги и опенинги да что типа такой такой метафоре чтобы ты понимал третий сезон там эндинг это тупо звездный десант верховина это я видел я просто к тому что там же ничего не происходит в том плане что вот у тебя есть синапсис типа умный пацан типа боится признаться девушки что он ее любит умная девушка боится признаться умного пацану что она его любит и вот они блять на этом фоне не отдаются у них у них нет это 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 достаточно быстро уходит на второй план уже во втором сезоне да нихера нихера не это самое не уходит я посмотрел третий сезон макс это мне блять рассказываешь там блять все одно и то же да она веселая да она смешная да там но там ничего не происходит чувак они приходят климаксу да кому у них в смысле какому подожди в финале финале люди у тебя люди буквально не дотроги буквально они трансформируются на твоих глазах и в этом весь прикол и на это понадобилось блять не сезона на хуй и трансформируют людей вокруг себя вот это классно и психологическая часть выписано очень хорошо и третий сезон кончается очень классно очень красиво он не кидает зрителей он не подвешивает их какое-то состояние ожидания если бы аниме закончилось сейчас никто бы даже ухом не повел идеальная концовка но нагнав мангу я постараюсь вообще пол не вообще ничего не спойлерить я могу сказать что там еще сезона три где-то наверное у аниме потому что манга скоро закончится об этом уже объявили официально там такая классная пиздорезка начинается что я просто с нетерпением теперь жду 4 5 6 сезона 4 сезона и что уже анонсировали кагуя мне внезапно очень понравилось я начинал смотреть с огромным скепсисом но я могу сказать что это тот сериал который наверное оправдывать свой хайп на дальней дистанции я не спорю мне тоже понравилось но просто как бы вы хайпе немножко приуменьшить короче на самом деле кагуя совершенно офигительные сериал который как бы притворяется мультиком про аяшей но в реальности но в реальность он вообще не про это и он на самом деле действительно как бы расписывает в целом человеческие отношения где люди просто не умеют общаться да и вот говоря про человеческие отношения где люди не умеют общаться второй аниме сезон это новинка он буквально только что сейчас закончился этот сериал это новинкой этого лета это сериал за тоже экранизация манги называется непостижимая непостижимая ахара это опять же история про людей которые пытаются друг с другом наладить общение С той лишь разницей, что в отличие от Кагуэ, где общаются два гения, значит, и они там строят схемы и слишком много себя надувают, Ахарен — это сериал про очень странных людей, которые пытаются найти свой странный язык общения, находят его, и это такой аналог в этом сезоне, я не знаю, какому-то это ласится, потому что это настолько холлсом шоу, оно абсолютно лишено агрессии, оно лишено антагонистов. Это просто история про то, что есть девочка, летящая совершенно, у нее очень тихий голос, она очень маленького роста, она очень стеснительная, и есть мальчик, который выглядит как большой такой медведь, поэтому его сторонятся девочки, он страшно выглядит, и они неожиданно начинают общаться, и они неожиданно начинают понимать друг друга абсолютно неочевидными путями, то есть на этом, во-первых, построены комедийные ситуации, а во-вторых, оно просто очень доброе, то есть я очень давно не видел аниме-сериала, который был бы настолько, ну, позитивным, и при этом простым, и при этом ненавязчивым, и при этом вот у тебя после окончания сезона, и сезон тоже кончается так, что можно дальше, в принципе, ничего не выпускать, там очень хорошая концовка, после этого сериала хочется пойти кого-нибудь обнять, он прям очень добрый, очень расслабляющий, если у вас нет отвращения к аниме, у вас есть вот задача, как тебе не кажется, что он слишком лолли. Там на этом часть юмора выстроена, потому что вот Ахарен, значит, она выглядит вот так, как выглядит, а ее младшая сестра, это такая высокая герва с большими сиськами. Ты понимаешь, да, что, типа, это специально сделано, типа, чтобы сделать лолли девочку, которая обстоятельствами расписывает сюжет, что, типа, ну, на самом-то деле ей 29 лет. Нет, ей там не 29, но там эта часть характера, и на этом строится часть гэгов, то есть это важная черта, она здесь сделана не с вольной точкой зрения. Короче, тоже очень советую, плюс оба сериала, очень хочу похвалить перевод Анилибрии, я прям в восторге, я очень редко смотрю аниме в озвучке, но в этот раз я как бы врубил перевод Анилибрии и там, и там, и прям вот самый топ, ребятам мой нижайший поклон, особенно у Кагуи, я прям прям давно так не крифовался, ни враговался. Я напоминаю вам, что мы в свое время позвали ребята Анилибрии, соответственно, Люпина и Шарона, мы позвали к нам в гости, и они, они были в шоке сами, что мы их позвали, и они как раз таки с нами поговорили, рассказали интересные всякие штуки, как они работают над аниме, если вдруг вы пропустили, то реально у нас есть интервью с Анилибрии и в гостях у Завтра Каста. Да, и если с вами будут говорить через наушники те самые голоса, вы не удивляетесь, все нормально. Особенно там просто Люпина как бы озвучивает несколько персонажей в Атаке Титанов, короче, и ты такой, типа, дашь, разговариваешь с человеком, да понимаешь, что с тобой несколько буквально персонажей, да, 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 Титанов сейчас прям с тобой разговаривает, и ты такой, блядь, просто как, какого хуя, как это так происходит? Смотрите, они бы в озвучке преступлений. Вообще нет. Вообще нет. ребяты на Нилибрии реально. А у них реально классные переводы, и я могу тебе сказать. Ну, я могу сказать, что озвучивают они хорошо, а перевод полное говно. Потому что половина того, что там происходит, половина надписей, половина всего прочего, вот что там. А в Кагу это достаточно важно, потому что там некоторые надписи Это все дублируется субтитрами у тебя релиз кривой. Нихера не дублируется, блядь, субтитрами. Это у тебя релиз кривой, а ругаешься на людей зачем-то. Все, Дима, короче, ты не прав. Слушай, лучше окей, да? Давай расскажи нам про фильм Ванда Вижн 2. Слушайте, пацаны, короче, я посмотрел Ванда Вижн 2. Это что за Ванда Вижн 2? Ну, смотрите, был сериал Ванда Вижн, про, соответственно, Ванду и ее замечательного спутника Вижна. Так. Вот. Сериал прекрасный на Дисней Плюсе, и тут вышел специальный фильм, который называется Ванда Вижн 2. Который, по сути, продолжает историю Ванды. Вот. Я напоминаю вам, что Доктора Стрэнджа как бы по какой-то неведомой, невероятной ебаной причине решили сделать сайдкиком в ряде фильмов. В том числе, ну, типа, во Мстителях он был сайдкиком, он был, соответственно, в Спайдермене сайдкиком, и в новом фильме Ванда Вижн 2, точнее, Доктор Стрэндж 2, он тоже является сайдкиком. Вот. В смысле, в собственном фильме он является сайдкиком? Ну, типа того, да. Вот. Смотрите, в чём прикол, как бы, чтобы не спойлерить, ну, потому что, на самом деле, как бы, не все посмотрели этот фильм. Я не смотрел. Да, как бы, поэтому, если вы смотрели трейлер этого фильма, то я не буду вам спойлерить, как бы, его самую основную, такую, скажем, завязку. Вот. Но я могу сказать, что, как бы, так или иначе, как бы, в фильме есть, по сути, три основных героя. Так. Это, соответственно, Доктор Стрэндж. Так. Это Ванда, соответственно, Максимов. Так. Она же Ванда Вижн 2. Ну, и третий кто? Вот. И третий герой, это человек, который у тебя буквально, знаешь, такой, типа, знаешь, как бы, сейчас у тебя будет герой, он будет основным, как бы, вот, типа, очень важно. Ты такой, а кто чё? Не важно, не важно, очень важный герой, всё. Это какой-то новый персонаж? А это кто? Бл***k, это важный герой, короче. Ты такой, а ученый? Да не, 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 просто важный герой. Это новый персонаж? Новый персонаж, да. А он был уже в Marvel'е? Нет, не был даже в вашей жизни важный персонаж чувак все normal значит про него скоро выйдет как конечно доплажный да 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 все важный персонаж такой а это кто бухой важный персонаж ovan важный и важный это такое тебя чуа это кто вообще девочка до девочка какая девочка ну ну вот там типа в латиноамериканка до отчет и ты ну она исправили вселенной да да даkit почвам не удав 있다고 не способны стом есть до а такой типа но она там типа какую-то που важную функцию по это чуде просто вода да девочка важно это все будет короче у нее куртка которую специально тебе показывают крупным планом в ряде мест который написано love is love радужный флажок и еще она всячески говорит что у меня были мамы 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 у меня были мамы мамы а зачем у меня были мама до до егоSí но у меня были мамы доебался смысле я доебался чувак у меня были мама я понимаю просто к тому что уровень диска дискурса вот такой вот не прочь и как бы ты такой сидишь и к бы с одной стороны три ржешь на 7 этими историями про про поисочку а с другой стороны ты кусишь просто ну как бы просто бле ты понимаешь что тебе тебе буквально не просто как бы типа те прямо об лицо обмазывают вот так вот типа у меня были мамы вот смотри моя куртка разжигалки господи почему тебе это запомнилось в фильме я вот смотрю на картинку выглядит не смотри что я тебе первое сказал я тебе сказал о том что типа герой которого просто вытащили откуда-то из жопы но который вообще хуй знает кто чего почему как короче эти говорят вообще-то все что сейчас не происходит это как важно и для такой типа бля ну окей хорошо я принимаю как бы вашу точку зрения хорошо все же с ним происходит это действительно очень важно или такой так 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 то типа так а что дальше происходит а похуй и ты прежде тебя в конце фильма по сути линию этой героини просто сливает нахуй она вообще типа ну то есть у тебя реально на один фильм взяли и типа героиню припал при шпандор или чтобы посмотреть типа как она там типа прилипнет к стене условно если прилипнет по ней сделаю я тебе гарантирую нахуй по ней сделаю сериал динтисной плюсе вместо провольного сериала про капитан пакистан девочку 15-летнюю которая умеет путешествовать между мультивселенными если что я вам сейчас нихуя не спойлерю потому что это рассказывается первые 10 минут фильма у тебя появляется новый это мебель и почему спецэффекты на картинках такой говно к видны съемки к видны и спецэффекты да 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 еще ковидные сценаристы еще к видны актера к бы смотри ты на что он есть ты не имеешь права предъявлять претензии потому что к видны и съемки все очарила за беталус он плохо играет или бенедикт кэмбербэтч плохо играют лишь то чувак у тебя половина съемок выглядит так как будто это не самый лучший сериал дисней плюса местами это выглядит сильно хуже чем локи по большей части это выглядит реально как ванда вижн 2 а местами это выглядит как типа сокол против зимнего как сокол зимний солдат и то есть у тебя вот эти наш там типа трюки драки и прочее то есть ты ожидаешь условно уровень мстителей или хотя бы блять человека муравья но а у тебя уровень блин там типа сериала на дисней плюсе по уровне съемок типа чё как происходит и прочее то есть у тебя даже настолько не очевидный момент у тебя доктора стрэнджа местами так снимают то есть ты понимаешь как у тебя его снимали всегда до этого вот он там такой пиздатый такой чувак который типа если он вдруг еще не дошел до комар таджи он такой типа пиздатый хирург который немножко накачанный такой типа да руки сломались но как бы я такой там типа щас сука найду тут все короче и меня там полечат а здесь он выглядит как такой наш дрищ задрот местами и ты такой думаешь как же это метаморфоз это интересно произошла то а в том-то время что блять ракурс элементарно вставить не могут просто камербыча снимают с другого ракурса который он выглядит хуёво но может быть это проёб режиссера или проёб оператор или я хуй знает проёб кого это но это выглядит как реальный сериал дисней плюса я могу понять почему тебе так кажется потому что сейчас голливуде очень вас за последние несколько лет набрала популярность эту технологию стейдж крафта знаешь когда у тебя условно говоря актеры не на зеленом экране ходит как раньше да и ты все это замазываешь и блять на постпродакшен бляж спецэффекты они ходят по сути на фоне гигантских блять экранов ледовских на которых тебе в анри лэндж или брать показывается трехмерная картина дел на рам чувак шанчи выглядел нормально просто есть вариант что здесь использовался шанчи сняли хорошо он реально у кого там быть есть куча претензий героям там к еще к чему-то ну шанчи выглядел нормально а тут выглядит нихуя не нормально у тебя есть камео крутых интересных персонажей я не буду спилерить вы посмотрите сами как бы но прям крутые клёвые персонажи и с ними сцена такие ебливые что ты просто блять просто я сука там один есть очень каноничный очень важный очень интересный персонаж и сцена с ним было такой тупорылый что сука я просто чуть не взревел просто от того насколько же она была хуёвый понимаете если вы вспомните все же сцены с этим же самым персонажем много лет назад в марвеловской вселенной я сейчас такой типа тизерю то есть вы берете типа как бы если вы смотрите все эти же самые сцены с этим же самым персонажем много лет назад в marvel вселенной они будут выглядеть не так кринжово как они выглядели в новом фильме 2022 года пиздец про можно немного вернуться все-таки к сценарию тебе не понравилось как я понимаю нет ты мне расскажи а ну то есть в сама история с мультивселенной история она стоит того чтобы вообще посмотреть ну то есть как бы это интересно или нет смотри вот как бы моя жена которую такой типа человек который вообще далек от всех хотели кажется на его тех историях ориентироваться не смотрят она как бы вот такой обычный человек который просто смотрит фильм и у нее совершенно резонные вопросы возникали а чё он не идет а чё он не делает а чё вот это а чё вон то а почему а чё это я бы мог бы я попытаться ответить но у меня не было ответов потому что там такая тупорылая местами происходит ну типа персонаж стоит и зырит как убивают его друга и ты такой думаешь может быть он не может двинуться потому что нет такого шанса да нет через 15 секунд когда уже друга убили нормально все побежал всего заебись все сделали все за все за он все чем у человека все заебись он все побежал что сделал спрашивается почему 15 секунд назад он не мог этого сделать чтобы что что про что что произошло или куча других моментов когда ты просто сидишь какая тупорылая хуета сейчас на экране происходит то есть логики 00 просто типа вы только что убегали через огромное количество комнат а почему вы застыли в этой чтобы вас опиздюрили ах да чтобы вас опиздюлили именно в этой комнате понимаешь короче почему вы убегали через все комнаты а в этой решили остановиться понимаешь ну то есть ну то есть прямо так тупо что просто блять бомбит нахуй как бы короче я могу сказать что я не очень много чего ожидал после трейлера но как бы там прямо гип гипер плод твист просто то есть трейлер этого непонятно но тут прямо супер гипер плод твист в самом фильме как бы который вы будете смотреть вы поймете о чем я говорю ну ебать копать как все тупо просто то есть ты сидишь и понимаешь это прям вот знаете вот когда я бомбил от сокола и зимнего солдата как охуеть тупой сериал просто но и вот здесь такой же охуеть тупой фильм а скажи мне из последних марвеловских фильмов какой тебе вообще понравился потому что мне кажется хорошая не шанча был хоро окроме шанча чем еще по из сериалов за последним локи был бы более или менее неплохой вот тут еще токи был прям нормальный а из фильмов а из фильмов кабы ничего одну спадермен последний как бы даже с тем же самым доктором стрэнджем был местами тоже топоватый но он был более или менее ну терпим и нормально можно смотреть нормально то есть по-твоему вот этот доктор стрэндж хуже спадермен там такая поебень на экране происходит чувак то просто ты увидишь ты просто охуеешь насколько там прям поебень тупорылая происходит я прям эти уверяют ты ты просто охуеешь короче я я могу сказать так что типа я особо сильно ничего не ожидал ну пиздец holy fuck я просто разочаровался я прям мне было очень грустно самое главное что последний момент и хотел сказать о том что конечно бля ребята они такую классную планку взяли на вот этой последние арки под станосом с вот этим от типа камнями бесконечности и ты ты сидел каждую маленькую малейшую деталь ждал чушь там произойдет тогда и как бы спустить в унитаз нахуй все просто все нахуй в унитаз спустили и судя по тому какой как набирает бюджет доктор стрэндж сейчас пока ну в прокате судя по всему как бы не я один как бы думаю о том что это просто парашин там по моему топ ган лучше выступает бля чувак топ ган лучший фильм года по сбору просто это к тому что типа это для тех людей которые скажут и подну вообще сейчас никакой фильм не набирает нет блять набирает понимаете роду как бы то есть если кто-то скажет что типа ну доктор стрэндж это лучше из того что может быть в ковидные типа там какой-то вот история нет нихуя доктор стрэндж это как бы хуйня а вот топ ган набирает пиздец как дохуя я прям супер его жду я скачаю просто супер просто гипер рип какой-нибудь блять там на 100 гигабайт просто его посмотрю потому что все говорят что это просто испытание для вашего телека и для ваша аудиосистема буквально слушайте тут sony показали как раз пока мы болтаем два монитора и три пачки наушников я быстро пройдусь по двум топовым моделям а значит монитор sony айзон м9 значит буквально одну секунду значит монитор sony айзон м9 это у нас топовый монитор их линейки это 4k 144 герц и шуток нит яркость полная локальная подсветка встроенные колонки и все это стоит всего 900 долларов и первые ревью прям очень позитивные есть поддержка vrr есть поддержка диджи синка выглядит очень забавно короче удачная модель толстенький как и все мониторы с локальной подсветкой это что касается их мониторов есть еще более простенький монитор в линейке он 2k и наушники топовые in zone h9 они будут стоить в районе 300 долларов в них шумоподавление от sony xm 1000 собственно как мы предсказывали 360 градусов объемный звук новые драйверы с басами которые они ставят свои старшие hi-fi наушники 32 часа работы от одного заряда 32 часа дима это ничего не значит потому что это скорее всего с без выключенного с выключенным шумоподавлением с отсутствующим еще каким-нибудь там пишками тимур скажи ему для дима не работают очень долго они очень долго работают в реале никогда не поверив то что это с шумоподавлением вообще легко сушим подавлением макс не надо шума шума да но шума да вам тебе будет 20 часов тебе вот это уже больше похоже на правду 2032 часа это на маленькой громкости без шума давая с каким-нибудь отключенным bluetooth у тебя я вас немножко смещу как бы со всей этой истории в сторону монитора но bluetooth 2 и 4 и то есть ду долг тьфу сбили у меня долл бэнд то есть есть и bluetooth 24 гигагерца через флешку да короче я хотел вас вернуть авста обратно в сторону монитора м9 короче монитор стоит 900 долларов это примерно 900 евро как бы в рублях я хуй сколько это может стоить но там умножить на 80 ну то есть короче 9 на 9 ну типа тысяч 50 до короче что это за монитор это монитор на 27 дюймов на 4к lcd со 144 герцами я напомню вам что на самом деле мониторов с 4к и 144 герц сейчас не очень много в основном 144 герц и естественно делают для 1080p и 1440p когда у вас делают на 4к 144 герца это круто что еще тогда сделали короче не сделали за один headphone jack сделали 3 юсби и то есть это реально юсби хаб золяю сби си короче юсби би и дисплей порт соответственно как бы и 2 и 7 21 это крутой монитор который мало того что 4к так еще 144 герца еще и в дизайне playstation 5 и потенциально может круто подойти вам для пока и для playstation а самое главное ну для работы подойдет потому что 600 нет у него полное покрытие ргб это нормальная матрица профессиональная как бы стоит ну по тестам все очень счастливы посмотри короче 9 но 900 баксов то есть когда имеете ввиду что в россии это 50 тысяч рублей а так это как бы это такой high-end монитор что например вот мой монитор к бы вот сейчас который с лжи сижу 4к он стоил примерно 500 долларов то есть это почти в два раза дороже чем мой монитор который вот я сейчас сижу в 4к понимаете смысл переплачивать ну 144 герца типа с джи синком фрисинком за 600 гает легко нет и вот мой мой 450 нет например короче поэтому это довольно это 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 настоящий hdr моник я бы с удовольствием его купил если бы он был тогда когда я брал олета телевизор честно да и они кстати еще собираются сделать м3 монитор который типа попроще они еще пока что не показали никому не дали м3 монитор будет соответственно в конце этого года он будет прям дешманским и простым это будет 1080p 240 герц 400 нет то есть никакого вам нормального hdr нихуя там не будет вот но он будет стоить 500 долларов 500 долларов за 1080p 240 герц вот то есть вы по сути сможете поиграть во все эти ваши замечательные игры на ps4 pro и в на ps5 короче в 120 герц но в 1080p не так круто конечно как олед ну вот но я хотел сказать что вы понимаете что огромное количество олед телевизоров сейчас стоит 1000 долларов ну да но у тебя с оледом есть другой момент связанность пока и сам понимаешь ну да но нет я тебе могу сказать что когда я в турцию увидел как бы что новый c155 дюймов стоит по сути 75 тысяч рублей и это было при курсе доллара в 61 ну блять чувак короче эти могу сказать что это очень дешево но согласен но короче посмотрим любом случае для моника это очень хорошо и вполне короче нормальная компетентная линейка у них по ценам получилось я потому что до последнего думал что именно на этом sony объебется о цену очень конкурентны за все модели всего вообще все действительно маккера бы ты говорил о том что это конкурент какого какой модели кого я тебе могу сказать что это во-первых asus acer а как бы все очень активно lg те же самые как бы все активно в гейминговую стрелок я кашп и ваш и ты не следишь за этой историей но во первых и вот тут 9 на 9 умножал тебя как-то полтинник вышел это во первых очень 81 это во первых восемьсот одна тысяча рублей за восемьсот одну тысячу рублей и нажал если что ты говорил я умножал что условно 600 долларов на 600 и чего 60 900 долларов окей хорошо 900 долларов на 900 евро можно если ты хочешь умножать на настоящий курс даже на 9 если ты хочешь на курс cb умножать умножить на 5 пожалуйста не за 81 тысяча рублей братан я тебе найду и 4к и 144 герца и на лет и он будет раз в 10 круче чем соневский монитор не найдешь такой монитор потому что я искал такие мониторы дима я купил лет телевизор блять потому что у одного монитора нет высокой герцовки у второго монитора сосет цветовой охват у третьего монитора сосет яркость то есть у него фейковый hdr 450 нит у четвертого монитора сосет диагональ он там 24 дюйма до сотки это целая огромная проблема купить хороший hdr моник чтобы у него был высокий цветовой охват это важно потому что это многие пропускают и чтобы он при этом был честным hdr а это минимум hdr 600 он даже по такой цене вполне конкурент это правда в итоге легче купить 49 дюймов чуваки у вас монитор который стоит восемьдесят одну тысячу рублей нахуй нужно если можно телевизор купить я просто блять этого не потому что телевизор это все еще телевизор дима и не шаговала с этим мириться дюймов не в каждое место блять поставишь а это правда да а тебе нужно 27 дюймов или попробуй найди такой же по характеристикам 27 дюймов причем с локальной подсветкой если он выйдет и будет стоить столько сколько он на самом деле стоит они столько за столько сколько он будет отца в россии если вообще будет то я посмотрю может быть присмотрюсь к нему но в целом я не очень понимаю нахера если этот монитор типа под playstation 5 позиционирование вот гератор 44 герца чего начали например сравнивать с эсер предатором говорят что он круче чем эсер предатор конечно потому что если предатор это блять монитор который вышел в девятнадцатом году а лев новая модель сука просто в 10 димка сейчас я пытается доказать какой-то аргумент зачем-то нам вот вот серьезную какой людям на правда как бы зачем ты зачем ты говоришь что типа чего о чем-то не думал как бы ты не разбираешься я вам сука табличку составлю с мониторами и потом макс будет публично передо мной в следующем подкасте извиняться мы посмотрим как это будет сделано я блять составлю табличку я сука злобами смотрю это не слеза не вот смотри вот они сравнивают с монитором который называется эсер предатор xb 323 юки n вит вот он сейчас в россии стоит 109000 но вот и он хуже чем их монитор соневский сколько будет стоить это монитор сони в россии ты же знаешь уже конечно же эту информацию но и блять зачем сравнивать тогда ну никто не знает блять вам сравниваем сравниваем у доллар с текущими моделями мы сравниваем тогда ты сравниваешь стоимостью соневский монитор чувак если тебе нужно 27 дюймов у тебя нету пространство больше потому что как бы потому вот то тебе придется купить некий монитор к бы выбирать из этого вот диапазона да это хороший монитор довольно классный как бы который вот по характеристикам судя по тому что пишут чуваки которые его пообзирали уже короче они говорят что он тоже охуительно крутой на самом деле очень классно себя повел посмотрим что там будет естественно конечно круче купить болит телевизор за ту же самую стоимость но ты олед телевизор 55 юмов не вебешь блин там типа за стол но просто я не даже чем там 144 герца блять да потому что блять он для пока игры сделан так это же in zone это же специально это не для ps5 это гибридные штуки может быть я вашему раньше понял я почему что это под ps5 как не нашим и туда и туда и собственные гарнитуры у них такие же там даже на дом для переключатель между pc и ps5 потому что на пока у них даже апка будет с виртуализацией короче в общем в любом случае у нас такой был типа короткий breaking news так на breaking news на новости в общем потому что то о чем и говорит что их покажут в итоге их показали прямо во время записи подказать знаете что еще показали показали четвертый сезон сериал пацаны четвертый 3 по-моему четвертый уже я честно сказать не помню 3 дима 3 лад пусть будет 3 хорошо пусть будет 3 я могу сказать так 4 я сегодня читал на афишу рецензию к станислава зельвенского нет первую 3 3 мы закончили с я пытаюсь считать какой-то сезон это 3 сезон какая разница какой-то сезон последний сезон но это крайний бы почему я максим не раздражает блять это происходит очень редко вот сегодня брать он меня бесит просто короче последний сезон сериал пацаны я могу сказать так я сегодня читал рецензию на афиша станислава зельвенского который типа известный такой типа кинокритик и если не хочется вдаваться в подробности он там типа пишет что ну конечно очевидно что люди которые всю жизнь снимали сериалы про сортирно-пердильные шутки про там пенисы вагины и тому подобный уровень ниже пояса очевидно что они примерно на это и будут типа рассчитывать свои следующие сезоны и типа в третьем сезоне они не уступают абсолютно себе потому что третий сезон с моей точки зрения это просто какая-то пошлятина на пошлятине и они на этом не останавливаются типа за последние там четыре серии произошло столько всякого говна что в типа невозможно это дальше смотреть не знаю что там будет в пятой бля мне бы очень хотелось чтобы станислав зельвенский пошел и просто посмотрел последнюю серию которая на данный момент вышла потому что у него бы бомбануло так что ошметками закидала бы наверное всю афишу я могу сказать что последний сезон он абсолютно без тормозов то есть там происходит такая лютая ебанина которая мне кажется даже в комиксе не происходит то есть чуваки реально пошли в отрыв и последний сезон мне очень понравился я могу сказать что я прям вот с большим удовольствием смотрю каждую серию вышло 6 серий всего их по моему в сезоне 8 и они в отличие от всех остальных сериалов они выходят раз в неделю то есть условно говоря там закончится где-то в середине июля примерно и то есть если вы считали что предыдущие сезоны были уже так себе оторвы да вы просто не представляете что-то в последнем сезоне там блять все это умноженное раз в 10 наверное я не знаю как они закончат я не знаю чего у них там получится но сейчас мне кажется это один из топовых сериалов на амазоне потому что но это это очень крутой сериал и всю эту историю с супергероями они конечно отлично обходят отлично понимают то как с ней работать отлично понимают как как висит это я бы хотел сказать кринжатину мне этот не кринжатина это очень классно как все это подавать они умеют с этим работать но так что я советую да я заметил насколько сильно отличается актерская игра и вообще типа вот эти индивидуальные конкретные модули которые выделяют персонажем чубышки микрофона можно от всех остальных сезонов насколько круто они например взяли и показали хомлендера в этом сезоне насколько типа кабы ему дали больше эмоций больше грани то есть раньше был такой типа просто психопат но сейчас психопат ничего не поменялось сейчас он типа кабы у него у него реально отыгрывать совершенно разные эмоции он такой цик становится более многогранным при этом например мне отвергали заметьте заметь например насколько они сильно отняли у бутчера экрана времени и добавили его starlight добавили его хьюи добавили его и моему добавили серджу и добавили кимику насколько больше экрана времени больше грани и больше интересных моментов с ними показывать за последнее время вот ну и конечно блин чувак бюджет бюджет просто по моему там астрономическое увеличился потому что когда момент когда у тебя на штат типа 5 стала лучшая согласен и выбрете что когда у вас показывают камео персонажей типа вот какой-нибудь милый кунис от эштона кучера от эми адамс там или еще кого-нибудь к чему это отсылка блять вопрос не в этом вопрос потому что это просто отсылка к реальным событиям это блять круто я понимаю да но сам факт что типа как бы они были мудрились притащить огромное количество крутых людей на гальгадот денег не хватило потому что в оригинале то там гальгадот начинается эту историю да ну короче в общем в любом случае я могу сказать что новый сезон пацанов выглядит очень круто прям интересно следить за событиями и самое главное что там много интересных вещей но учитывая что вроде сезон идет ну там типа каждой серии целый час да и ты такой сидишь и думаешь так то так вот это вот это вот это и все равно не хватает времени ты такой прям блять закончилась серия очень я не сгажали очень богат на события согласен то есть они они прям очень хорошо в этом сезоне вот это то что за что я не любил предыдущий сезон предыдущий сезон местами это было блять соплижевание ну то есть она она как бы была классная но в какой-то момент теперь ты просто такой типу ну да да давайте давайте дальше уже все понятно мы все поняли да 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 следующий сервис от 4-го классного 5-5 соплижевание такой-то давай дальше здесь тебя событиями прям ебашек блять в каждой ёбаной серии есть что то что тебя может зацепить. И в итоге всё равно даже часа не хватает. Да, и поэтому, когда Зельвенский пишет о том, что блядь, там жопно-пердильно сортирный юмор, бля, и сериал не прыгнул выше головы, мне кажется, либо он его смотрел жопой, либо он просто не помнит предыдущий сезон тоже. Предыдущий сезон, вот он как раз не прыгнул выше головы, да, там плюс-минус было то же самое. Здесь чуваки просто в отрыв ушли. То есть, в этом плане я, блядь, не знаю ни одного сериала, который бы к третьему сезону не испортился бы. к хуям собачим. А они его смогли. То есть, у них третий сезон, это, блядь, час вот на пике, знаешь, то есть, условно говоря, может быть в четвёртом сезоне пацаны пойдут вниз, да, то есть, там, типа станет меньше денег, может быть, там, сценаристы проебутся, ещё какая-то история произойдёт. И они исключают этого вопроса. Но третий сезон, это, мне кажется, квинтэссенция того, за что этот сериал любят. То есть, кровищи больше, всяких околосексуальных девиаций ещё больше, всяких историй с тем, что, там, происходит с злыми, типа, супергероями, ещё больше, и так далее, это другое. Это то, что показывают как раз психологические какие-то, типа, темы и истории персонажа, чтобы лучше их раскрыть, чтобы понять их лучше, их мотивацию, почему они делают те или иные вещи, куда они идут, что чего нам от них ждать и так далее. Потому что у тебя есть условный хомлендер, и ты думал, что вот он такой, типа, наш квадратный, условно какой-то непонятный персонаж. Ну, у него был внешний образ такой, да. А тут ему дают глубину, начинают всё больше, больше и больше с каждым сезоном ему, типа, добавлять... В контексте того, что в одном из русских переводов дип переводится как глубина, это очень забавный вопрос. И тут ему дают глубину. Блядь, это... Я вспоминаю последнюю серию, которую вот я видел сейчас, и про глубину, и там было очень угарно, конечно, ничего не скажу. Посмотрел Хирогазм? Да. Последнюю серию? Блядь, это такой пиздец. Я просто отхуел, сейчас сказать. Короче, я могу сказать так, я жду оставшиеся двух серий, по-моему, их будет восемь в сезоне. Они выходят раз в неделю, я, блядь, фото с удовольствием досмотрю, мне прям кажется, что это один из этих сериалов, который, блядь, удерживает моё зрительское внимание целиком. То есть, знаешь, это вот тот сериал... Я жду каждую серию. Тот сериал, в котором, знаешь, ты посмотришь, что очень странные дела, например, да? Ты смотришь, о, классный момент, потом что-то персонажи начали, там, что-то, блядь, разговорить в каких-то своих проблемах, ты уткнулся в телефон в этот момент. Ну, потому что зрительский... Я специальный телефон, который перед собой... Я понимаю, да, но просто зрительский интерес у тебя упал, вот, милая. Так вот, The Boys, это тот сериал, в котором я... У меня не падает зрительский интерес, я смотрю его, блядь, целиком, и я не пырю в телефон, там, в этот момент. Может быть, потому что меня интересует эта тема, может быть, потому что постоянно каждые пять минут что-то, блядь, да происходит, но в любом случае они с этим справились. Мне кажется, что этот сезон просто отличный. Они молодцы. Да, я прям очень жду, тоже абсолютно согласен. Если вдруг вы... Вот тот один из немногих людей, которые обходили пацанов, The Boys, просто стороной, потому что, ну, вот что-то там сейчас море, супергероиков, фу, говно, блядь, идите посмотреть. Да, я согласен. Он просто охуительный. Я даже на этом фоне начал читать комикс оригинальный. Я тебе могу сказать, что оригинальный комикс вообще нихуя не похож на сериал. То есть там, блядь... То есть основные герои те же, да? Ну, то есть плюс-минус. Каких-то нет, какие-то есть, но как бы... Но у них абсолютно разные мотивации, абсолютно другие, скажем так, предыстории, абсолютно помененные местами некоторые персонажи. Ну, то есть оригинальный комикс очень сильно отличается от сериала. Поэтому он и читается тоже интересно. Я поэтому на этом фоне такой, ммм, интересно, что там будет дальше. Дай-ка я почитаю. И плюс-минус, некоторые события там похожи, но они совершенно по-разному подаются. Я решил мангу почитать, понятно. Ну, типа мангу, да. Я забыл слово комикс. Оригинальная манга. Я забыл слово комикс и хотел реально сказать, что я пошел читать мангу. Оригинальную мангу пошел читать, сейчас стало непонятно, короче. Слушайте, я тут решил посмотреть фильм, про который многие говорили, мои знакомые и друзья, о том, что он оказался довольно неплохим, интересным и стоящим внимания. И таким образом напоролся на новый фильм с Николасом Кейджем, который называется «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Так и называется. Вы, возможно, про этот фильм слышали, где-то про него читали, вы видели, что это фильм, типа, Николаса Кейджа про самого себя. Вот. И, как бы, ну, естественно, вы наверняка думаете о том, что, типа, если вы это прочитали... Типа, вы знаете, про скопино, да. Это, типа, про то, как Николас Кейджем снимался без лица, в, там, типа, «Сокровище нации», еще где-нибудь, еще где-нибудь, еще где-нибудь. Ну, скорее всего, про это. Нет, нихуя. Вообще. Это шуточный, комедийный фильм про то, где Николас Кейдж играет самого себя, актера, который, по сути, впал в депрессию, потому что у него все получается уже далеко не так хорошо, как у него могло бы. Его не все берут на роль, а если берут на роль, это, типа, условно, там, чуть ли не в рекламе сыграйте еще где-нибудь. И в какой-то момент... И у него, в том числе, проблемы с его семьей. И поэтому, как бы, в какой-то момент он понимает, что у него еще и долги огромные, и ему говорят, типа, бро, есть офигительная, типа, роль, надо, типа, сыграть. Он такой, бля, да, давай это все. Ну, там, конечно, не совсем роль. Ну, в общем, ты, как бы, типа, надо приехать на день рождения. В смысле? Выступить на корпоративе, короче. Ну, типа, выступить на корпоративе, ну, миллион долларов, чувак. И тебе все оплачу, все расходы, все дела. Блядь, ты чё, ебанулся, какую, блядь, ты чё? Блядь, чувак, вообще на день приезжаешь, нихуя не делаешь, миллион долларов. Ну, он соглашается, естественно. У тебя, блядь, долгов в твоих апартаментах, сука, на 650 тысяч долларов. Ты покроешься свои ебаные долги еще сверху останется. Напоминает один день, боджек-хорбовый. Один день просто съезжает, блядь, чувак, я верю, что они поликалом боджека снимали. Просто здорово, чувак. Ну, и, короче, естественно, он приезжает к чуваку, который олигарх, испанский, который, как бы, фанат Нигласа Кейджа. Прям фанат-фанат. И, типа, как бы, вот, приедь к нему, погости пару дней, типа, уедешь потом, миллион баксов. Ну, естественно, там все получается совсем не так. Все намного сложнее и интереснее. И это смешной фильм со смыслом, так скажем. То есть, такая, типа, драмеди. Но он настолько ни к чему не обязывающий, что, как бы, имейте в виду, что если вы думаете, что-то, как-то, знаете, такой, типа, арцифарци фильм про то, как, типа, знаете, там, коробка в коробке, типа, актер играет сам себя. И, типа, Джона Малковича. Да, типа того. Да, я смотрел, короче. Нет, это не то, короче. Это реально такая, типа, драмеди, где Никлас Кейдж играет такого вымышленного самого себя, как бы, постоянно делая референсы тоже к вымышленному самому себе. Ну, то есть, это, естественно, его реальные роли, как бы, но это не сам он. Это не его, там, типа, личность, как бы, и это не сам Никлас Кейдж, там, типа, присутствует в этом фильме. Вот. Но это очень интересный такой фильм, и он максимально такой жевательный, знаете, как бы, вот вы хотите вечером провести время за такой, типа, развлекухой, как бы, просто поугарать, поржать, типа, немножко, как бы, просто, знаете, там, с девушкой, с женой, там, с друзьями провести время, там, забухать, и просто посмотреть, что-то такое легкое. Блин, это идеальный фильм. Он суперлегкий, он вообще, как бы, вот ни к чему не обязывает. И очень спокойно смотрится, и местами прям поржать, местами просто такой, блин, что за хуйня происходит. И, как бы, вот, идеальный, легкий, такой, фильм для... Короче, советуешь? Я прям очень советую, он очень хороший оказался. Окей. Слушайте, я на наших стримах, ну, и, наверное, если вы смотрели, то будет понятно, о чем мы будем говорить, а если не смотрели, то я сейчас расскажу. На наших стримах я прошел игру, которая называется The Query, и это игра от создателей Until Dawn, от создателей такой серии игр, как Dark Pictures, если помните. Это, по сути, такой, типа, фильмы игровые, в которых ты выбираешь различные варианты действия, но в целом сюжет плюс-минус одинаковый. И это такой, типа, молодежный хоррор. Во всех фильмах это, блядь, молодежный хоррор. Всегда. Вот. И я могу сказать так, The Query мы прошли на стримах наших целиком, выбрали не самые, наверное, хорошую концовку. Я потом еще посмотрел те концовки, которые там возможны. Например, там в игре есть режим синематика. То есть ты можешь вообще в нее, блядь, не играть, просто задаешь варианты характера в персонажем и смотришь, блядь, кино. И оно идет там часа четыре. Вот. Ну, то есть если не хочется играть в нее вообще. Я могу сказать так, я не знаю, то ли это, блядь, я, то ли это, блядь, потому что мы на стримах играли. Но у меня все эти хорроры, они всегда, блядь, ассоциируются не с хоррором, а с молодежной, блядь, комедией. Помнишь это замечательный фильм, в котором там студентики, что же вы себя не бережете-то? Как там, Такер, Такер и кто-то там против зла. Я забыл. Я такого не помню, если честно. В русском переводе, блядь, этот фильм назывался Отвязные каникулы, я до сих пор вспомнил, потому что это самый, самый, самый тупой, блядь, перевод названия Эва. Господи. И вот у меня эта игра, она ассоциируется исключительно со студентики, что же вы себя не бережете? Потому что происходит такая лютая, кринжовая ебанина, что ты просто не понимаешь, как она может вообще в принципе произойти. Настолько это глупо, и настолько это через жопу поставлено. Причем самое интересное, что игра на самом-то деле в техническом плане довольно далеко ушла от Dark Pictures. Ну то есть в Dark Pictures тоже был неплохой графон там и так далее. Но здесь видно, что прям денег вбухали прилично. То есть есть моменты, где прям она выглядит прям ну очень хорошо. Реально классно. А вот с точки зрения геймплея это, блядь, все те же самые одинаковые игры. И поэтому я, когда читаю всякие там рецензии на The Query, говорят, что блядь, эта игра обошла, Until Dawn, блядь, Until Dawn, говно ебаная, блядь, а эта игра просто уделала ее. Я не понимаю, где, в каком, блядь, моменте она уделала Until Dawn. То есть в моем понимании вот были Dark Pictures, да, их было там сколько, три или четыре штуки, да, игры, которые мы постоянно проходим на наших стримах. Это игры, в которых, ну, скажем так, сюжет такой себе, блядь. Ну, то есть, прям видно, видно, что она малобюджетная, то есть вот Dark Pictures Man of Midden, например, все действие происходило на корабле, да, и там было, блядь, три локации. Dark Pictures, там Little Hope, там все дело происходило, блядь, в лесу ебаном, и там в этих замечательном этом парке, в котором ты ходил, и там в какой-то момент на местный мост приезжал негр на велосипеде, ты помнишь эту историю? Господи, это было ужасно. В Dark Pictures, как он там, блядь, House of Ashes, все дело происходило, блядь, в подземных ебаных туннелях, в которых, ну, реально три локации, то есть ты понимал, что это малобюджетность какая-то, да, основанно? Ну, вот, и вот есть, наконец-то, The Query, которая, ну, по идее, должна там кучу денег в бух, или она должна быть там круче, и так далее. Она должна была выйти, если что, она в Google Стадии. Да, кстати говоря, там открыли историю того, что изначально ее... А потом ее взяли и просто перелопатили и выпустили на PlayStation. Но вообще, я тебе могу сказать, что лицевая анимация местами очень круто. Не только на PlayStation, не эксклюзив. Она местами выглядит очень круто. Вот. И как бы, она выглядит местами как такой апгрейд по отношению к Until Dawn. Так вот. Технически. Технически, да, я согласен, что технически, это реально очень классно. Ну, вот, с точки зрения сценария и всего прочего, мне кажется, что Until Dawn не превзойден абсолютно. Почему? Потому что Until Dawn это была игра, от которой ты ожидал одного, она обманывала твои ожидания и получилось другое. То есть, абсолютно другое. Здесь, в какой-то момент, я просто, блядь, догадался, о чем здесь будет плод-твист. Настолько он тупорыл и подан. Настолько это, блядь, очевидно. И, в какой-то момент, я понимаю, что в The Query мне просто играть было, блядь, скучно. Поскольку, ну, ты знаешь, что произойдет. И я на стриме решил, что давайте-ка, чуваки, я буду пытаться убивать всех персонажей. Я тебе могу сказать, что это практически ни на что не повлияло. то есть, да, какое-то количество персонажей умерло, но, в целом, я посмотрел оставшиеся концовки, большой разницы между ними особой нет. Ну, то есть, как бы, на мой взгляд... ты, например, в том же самом Детройте ты мог поступить вообще по-другому, и у тебя, блядь, ветка вообще по-другому пошла. Ты ее мог вообще не увидеть просто из-за того, что ты выбрал другой момент. Здесь все эти выборы, они, ну, по сути, ни на что не влияют. Ну, то есть, как бы, в этом плане... Я тебе могу сказать, что все видосы, которые ты сейчас показываешь на стриме, блин, на самом деле, насколько же красиво местами выглядит, прям, прям, очень реалистично. Да, я согласен, я не спорю, что игра выглядит классно, вот, но, я говорю, я прям, вот, смешанное впечатление. Короче, The Query, на мой взгляд, это та игра, в которую, либо вы играете, когда наступает какой-нибудь там, типа, Хэллоуин условный, да, там, типа, надо какую-нибудь страшную игру включить, вот, или, когда вам хочется чисто вот такого геймплея, когда ты смотришь какое-то кино и насрать, что там происходит, вот, но, покупать ее там по филмпрайсу я бы не стал, по скидончику, наверное. Ну, как тебе там правильно написали, что, типа, от диалогов местами голова болела, я согласен, потому что я местами слушал, там просто был пиздец, но вообще, я хотел же сказать, что... Стоит упомянуть этот момент, стоит упомянуть этот момент, дело в том, что в The Query есть русская локализация, и мы на стриме играли с русской локализацией, и хотя актеры в целом нормально отрабатывали, то есть плюс-минус, да, понятно, что они читали все по бумажке, и вряд ли там перед ними были эти персонажи, они могли там в артикуляцию попадать и так далее, то есть к актерам у меня нет особых претензий. Есть проблема перевода. Некоторые моменты переведены просто плохо, и люди так, блядь, не разговаривают, ну, то есть ты, когда слушаешь русские диалоги, у тебя такое ощущение, что с тобой разговаривает нейросеть, ну, то есть настолько это тупо, то есть вроде как тебе говорят правильные вещи, ну, блядь, ты просто, от диалогов у тебя мозг через уши вытекает, настолько это было странно. Я потом посмотрел, как это прохождение выглядит с английским языком, ну, то есть вот просто ты когда смотришь кино, и знаешь, такой кринжатины в диалогах нет. Вот удивительно, да, то есть ты смотришь, блядь, одну и ту же игру, по идее, тебе перевод должен, ну, как-то, как бы, помочь втянуться, да, потому что ты на своем родном языке слышишь, что происходит, но нет, у тебя, наоборот, происходит отторжение от того, насколько это все плохо сделано, поэтому, если будете играть курии, играйте, блядь, на английском, и, к сожалению, на PlayStation'е нельзя было выбрать, там, допустим, условно, английскую озвучку и русские субтитры, нет, только либо русский, либо английский, поэтому мы играли в основном на русском, на наших стримах. Два стрима лежат на нашем YouTube, можете посмотреть, там, часов за восемь, по-моему, за два стрима мы ее и прошли целиком. Я говорю, у меня смешанные впечатления, я не готов ее рекомендовать, может быть, по скидончику, вот так, и, на мой взгляд, Until Dawn до сих пор не превзойдет. Слушайте, я вам сейчас сделаю просто такую жирную свинью, потому что практически все версии The Dark Pictures в итоге вышли в новой подписке PlayStation Plus'а, поэтому есть вероятность, что эта игра тоже выйдет в подписке PlayStation Plus'а. Нам, кстати, напоминает, что, типа, вот у тебя нет претензий к актерам, а как же та девушка, которая в конце там подкаст читает, там история в том, что там типа есть подкастеры, которые расследуют... Я этого момента не видел. Ну, просто ты говоришь, там есть история, что там типа какие-то подкастеры рассказывают историю того, что у тебя происходило в игре, это в конце в самом происходит. Так. Типа ты нашел, например, там... То есть, а в The Dark Pictures сразу не то же самое было? Не, не так. Там же тоже вроде бы кто-то рассказывал историю, типа потому, что... Нет, там была история, что главные персонажи из тех, которые остались живых, они могли поговорить с детективом, который типа расследовал это убийство или что. Блин, где-то я эту историю с подкастерами видел как раз. Так вот, история в том, что в русской версии это выглядит следующим образом. Там два голоса, один мужской, другой женский. И они типа рассказывают, пересказывают историю игры, да, события тебе рассказывают. И мужской голос значит там типа говорит, добро пожаловать там, но мы на подкасте, значит, сейчас расскажем там типа классную историю, та-та-та-та-та-та-та-та-та, ну то есть таким бодрым голосом. А девушка говорит вкратчиво, и она, и у нее происходит это, блядь, так просто, знаешь, сейчас я расскажу вам о том, что происходило в этом городе, когда, вот тогда, вот на прошлой неделе, помнишь, Джон, ха-ха-ха, как будто, блядь, реально тебе, вот просто взяли, знаешь, в гугл переводчики вбили, блядь, тексты, нажали кнопку озвучить, вот очень похоже, блядь, это вот единственное, эти видео, да, это единственная моя претензия, наверное, к озвучке русской, вот, а вот, страдал в основном перевод, перевод просто пиздец, вот, так что, короче, те, кто переводил замечательную новую игру, The Query, мы вам выказываем свое вето недоверие, вот, в любом случае. Слушайте, я хотел вам рассказать, как бы, еще про один фильм интересный, который совершенно не требует от вас никаких затрат вообще, там, типа, эмоциональных и рациональных ресурсов, вот, которые являются очень простым, очень легким, и шикарно подходят для, знаете, такого ничего не деланного времяпровождения с вашей женой, девушкой, партнером, парнем, кем угодно, как бы, ну, в зависимости от того, там, что у вас, какие предпочтения, я скажу так, что совершенно замечательный фильм называется «Затерянный город», «Лост-сити». Это, так, знаете, приключенческая комедия с участием Сандера Буллок и Ченнинга Татуума, вот, совершенно, знаете, такая, типа, неочевидная, очевидная совершенно связка про женщину-археолога, такого, условного Индиана Джонса, вот, с парнем Бимбо, как теперь принято называться, Химбо, вот, это что значит? Химбо, это значит, это такой парень Бимбо, который, типа, я очень люблю йогу, обожаю следить за собой, да, да, у меня, да, у меня 6 кремов есть, да, и его 8, 8 слоев хуйни на волосах, да, вот, да, я хожу с тренером 6 раз в неделю, да, вот, и, короче, его берут и затаскивают условно в джунгли, и говорят, типа, бро, пойдем, а он такой, вы что, подожди, вы чего? Я вспомнил, что в The Boys был момент, где персонаж такой, типа, из 60-х, условно говоря, попадает в современный мир, и такой, типа, блядь, современные мужики, это просто пиздец, блядь, а потом ему говорят, наверное, ты, может быть, ты не знаешь, что такое интернет, блютуз, типа, и так далее, он говорит, ты придумал эти слова. Ты эти слова выдумал, да, 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 он такой, нет, не выдумал, ты чего? Вот, но в любом случае, короче, это довольно интересный фильм, такой, знаете, он очень простой, прям совсем-совсем несложно, от него ничего не стоит ожидать, нужно, если вы реально ищите такой смещной блокбастер, для того, чтобы посмотреть со своей второй половинкой, это просто идеальный фильм, он такой добрый, приятный, хороший, не напрягающий, с прикольными актерами, с классными образами, с забавными там действами, короче, если вы вот ищите нечто такое, несложно, я дико вам советую, посмотрите Lost City, Затерянный город с Андрой Буллок и Ченнингом Татумом. Слушай, я вот смотрю на обложку, там два персонажа, женщина и мужчина, какой-то взрыв, экспедицию, какой-то взрыв, и на фоне они едут на лодке, ну то есть, это выглядит, знаешь как, как будто, если бы чуть-чуть поменяли персонажи, и это был бы очередной боевик со скалой в джунглях. Да. Ну то есть, то есть как бы, вот у нас есть боевик со скалой в джунглях, назови любой, да, из десяти фильмов, в которых он есть, а это боевик со скалой в джунглях у тебя дома. Да, абсолютно. Это просто по обложке сужу. Сандер Буллок и Ченнинг Татум, очень хорошую химию дают, прям отлично играют, но это реально, помнишь, был фильм Джангл Круз? Да, 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 Круз, они очень похожи. Прям очень сильно похожи. Короче, ты выбираешь просто по тем актерам, которые тебе нравятся. Хочешь со скалой, иди со скалой, иди со скалой. Хочешь, что это фильм популярен, как бы я знаю, просто что Сандер Буллок, любые подобные романтические комедии, они всегда будут прикольные. Ну просто это романтическое комедии. Ну естественно. Ладно, хорошо. Ну конечно же. Посмотрю. Как у тебя может быть, типа парень и девушка, типа джунглях, не хорошо, наш шоу, окей, роман с камнем, блядь, фильм 79-го года. Ладно. Максим, правильно ли я понимаю, что ты у нас тут во что-то в итоге умудрился тоже поиграть? Да, я в общем-то буквально быстренько затрону две ПК-стратегии, которые я наконец-то опять же добрался, а не потому, что я в них там не хотел поиграть. И обе они по фильмам, и обе они по-своему клевые. Первое это Старший Труппер Стиран Команд, это стратежка по звездному десанту Верховина. Она вышла 16 июня на ПК, и она оказалась на удивление неплохой. Очень часто ролики стратегии – это самая бесполезная вещь на свете. А так это достаточно неплохая РТС, без строительства. Она рассчитана на тактику, она учитывает, где стоят ваши солдаты. И это одна из редких РТС, которая учитывает линию огня. То есть если ваш отряд стоит сразу за другим отрядом, они не могут друг друга простреливать. И поэтому основная фишка игры, что вам надо расставлять отряды правильно, чтобы они, что называется, имели всегда свободную линию огня. Это относится и к ракетчикам, и к десантникам, и к остальным, и к остальным. Но самое главное, что игра при всем, при том, что она просто хорошая, компетентная стратегия, не шедевр. Но вот так вот. За 500 рублей самое то. Самое прикольное, что они очень хорошо передают дух фильмов Верховина. Например, в игре есть миссия, где тебе надо оборонять тюрьму от арахнидов, потому что в тюрьме сейчас будут казнить главу профсоюза шахтеров в прямом эфире. Это очень важно для альянса местного. Да, да, да. Потому что он посмел все эти смуты среди шахтеров, чтобы они требовали большую плату за свои труды. А у нас фронт, нам на фронт надо отправлять руду, понимаешь? Поэтому публичная казнь не должна быть задержана. То есть в этом плане они очень верно просекли сатирическую часть фильмов. И если вам всегда нравились в общем-то фильмы Верховина, если вам нравился «Звездный десант», очень советую. Хорошая стратежка, очень приятно выглядит, очень приятно играется и так далее. Вторая игра, меня очень давно просили дать на нее отзыв, и я, собственно, наконец до нее добрался. Она называется «Dune Spice Wars». Это игра от разработчиков «Нордгард» по «Дюне». И она очень интересно сделана. Это такая гибридная смесь РТСки, потому что ты двигаешь юнитами по карте правой кнопочкой, двигаешь их туда-сюда, и глобальной стратегией, где ты строишь всякие штуки, где ты планируешь всякие шпионские операции и так далее. Пусть подожди, но «Дюна» на «Сеге» была такая же. Нет, «Дюна» на «Сеге» была чистой РТС. Я помню, там на карте надо было выбирать, какую из областей захватить, чтобы, типа, харколь нам не досталось. Да, Среди, ты там буквально ты прям РТСом занимался, чувак. Нет, РТСом ты занимался, но между миссиями ты выбирал вот так же, ты просто на карте ты жмакал. Ты просто выбирал следующую, по сути, следующую миссию. Здесь у тебя фактически все состоит из провинции, ты рулишь каждой провинции в отдельности, менеджеришь ее, но параллельно правым кликом отправляешь своих солдат, свои хорвестеры, свои орнитоптеры на разведку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И меня очень часто спрашивают, брать ее сейчас или не брать, потому что она в раннем доступе вышла. Мой совет, подождите, потому что это очень приятная игра, в ней очень приятные механики, в ней очень приятное сочетание пошаговости и реального времени. То есть вы фактически очень неспешно управляете своей империей через менюшки, но при этом вы вполне себе активно воюете. Но в текущем виде в ней просто мало всего. То есть лично для меня она кончилась буквально за 6 часов. Я поиграл две партии, я понял, что в игре особо больше ничего нет. То есть она, наверное... Она довольно красивая. Она очень красивая. Она реально очень стильная. Она очень хорошо поймала баланс между фильмом Вильнёва и книгами. То есть там всё-таки такой арт-стиль. Он вдохновлён Вильнёвым, но она сделана в том числе под впечатлением от книг. Но при этом пока мало механик. Те механики, которые есть, не очень глубокие. Те моменты, связанные с войной, тоже какие-то закликай просто своего противника. И если вам прям очень-очень-очень нравится Дюна, и вы готовы потратить 10 часов на игру, а потом её на года полтора отложить, тогда берите. Если вы хотите какой-то готовый продукт по опыту Нордгарда, ну где-то через полтора-два года игра будет очень классная. Но пока не сейчас. Пока не сейчас. Вот такие вот какие-то у меня отзывы. Ладно, понятно. Слушайте, мы хотели сегодня ещё поговорить про аниме чуть побольше. Дело в том, что кроме того, что Макс у нас тут советует уже совершенно очевидных Кагу и неприсажимых Охарен, я хотел бы сказать, не самое очевидное аниме, несмотря на то, что его много люди рекламировали блогеры, говорили о нём, о том, что это чипа там одной из главных аниме сезона. И это, естественно, не Spikes Family. Это аниме, которое называется «Летнее время». Я бы так сказал, что это он называется «Summer Time Render». «Summer Time Render». Прикол в том, что это аниме, я бы его назвал таким условным детективным триллером. То есть ты в последнее время ожидаешь, что от того, что аниме, это скорее всего будет прям типичный клише-клише как бы Аяша или что-то в этом роде. Здесь у тебя всего этого вообще нет. Это прям на серьёзных щах. Тимур такой говорит, там всё на серьёзных щах, этого всего нет. Первый же кадр, на который натыкаюсь, мужик уперся грудью в какую-то женщину. Господи. В любом случае это совершенно серьёзное аниме, в котором как бы места для юмора остаётся очень мало. То есть там прям реально всё на серьёзных щах. И оно строится вокруг одной из городских легенд Японии. Вообще в Японии городские легенды очень сильны. Они реально рассказывают друг другу истории там про всякие бабаек, которые там типа раз в какое-то время в этом городе там типа встречаются, что-то там делают. Ты имеешь что-то из этих демонов, которые они или как они там? Ну нет, ты не понимаешь, смотри, как бы у них реально истории про бабаек, вот знаешь, как типа красная простыня там в лагере рассказывают. Да-да-да-да. У них очень и этому верят, прям сильно верят. То есть это типа прям реальная история, которую люди на полном серьёзе, у тебя 50 средних могут верить это. Это ужасы, да, или что? Смотри, это что-то среднее между такими типа ужасами, триллером и такой типа драмой. Дело в том, что как бы весь сюжет крутится вокруг парня, который прибыл на свой остров, на котором он по сути всю жизнь родился и жил. Это маленький остров в Японии, на котором жил всего тысяча человек. И он в него возвращается по причине того, что его сводная сестра, эта девочка в его тоже семье, она погибла. И он приезжает на её похорону, по сути. И он встречается со своими там людьми из детства, ну это со своими старыми друзьями, с ещё одной сводной сестрой, со своим сводным отцом, по сути, как бы там, с ещё другими людьми. И очень быстро понимает, что на этом острове есть проклятие, о котором всегда всю жизнь здесь везде типа присказки были на этом острове, все об этом говорили типа много сотен лет, что есть так называемая теневая болезнь, что в какой-то момент у тебя или у твоего там соседа, у любого твоего друга может возникнуть случайным образом двойник. Доппельгангер, короче, как в этом. Доппельгангер, да, который типа в итоге его целью убить, соответственно, своего оригинала и создать копии типа для других людей в этом месте. Вот. И как бы смысл в том, что всё это ещё осложняется тем, что парень единственный на этом острове, кто умудряется впадать во временную петлю и как бы у него есть потенциальная возможность всё это типа исправить, но есть много нюансов, которые всё это очень сильно осложняют. Вот. То есть там прямо типа не то, что есть нюанс, а есть много нюансов сразу. И в итоге как бы то есть тут типа есть суперспособность, но там так всё хуёво, что очень всё сложно. Вот. И как бы я могу сказать так, что это очень крутой триллер. И он так охуительно нарисован местами. То есть там прям крутая анимация, крутые персонажи, классно всё это сделано. Местами там типа какие-то боевые сцены как сделано. Как сделана просто элементарная сцена общения, какие-то там фантасмагоричные сцены. Ну то есть прям охуенно нарисованы местами. То есть видно, что бюджета явно не жалели. Очень хороший, у мультфильма вообще в целом очень хороший саундтрек. Интро-аутро офигительный. Просто саундтрек внутри тоже офигенный. Я могу сказать, что для меня это было ну таким сообразным откровением. То есть я знал, что есть типа прикольное аниме, что его вроде как надо бы посмотреть. У меня там типа оно стоило там долгое время в вышлисте. Я такой типа как бы что-то включил. Такой, а ну понятно, сейчас будет про Яши, там типа временная петля, вот это всё, а потом такой ебать, и там вообще всё подро. А это сериал или это фильм? Это сериал, ну ты знаешь, я бы так сказал, что скорее всего он очень похож на такой типа мини-телесериал. То есть это аниме, который скорее всего закончится где-то там серии условно на 12-й, и типа это будет скорее всего конец. Я думаю, что его не будут продолжать, как бы, ну вот прямо сейчас в онгоинге, прямо сейчас выходит серии, сейчас по-моему вышла 9-я серия, что ли, как бы, и там прям видно, что всё это идёт к некой какой-то там типа развязке, который скорее всего мне кажется и закончится. Но если, конечно, там будут какие-то охуительные рейтинги, может быть, они в итоге сделают его и на второй сезон продлят. Но пока что так не выглядит. Но мне очень понравилось, я был прям неожиданно удивлён, что такая типа проходная, казалось бы, история на первый взгляд оказалась совершенно нетривиальной, очень интересной, и ты действительно прям по-настоящему следишь за событиями, за событиями и за судьбой героев. Мне очень понравилось, я дико советую, называется «Летнее время Summer Time Render». Вот. Слушайте, мы тут встречались недавно с Тимуром, и поскольку ему один из его знакомых отдал Steam Deck, я тоже помацал Steam Deck, и я могу поделиться с вами впечатлениями, насколько Steam Deck вообще классный, насколько он вообще как портативка в принципе работает. Дело в том, что я до момента того, как пощупал его в принципе, то есть в руках покрутил, я был очень скептически настроен, мне казалось, что это такой типа свитч, не слишком мощный, на котором можно запускать плюс-минус наверное чуть-чуть получше может быть игры, чем на свитче, или там будет очень сильно порезан микрофон, или будет очень плохо все сделано и так далее и тому подобное. Кстати, Тимурчик у нас в видеоверсии показывает Steam Deck, но я удивился насколько эта железка классно сделана, насколько она продумана, то есть у меня до этого было впечатление абсолютно противоположное, я считал, что эта херня какая-то, его размеры меня пугали, потому что мне казалось, что это просто гигантская ебала, которая ну очень большая размера у меня, то есть намного больше, чем свитч, а свитч я бы даже сказал, что не самая маленькая портативка так-то, вот, но после того, как ты держишь Steam Deck в руках, у тебя все эти претензии к нему просто улетучиваются, потому что во-первых, он очень легкий, это даже Тимур отмечал в прошлом своих впечатлениях о Steam Deck и я могу сказать точно, что ты, когда берешь такую здоровенную херь в руки, ты не думаешь, что она может быть настолько легкой, ну, то есть, понятное дело, что она тяжелее, чем свитч, но за счет того, что она длиннее и больше, ты думаешь, что она будет там весить условно в два раза больше, нет, это не так, то есть она может быть, ну, чуть-чуть по ощущениям тяжелее, чем свитч, буквально чуть-чуть, второй момент, у нее невероятно классно продуманная эргономика, то есть она в руках сидит довольно неплохо, вот, единственное, что, какие у меня претензии есть, это претензии к этим вот тачпэдам, которые под стиками у него, по-моему, они нахуй не нужны, то есть вот это та вещь, которую они добавили абсолютно 100% для ПК-игр, которые вот прям совсем-совсем ПК-ПК-игры, потому что в большинстве игр это используется как замена условно либо дипада, либо замена стика, то есть вот так, и после того, как я покрутил стимдек в руках, подожди-ка, один-единственный момент, помнишь, мы с тобой запускали старые игры, например, мы с тобой запустили Planescape Torment, и там типа по-другому никак, то есть только по сути управлять вот этим, вот этим вот тачпадом, чтобы управлять мышечным, типа, курсором. Братан, много людей будет играть в Planescape Torment на стимдеке, давай, давай честно скажем. Много ли людей вообще будет играть на стимдеке, во-первых? Сейчас они говорят, что у них новая для производства. А из тех людей, которые будут на нем играть, как бы ты же понимаешь, что у тебя большое количество людей, это энтузиасты. Я понимаю, но как бы, смотри, в SteamOS, вот, который они сделали, да, это то, что сейчас, например, в Steam есть на пока в Big Picture, то есть, условно говоря, плюс-минус некоторые фишки, которые, типа, ой, только в SteamOS есть. Нет, на самом деле, они появились изначально в Big Picture. Например, история того, что ты можешь геймпад, абсолютно любой, подключить и назначить на этом геймпаде дополнительные настройки клавиш. То есть, как бы, у тебя Steam передает внутрь игры какую-то определенную настройку. То есть, например, вот у тебя есть геймпад Xbox, да, к примеру, да, приведу пример. И вот я хочу, чтобы при нажатии на кнопку там А, например, да, у меня происходило не нажатие на кнопку А в игре, выполнялся какой-то определенный макрос или комбинация клавиш. С помощью Steam'а ты можешь это настроить в ПК-игре. Ну, то есть, если ты достаточно задрот, да, или, например, ты берешь руки геймпад там, условного DualSense'а или там DualShock 4 от PlayStation 4, да, у которого есть тачпэд, и ты можешь на этот тачпэд в ПК-игре, которое этот тачпэд, блядь, не поддерживает зоны, определенные, то есть, нажимая на левую правую часть, это карта, на левую часть, это тип options какой-нибудь. И вот то же самое можно делать на Steam'а деке, то есть, ты можешь, например, вот эти вот замечательные тачпэды, вот, которые есть, ты можешь на них назначать на какие-то там клавиши, сочетания клавиш и так далее. То есть, в принципе, вот этот момент того, что ты что-то настраиваешь, кастомизация, да, это чистый ПК-уэй. Это то, что на Steam'а деке сделано круто. Но, за счет того, что они добавили вот эти две большие панели под стиками, в какой-то момент в некоторые игры тебе становится тупо неудобно играть. То есть, например, ты запускал Elden Ring, да, и играл в него как обычно. Я могу сказать, что я не совсем стандартно играю в такие Souls-игры. Я держу обычно геймпад вот таким вот образом, типа как Кло, знаешь, вот как... Ну это прям совсем такая доебка прям. Да, но я просто рассказываю свои впечатления. И поскольку, допустим, на геймпаде Xbox'а, вот показываю на видеоверсии, как это делается, то есть, чтобы поворачиваться, ты там одновременно дергаешь стик, чтобы поворачивать камеру, и одновременно там, допустим, переворачиваешься кнопкой B. Ты понимаешь, что для этого здесь сделаны специальные клавиши, которые вот эти лепестки. Да, я к этому вел. Спасибо большое, что... Мой замечательный такой подводочек, да, нарратив взял и разрушил. Короче, история в том, что за счет этого я не могу привычным для себя образом играть в Olden Ring на системдеке, потому что мне мешают вот эти вот тачпеты, да, они, блядь, не к месту там, они мне, как бы, к стику пальцы по-другому уже приходят содержать, это тупо неудобно. Господи, так вот почему-то я пиздулился на боссах, понятно. Да, вот. И для решения этой проблемы Valve, естественно, сделала клавиши на задней поверхности стимдека. Их там четыре штуки. То есть, это такие, типа, лепестки, которые можно нажимать. Их тоже можно назначать. И макросы, блядь, на них можно назначать. А, естественно, что хочешь на их можно назначить. И, в принципе, этого, наверное, всего достаточно для того, чтобы спокойно во все это говно играть. Второй момент. Это я про минусы, да, сейчас. Стимдек довольно ощутимо греется. То есть, и он греется не просто, блядь, греется чуть теплый, он греется, блядь, прилично, что палец держать, блядь, нельзя. Причем греется он не только сзади, да, ну, логичным образом, что ты, типа, заднюю часть поверхности не слишком сильно трогаешь, но он греется еще и спереди, там, где у тебя, блядь, экран. А поскольку экран у тебя с тачпэдом, иногда на него, допустим, там, в интерфейсе или где-нибудь хочется пальцем нажать. И вот ты нажимаешь пальцем, ты чувствуешь, насколько сильно он, блядь, нагрелся. Это очень странный момент. Это при том, что в этой консоли есть активное, блядь, охлаждение. То есть, с охлаждением, на мой взгляд, они не справились. То есть, эта консоль будет греться, она будет греться примерно, как, не знаю, там, мобильный телефон, когда вы играете в какую-нибудь, там, напряженную игру, и с этим сделать ничего нельзя. Я не согласен, это до 70-75 градусов, это много. Да. Но это не настолько много, чтобы из-за того, что он большой, площадь большая, вентиляционные отверстия большие сверху, большие сзади, то ты не дотрагиваешься до этой части. Ты не дотрагиваешься до этой части, которая разогретая. Ну, может быть. То есть, там, где твои пальцы лежат, как привычно, когда ты геймпад держишь в руках, он, естественно, не греется. Он там не разогрет. Да, я согласен. Если ты прям захочешь дотронуться, до этого места, да, оно будет горячее, но, как бы, ты до него не должен дотрагиваться. Мой пойнт просто в том, что если они, блядь, не справились с охлаждением, то... Они справились. Чувак, они настолько все рассчитали, что даже когда сейчас люди нашли способ застукнуть туда SSD-ху M2, которая больше, чем ту, которую они рассчитывали, тут же пришел тебе инженер Валва и всем в интернете сказал, блядь, пожалуйста, не делай этого, потому что она разогреется так сильно, что там, типа, пизда всему будет. Пожалуйста, не делайте этого, не засовывайте. То есть, они четко рассчитали, понимали, знали, как бы... То есть, у них был некий, там, типа, условный TDP, и вообще, тормал, типа, баджет, да, который вот, тормал баджет, они там его распределяли. Вот по максимуму, насколько могли, они выжили. Второй еще момент с самой SteamOS, да, насколько она классная, насколько она замечательная. Мне очень понравился Overlay. То есть, Overlay, который там есть, ты в этом Overlay можешь настроить все, что угодно. Ты можешь сделать так, что у тебя игра залочена там на 30 FPS, на 60, без ограничений, в любой игре, даже та, которая это не поддерживает. То есть, это делается исключительно через саму операционку, через настройки, по сути, вот этого протона, да, который там, abstract layer для пробрасывания запранирования. Отпросов API, да. То есть, как бы, через это делается. Ты можешь настроить там, допустим, энергопотребление даже. То есть, например, ты говоришь, что Steam Deck должен в этой игре выдавать столько FPS, чтобы, допустим, он тратил там 7 ватт. Ну, к примеру. 7 ватт, конечно, нет. Или там 15, 20. Или 15, да, или 20. То есть, ты настраиваешь там всю эту историю. Можешь настроить так, что он тебе счетчик FPS выводит, там, типа, счетчик. Короче, вот это все ПК-шное задротство, оно все настраивается через интерфейс, и он очень простой и легкий. Второй момент, там можно под разные игры назначать разные профили. То есть, например, играешь какой-нибудь там условный, вот у нас на картинке Hollow Knight сейчас, да, в видеоверсии. Под Hollow Knight ты можешь, блядь, сука, все ресурсы дать, потому что это не слишком требовательная игра, да, и, типа, насрать. Можешь все на максимум выкрутить. Запускаешь какой-нибудь Elden Ring, под него там, типа, надо поменьше яркости экрана, типа, поменьше FPS-иков, но чтобы, типа, подольше поиграть, это чтобы батарейку там, типа, не тратить, и так далее, и тому подобное. Все это настраивается через SteamOS, это реально сделано очень классно. Я жду не дождусь, когда они все это завезут в десктопную версию, собственно, самого Steam'а, поскольку, как я понимаю, у Valve есть планы очень простые. Подожди-ка, ты хочешь сказать, что ты будешь сидеть и реально, типа, для своей игры на своем десктопе пока настраивать, типа, хочу, чтобы она шла 60, хочу, чтобы в 30 FPS. Нет, ну, смотри, ты Big Mode'ом пользовался хоть раз на десктопе? Чем? Big Mode, так называется, режим в Steam'е. Нет, ни разу. А знаешь, почему ты им не пользовался? Потому что у тебя не было исключительно под игры выделенного ПК, а я знаю, что многие люди, например, делают себе ПК-шку, которая стоит под телеком. Big Picture, да, пардон, не Big Mode, Big Picture, которая стоит под телеком, типа, какая-то, типа, игровая консоль, условно, да? И в этом режиме у тебя разворачивается все, блядь, на полный экран, у тебя есть такой интерфейс, в котором ты можешь выбрать игру, есть интерфейс, в котором ты все настраиваешь. То есть это очень прикольно выглядит. Я жду, не дождусь, когда они этот Big Picture уберут нахуй и добавят туда вот то, что мы видим на Steam Deck'е. Ну, то есть, чтобы это было более логично, что ли, и более правильно. И чтобы оно параллельно друг с другом развивалось. Короче, покрутив вот так вот у Тимура где-то сколько, часа три, да, мы сидели, часа три, я покрутил Steam Deck, я могу сказать так. Мы поставили старые игры, новые игры, и RTS, и требовательные, и нетребовательные. Да. Мы самые разные игры поставили, попробовали, да. Я могу сказать, что внезапно железка получилась очень крутой. То есть, я был настроен скептически, теперь я ее себе через знакомых оформил, может быть, она мне приедет, может быть, нет, но посмотрим, может быть, через пару месяцев я тоже стану счастливым обладателем Steam Deck'а. Посмотрим. На сортире черепашек? Да. Эй! Да. Господи, ну зачем тебе это нужно? Да. Зачем? Я хотел вам под конец немножечко еще рассказать про одну штуку. Дело в том, что я тут совершенно случайно наткнулся на сериал, который как бы вообще совершенно неочевидный. Называется сериал «Ночное небо». «Найскай», «Амазонский». Вот, «Амазонский» сериал, который снят, я бы так сказал, что не очень дорого, но все равно сделан очень хорошо. Я бы отметил точно то, что дело в том, что там снимается у нас соответственно Джеки Симмонс. Вы его наверняка знаете, наверняка видели его в огромном количестве фильмов. Найдите мне фотки Чек-паука. Да, типа того. Вот. И это сериал с необычной завязкой. Это сериал про очень взрослую, очень взрослую, там типа 70 плюс лет пару в маленьком городке в США, которая там живет такой почти что фермерском доме с фермерским участком и последние много лет занимаются тем, что раз в несколько ночей ходит в свой амбар, спускается в подвал, открывает специальную дверь и производит джамп-рыжок в другую часть вселенной и соответственно как бы выходит в небольшое помещение, которое там построено на другой планете, где наблюдают за другой планетой. И они даже не понимают типа чего, куда, почему, зачем, но они особо не задаются этими вопросами. Ну вот да, да, у нас в подвале есть дверь непонятная, да, мы уже 800 раз сходили туда, в это помещение, может там коврики постелили, кресли, кресли уже поставили. Не объясняется, то есть это такая же планета, как Земля, то есть там можно воздухом дышать, да, или что-то? Нет, там они не выходят, потому что там они пробовали мышей положить, там алле, знаешь, такой, как карман, когда одна дверь открывается, другая закрывается, и они туда пробовали мышей положить, они, естественно, тут же сдохли, то есть такой, типа алле, условный Марс, такой примерно, вот, и там типа то штормы, то не штормы, типа какие-то планеты, там другие, как бы, ну в общем там полный пиздец, и вот они живут вот в этом мире, когда типа у них обычная совершенно жизнь, старческая такая, а потом заебывают и такие, выходят посмотреть на звезды чужой планете, да? именно так, короче, и естественно, все это как бы оказывается большим, чем ты думаешь, и там очень интересно завязывается сюжет дальше, то есть это такая типа завязка, которая условно раскрывается вам в первые там 10 минут сериала, а потом все более-более-более интересно, как бы, но с точки зрения естественно там расписывают вам про персонажей, про их переживания, потому что это очень взрослые персонажи, очень взрослые люди, и естественно, их там типа дети хотят сдать в дом престарелых, и то, что их соседи видят то, что ночью, среди ночи, они идут, заходят в какой-то амбар, там типа выходят через несколько часов, не играет в плюс им с точки зрения их детей, потому что они думают, что они ебанутые, вот, и они говорят типа ребят, ну мы хотим вас сдать в дом престарелых, они говорят, да пошли вы нахуй, они такие, сука, сейчас мы вас сразу сдадим, а они живут вместе с ними? нет, дети не живут вместе с ними, дети живут типа в этом же штате, но типа далеко, большому. Ну тогда какая им ху разница? Ну типа иначе, очень странно, дело в том, что типа пару лет назад упала таким образом, что чуть не померла, короче, чуть-чуть еще. А, понятно. И типа, короче, то есть они за собой, они так настолько старые, типа им там 70 плюс, что они могут за собой уследить, и что типа вот еще какая-нибудь очередная поебень, и они умрут. Дай-ка угадаю, потом выяснится, что это все у них воображение только происходит. О нет, там оказывается все намного сложнее, интереснее, вот, и как бы я просто досмотрел на самом деле до четвертой серии, и я такой просто говорю, блядь, прям там прям все интереснее, интереснее, то есть у тебя с каждой серии они тебе порционно дают информацию так, что ты думаешь, типа, а, ну все, я все понял, не, нихуя. А, я все понял, не, нихуя, как бы, ну теперь точно, не, нихуя, вообще, вообще не так. И типа, блядь, да что же там на самом-то деле происходит, нихера непонятно. И вот, и я могу сказать, что досмотрев до четвертой серии, как бы вот, я настолько в шоке, что ребята реально смогли сделать классный сценарий, с интересным сюжетом, таким, который ты реально ни хера не ожидаешь, не понимаешь, чего куда. Ну, то есть, тебе показывают, ты типа, ну точно все понятно, нет, ни хера ничего не понятно. Вот. И пока очень классно, очень красиво снято, круто, очень крутой саундтрек. Джеки Симмонс вообще офигенно играет, у него партнер, соответственно, это Сиси Спейсик. И нам пишут, что Сиси Спейсик это та женщина, которая играла в самой первой экранизации Стивен Кинговской Кэрри 76-го года. Вполне возможно, я, к сожалению, этого не знаю. Именно та женщина. Вот. Но я могу сказать, что мне очень понравился сериал, я его потихонечку сейчас смотрю, мне очень, ну прям вот, мне прям сильно понравилось. Он вышел 20 мая, то есть, это было совсем недавно. И вот он прям сейчас потихонечку идет, и если вы вдруг, типа, не парились и вообще не обращали на него внимания, даже не слышали про его существование, я максимально советую вам обратить на него внимание, потому что это действительно крутой, необычный, интересный сериал. Вот. Класс. Ну, и, короче, последняя штука, это дело в том, что у нас тут ребята, Дима и Максим, смогли умудриться, умудриться, сделать себе те самые новые PlayStation Plus аккаунты. Да, я хочу поблагодарить двух наших слушателей. Во-первых, Жень, спасибо тебе большое за возможность создания американского аккаунта PlayStation, вот, и Ильнур, спасибо тебе большое за создание турецкого аккаунта PlayStation, вот, то есть, нам помогли оформить эти аккаунты, и я ребятам очень благодарен за это. Я посмотрел игры, и если вы как бы следите за нашими стримами, то мы уже какую-то там четвертую уже серию стримов запустили, это как вот у нас раньше были стримы по геймпасу, так теперь у нас стримы и по играм в PlayStation Plus, собственно, новым. В чем суть? PlayStation, соответственно, если вы не следите за этой историей, они переименовали свой собственный сервис, и тот PlayStation Plus, который был у вас раньше, он теперь называется PlayStation Plus S, Essential, то есть, типа, обычный, необходимый, да, такой, типа, минимальный, вот. Они добавили игры, как они добавляют игры, как Microsoft добавляет игры в геймпас, это называется PlayStation Plus Extra, и там какое-то количество игр, которые можно скачать с PlayStation 4, с PlayStation 1, с PlayStation 2, ну и так далее, тому подобное, ну и с PlayStation 5, естественно, тоже. и они добавили еще третий тир, который называется PlayStation Plus Premium, вот, собственно, последний тир максимальный, я про него и хочу рассказать. В чем разница по сравнению с экстрой? Дело в том, что до этого у PlayStation был такой сервис, который назывался PlayStation Now, это, по сути, стриминг игр с PlayStation 3. Не совсем стриминг, это еще и возможность скачивать игры, которые на PlayStation 4 вышли. Да, но сейчас это все ушло в экстру, я просто к тому, что вот был стриминговый сервис, если вы оформляете премиум, то в тех странах, в которых доступен этот стриминг, вы, соответственно, можете им наслаждаться, но я могу сказать, что я вот сижу в Москве, и у меня этот стриминг работает просто идеально, у меня нет никакой задержки, нет никаких лагов. Аналогично в Казани, кстати. Да, это очень странно, потому что официально, естественно, никто его не запускал и запускать не собирается, вот, и, соответственно, люди, которые, допустим, в каком-нибудь Лондоне жалуются нам о том, что, типа, вот я там запускаю игру в стриминге с PlayStation 3, она работает через жопу, потому что лаги просто невозможно играть, ну, чуваки, тут уже все, исключительно от провайдера зависит, потому что, ну, предугадать это просто невозможно. Может повезти, может нет. Поэтому та история, что премиум надо покупать ради того, чтобы поиграть в игры с PlayStation 3, ну, тут очень все индивидуально. Ну, то есть, я реально говорю, что индивидуально. Нельзя сказать, что это прям как сильно важно, если только у вас нету какой-то истории к ретро-ностальгии, что ли, ну, то есть, как бы, если вам, вы соскучились по играм там с PlayStation 3, то, естественно, вам там интересно, например, в них поиграть. А если не соскучились, да и хер с ним. То есть, на мой взгляд, премиум избыточен. Второй момент, который в премиуме есть, это каталог классики. То есть, туда добавили игры, как раз вот то, что мы обсуждали, есть эмулятор PlayStation 1, не очень много игр, туда добавили там что-то, что-то их штук, штук, по-моему, 20, что-то около того. Там есть игры с PlayStation 2, которые эмулируются на PlayStation 4. Ну, то есть, плюс-минус тоже, это такой удар по ностальгии, тоже нахер не надо. Поэтому из всех этих тиров, которые сейчас есть в подписке, мне кажется, идеальным вариантом является Extra, в котором, по сути, это, блядь, конкурент геймпасса. Все, точка. И в нем доступно что-то около 380 игр. 380 игр, это, конечно, не очень много, потому что в геймпассе их больше, но начало, скажем так, положено. И в чем, как бы, плюсы и в чем минусы? Давайте начнем с минусов. Дело в том, что большая часть каталога это, ну, совсем плохие игры. То есть, на Reddit кто-то заморочился, составил табличку игр, отсортированных по Metascore. И выяснилось, что средняя, если средняя Metascore игра в Xbox геймпассе это примерно там 6 из 10, 7 из 10, ну, то есть, средняя, да, такая, то у PlayStation это 5 из 10 тире 6 из 10. Ну, то есть, как бы, большинство игр, которые доступны по этой подписке, говно. Ну, вот так вот. Но, при этом, есть и куча плюсов. Во-первых, если вы редко играете в игры на PlayStation, и если вам не хочется покупать эксклюзивы прошлых лет, то они внезапно есть в этой подписке, и они довольно крутые, то есть, те игры, у которых Metacritic там 80, 90, 95, там и так далее, то есть, это какой-нибудь там, я не знаю, Demon's Souls, какой-нибудь там Ghost of Tsushima из последних. Guardians of the Galaxy, да. Ну, это не Sony exclusive, но я просто говорю, что да, есть такие игры, и их много, то есть, их там штук, ну, не знаю, штук 40, наверное, вот этих классных. Проблема в том, что это только 40 игр, и если вы в них играли во все, то, наверное, вам этот PlayStation Plus Extra просто не нужен. то есть, возможно, они будут его пополнять, но, как бы, мы все знаем, какие замечательные, как это, обещания от Sony, они могут выполнять, а могут и забить хер. Скажем честно. Чувак, знаешь, почему большое количество игр с Sony умудрился поиграть, и в том числе вообще на PlayStation? Ну? Потому что гигантское количество из этих игр было доступно в PlayStation Plus. Невероятно огромное количество за последние, сколько примерно, ну, наверное, лет 10 почти. Ну, лет 10, да, я согласен. Понимаешь, 10 лет у меня было, блин, там всякие, от Dead Space 2, Dead Space 3, там, и всяких BioShock Infinite, до, блин, вообще черти чего. Ну, то есть там, типа, огромное количество игр, которые... Я могу еще сказать... Dishonored 2, понимаешь? Добавить к этому, что тут есть вот какой момент, я могу сказать по своему опту с каталогом, по мне он уже отбился, потому что я сейчас играю в Стражей Галактики на PS5, получаю огромное удовольствие, я бы в жизни их не купил, а по подписке так вообще супер, учитывая, что они у меня есть на ПК, но это предложение скорее даже не для нас с Димой, потому что мы хардкорщики, найдем игровой подкаст, и поэтому мы играем постоянно в новье, постоянно, вот, хотя в следующем месяце в подписку сразу упадет Стрей. Ну, это одна игра, то есть... Я не спорю, но если вы только что купили консоль и вы завели, я не знаю, там аккаунт, без разницы какой страны на выбор, то для вас это очень хороший способ игры не покупать еще год. Я согласен, вот я согласен с Максом, то, что если вы новый человек, или вы, допустим, вы пришли с Иксбокса, условно, там купили Плейстейшн, и вам захочется внезапно посмотреть, а я напоминаю, что если ты делаешь турецкий аккаунт, то для тебя этот Плейстейшн Экстра обойдется что-то в 1400 рублей, то есть не очень много, ну, то есть как бы вообще ерунда какая-то за год, вот, и как бы ты купил себе Плейстейшн, вот ты купил себе подписку, все, у тебя есть уже там, блядь, 40 эксклюзивов, которые можешь спокойно поиграть, и они реально классные. На остальные 300 там с хером игр можешь вообще их не запускать, то есть потому, что они скорее всего тебе не понравятся, вот, но у тебя уже есть какой-то, скажем так, база, да, которую ты можешь там выиграть. Никогда не играл в Bloodborne? Блядь, пожалуйста, никогда не играл там, не знаю, в Ghost of the Seasimu? Пожалуйста, у тебя все это есть, Death Stranding тебя интересует, вот, тебе не надо покупать диск, ты покупаешь себе подписку и играешь. Второй момент, это то, о чем почему-то редко говорят, но что Game Pass, что этот PlayStation Plus, я в одном канале читал, что он, знаешь, как называется теперь, Pony Pass, потому что, ну, Sony Pony, Sony Pony, да, Pony Pass. Так вот, что Pony Pass, что Game Pass, это каталоги, в которых игры ротируются, что это значит? Вот, например, сейчас интернет начал бомбить, из-за того, что вот в Pony Pass положили Red Dead Redemption 2, вторую часть, которая типа с открытым миром, типа очень долгая, да, игра про ковбоев, замечательная, классная, нам всем очень нравится. А, то есть это там, где люди обнаружили, что у игр есть срок годности? и типа внезапно выясняется, что в сентябре, оказывается, Red Dead Redemption 2 из этого каталога пропадет, поэтому у вас есть всего два месяца, или там три месяца, не помню, когда он пропадет, три месяца, чтобы типа пройти игру, и типа это очень мало для такого рода игр, они очень большие, и очень гигантские, и что за говно, и типа того. Я напоминаю, что в геймпасе происходит то же самое, но только никаких сроков никто никому не говорит, поэтому если ты увидел в блоге Иксбокса о том, что типа в следующем месяце какая-то игра исчезает, блять, разъебись доску, да проходи ее, пока она не пропала из каталога, и я уверен, блять, практически на сто процентов, что когда там условно на ПК появится какой-то свой аналог геймпаса, или там PlayStation Plus, да, а слухи об этом ходили, если вы помните, мы говорили о том, что... Epic Game Story. Или Epic Game Story, или он появится в Steam, потому что, если ты помнишь, был слух о том, что в Steam DB добавили историю того, что типа у игр будет подписка, которая будет входить в некую подписку самого Steam'а, не там EA, не Ubisoft, а вот именно, блять, самого Steam'а, вот, и когда это выйдет, непонятно, может быть, в следующем году представят, вот, так вот я уверен практически на сто процентов, что когда она появится на ПК, там тоже будет ротация, потому что все эти сервисы окупаются только, если ты ротируешь игры, убираешь их из каталога, добавляешь их в каталог, расширяешь каталог, уменьшаешь каталог, неважно, в любом случае, игры там не навечно, вечно там могут лежать только эксклюзивы платформы, у Xbox'а это Gears of War, Halo и прочее, у PlayStation'а это там, типа, их эксклюзивы, да, там God of War и Uncharted'ы, вот, ну то есть, как бы, это вполне логичная история, Тимур, ты можешь не шуршать в микрофон? Нет, не хочу шуршать, и на самом деле, иначе у тебя складывается ситуация, как это было с Epic Games Store, условным Borderlands, которым они заплатили почти 100 миллионов долларов. Да, всё так, но, я могу сказать так, если вы редко играете, то для вас эта подписка просто балькмана небесная, она гораздо более интересная с точки зрения, вот именно этих топовых игр, чем Game Pass, но в целом, если вы играете вот часто, да, как мы, например, да, то, наверное, и та, и другая подписка для вас нахуй не нужны, то есть, они такие, которые, ну, ни тепло, ни холодно, то есть, прикольно играть в некоторые игры, когда они тебе достаются условно-бесплатно, да, ну, то есть, типа, как бы бесплатно в Game Pass класс, но не прикольно покупать эти игры по фулл-прайсу, поэтому это вот, знаешь, история того, что типа выглядит геймпассово или выглядит там, типа, PS Plus, вот эти вот игры, знаешь, которые, ну, совсем дно, да-да-да-да-да-да-да-да-да, оно и будет продолжаться дальше. Оно может быть не но, ты понимаешь, например, вот смотри, купите условную кену помнишь ты про девочку с этими скляксами ну вот как бы заставить себя купить такую грудь сложно нет, плохой пример знаешь почему плохой пример? потому что кену я купил два раза один раз в EGS, один раз в Sony тоже самое но вот я против вас, короче я не смог себя заставить купить кену очень зря, и кстати кена нету в подписке если что и вот она скорее всего там и появится с очередной помпой это будет приходить и говорить, а теперь в нашей подписке есть кена и все такие уебать понимаешь, я тебе уверяю что это так и будет важный момент, то что у Sony наконец-то, как у Microsoft появилась возможность сливать туда те эксклюзивы, которые не выстрелили то есть условно говоря вот смотрите, вот Скворечник например делал свой Marvel Guardians of Galaxy хорошая игра? хорошая провалилась? да ну потому что блять провалилась Avengers там типа Марвеловский вбухали кучу денег провалилась игра? ну можно сказать, что провалилась потому что купило ее на самом деле много людей но Сарафан был довольно хуёвый и народ не стал ее дальше покупать и она моментально улетела в Game Pass а Marvel Guardians of Galaxy улетела в PS Plus и вот представь себе, что проебется условный Naughty Dog ну то есть допустим выйдет там я не знаю их новая игра про Last of Us про Faction очередная игра сервис и она допустим провалится ты же понимаешь в чем приколы любой игре сервис да? чтобы в нее люди продолжали играть все больше и больше я понимаю вот например для того чтобы они в нее играли они должны платить за подписку помнишь мы обсуждали Destruction All Stars я искал что она через месяц сдохнет так и произошло она есть в подписке братан теперь ты можешь поиграть Destruction All Stars не покупай ее я понимаю ну а вдруг ты не успел вдруг ты купил PlayStation 5 позже ну так как вариант ну то есть логика понятна у Sony теперь есть своя своя помойка в которую ты можешь сливать те эксклюзивы которые типа не взлетели или там продались не слишком выдающиеся тиражи не обязательно эксклюзивы ну да а я еще раз говорю что эта подписка не для тебя и не для меня это некий стартовый пакет с которым человек может зайти и играть в экосистеме в какие-то игры и когда он наиграется и допустим он поймет что ага PlayStation способна мне давать игры типа Ghost of Tsushima там типа Death Stranding типа что у них еще в подписке там у них на самом деле большое количество хороших Returnal по-моему там же Demon's Souls то есть человек увидит эти все штуки наивные чукотские юноши нет 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 вы же понимаете что основную часть подписок и часть людей которые играют в эти замечательные игры на этих замечательных консолях стоят люди не которые играют в Ghost of Tsushima конечно люди которые играют в Fortnite Fortnite и так далее и специально для них и будут дропать всякую голду конечно если подписка будет давать всякую голду во Fortnite и если подписка будет в том числе давать возможность тебе играть в условно каком-нибудь Call of Duty Warzone с каким-нибудь кучей там преимуществ кучей всяких вещей а еще и будет в GTA 6 условно давать тебе играть и там типа каждый месяц по миллиону долларов в GTA 6 не вопрос да я думаю я думаю все это больше про это а не про бесплатные игры ну и не надо забывать что Sony напрямую сказала мы не собираемся копировать Game Pass и у них есть очень большое отличие между двумя сервисами и оно на самом деле ключевое в одном сервисе тебе на лопате положили говна причем не первой свежести давай скажем прямо да то есть при всем уважении к Sony но в другом сервисе тебе Starfield обещают Day One но зачем тебе Sony будет отдавать Day One новый God of War если она знает что продаст 20 миллионов копий да но зато через полгода или там через год когда у него продажи встанут колом у Sony будет возможность его просто выкинуть в этот сервис чтобы он опять приносил рекуррентную привыручку и самое главное еще параллельно выпустить его на ПК мы это видим на примере Spider-Man когда типа ха-ха-ха-ха там вот наконец-то Sony Boy соснули нам слили Spider-Man сколько он продался миллионов да-да-да 25 вообще я так я так думаю смотри то есть как бы для хардкорщиков типа меня там Максимки там Тимура да нет никакого смысла в этих подписках они бессмысленны потому что в большинство игр мы играли а те игры в которые мы не играли скорее всего говно какое-то так в общем-то на наших стримах и происходит иногда бывает такой момент что ты находишь какую-то редкую жемчужину знаешь в куче говна но это происходит и в геймпассе тоже ну то есть как бы это такое а вот для людей которые только-только купили PlayStation или допустим перешли с другой платформы там с ПК с Xbox неважно или первая консоль да да или первая консоль эта подписка это просто идеальный вариант идеальный вариант да то есть я считаю что именно таким людям надо подписываться сразу нахуй на год сразу на максимальный уровень тира может быть не премиум но на экстра совершенно точно вот и типа качать себе все игры просто все подряд да это правда то есть как бы наиграйтесь вот так вот будете блять тошнить от этих игр как у большинства людей поэтому резюмируя по PlayStation Now я могу сказать что выступили неплохо могли выступить лучше ну наверное да а старые игры тебе понравились? ну старые игры мне и раньше нравились ну потопон будешь проходить? нет не знаю лока-рока будешь проходить? для меня старые игры хороши тем что я могу их дать ребенку и я например накачал себе кучу вот этих простеньких игрушек которые бы я никогда не купил за деньги я бы никогда не потратил деньги за налога да 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 по геймпасу нормально это вот это та риторика которую вы теперь будете слушать и от Sony Boeuf тоже это я не себе то есть я прекрасно понимаю что я нагрузил Игорь я могу сыну сунуть геймпад он будет играть в лока-рока который я не покупал слушайте ну в общем такая вот история с PS Plus мы немножко затянули но все не так очевидно и я надеюсь что наш немного путанный в общем-то рассказ помог вам несколько определиться да определиться не покупать подписку или не покупать подписку потому что у вас нет такой возможности сделать это единственное ваша возможность это по сути сделать это на турецком аккаунте или на американском аккаунте в 2-3 раза дороже ну вот в принципе я думаю что это выбор очевиден как бы если кстати сегодняшняя новость мне очень понравилась что МТС Банк позволил пополнять карты турецкие по сути через местный местный СБП так скажем вот и я так подумал блин реально нужно съездить в Турцию сделать симку сделать карту и вообще не париться короче и выполнять ее и все а подожди а то есть это там какая-то дочка есть у них да получается банковская они как-то я не знаю это все сделали потому что они умудрились наладить эту историю с пополнением банков в Грузии в Армении в Узбекистане Таджикистане там везде вообще я напоминаю что через крипту ЯХЗ как они это делают но они реально выполняют короче через Битховены которые они по-быстрому сливаются знаешь пока все не ебнулось я бы не удивил майнят на твоем смартфоне слушайте давайте перейдем к нашей в общем-то заключительной рубрике это статьи недели они у нас в этот раз вернулись и первая статья которую хочу вам посоветовать я она подробно очень очень подробно прям системно я бы сказал разбирает что не так пошло сериал Моби Ван Кеноби это про который ты ругал в прошлом да и она ругает очень интересно то есть это не вот этот вот типухой персонажи говно сюжет нелогичный канон нарушен нет это чисто техническая статья которая на пальцах рассказывает почему в фильме плохой монтаж точнее в сериале плохой монтаж почему очень странная операторская работа почему что-то не так пошло там с музыкой почему что-то не так пошло с общей композицией потому что ведь Оби Ван он не просто так его ругают его ругают даже не с позиции того что ты шел по Звездным Войнам плохое это просто дурно снятый сериал и здесь на примерах очень хорошо автор рассказывает про выбор объективов про странное освещение про абсолютно странные выборы монтажных склей блять композинг просто пиздец да про композинг про и так далее и так далее и так далее и так далее очень здоровский материал из серии знаете когда душни о ха ха тебе просто ты просто подушнить хочешь докажи человек сел доказал да помню когда я смотрел трейлеры вам говорю что блять ебать там просто полная хуй топает все-таки да нет чего это всего лишь трейлеры и теперь все-таки бляда реально хуй там я такой надо же я тебе подарю как-нибудь ежедневник ты будешь записывать то что я же говорил знаешь выиграли оно было на ежедневнике чтоб ты записывал типа я могу 19 блять апреля блять 2000 там какого-то года блять Тимур говорил вот это а я же говорил понимаешь на самом деле я тебе могу сказать что эффектом золотой рыбки российского вообще сегмента интернета давай уж будем честны на самом деле любого сегмента интернета не только российского пользуются абсолютно все люди забывают абсолютно все как бы и из-за того что люди все забывают этим все пользуются понимаешь огромное количество людей как бы берет делает полную поебень им ну как бы через 5 лет все это все забывают и они берут и делают или новые поебень или просто скрываются и как бы делайте что ничего не произошло ну нормально а никто ничего не помнит а если бы люди все запоминали Тимур то было бы очень-очень плохое хуевое общество братан тебе серьезно говорю посмотри фильм как репутация бы работал посмотри фильм как называется как была придумана ложь хоть раз посмотри его и ты поймешь как как бы этот мир выглядел это очень-очень хуевое я считаю что институт репутации лучше бы работал мне кажется это очень сильно а он не работает даже даже во всем мире о чем ты говоришь вот я тебе говорю что если бы он работал бы это было бы таким условным условным естественным отбором 21 века я знаю как это можно сделать знаешь как смотри представим себе что нам нужно организовать возможность институт репутации давай это будем выражать в цифрах да например то есть цифры будут привязаны к твоему social id который будет привязан к твоему специальному мобильному кошельку товарищ силе который как бы на самом деле мессенджер но нет он на самом деле как бы подо все но там же высчитывается твоя социальная карма и если ты приезжаешь в определенные регионы определенные страны в определенное место то в некоторых определенных районах твоей социальной кармы может не хватить для того чтобы даже в дверь войти не говоря уже о том чтобы что-то купить понимаешь я пытаюсь как бы абстрагироваться но блять братан делить людей по социальной карме это очень хуевый момент институт репутации это та вещь которая для всех по-разному то есть например для тебя там типа условным каким-то кумиром является один человек а другой человек будет видеть его недостатки если реально человек берет и начинает там тебе типа на голубом глазу вещать какие-то экспертные вещи и человек там пример объебался очень-очень хорошо простой пример он же столько раз объебался простой пример был такой я не знаю сейчас есть сенатор в Америке Эл Гор помнишь Эл Гор да помню знаешь за что он даже планировался президента США во время он был вецпрезидентом вецпрезидентом Диснея был да он баллотировался в президенты он на голубом глазу рассказывал о том что типа чуваки скоро грядет глобальное потепление все полный пиздец и Саус Парке его высмеивали просто пиздец в говно его макали всей этой историей потому что он заебал своими историями про то что типа скоро будет глобальное потепление это было блять 20 лет назад и 20 лет назад история была в том что вскрылось что этот Эл Гор он получал деньги от неких исследователей блять институтов и фирм для того чтобы продвигать вот эту повесочку о том что а все пиздец мир поменяется и его именно поэтому в говно макали прошло 20 лет и мы блять наблюдаем как у меня блять в Москве 35 градусов жары понимаешь с какого-то хуя а в какой-нибудь там несчастной Америке блять полыхает просто пиздец вся эта Калифорния потому что слишком жарко и глобальное потепление никто уже не отрицает братан уже не смешно еще тут репутации как же есть тут репутации но ведь мы 20 лет назад отменили Элла Гора что ж теперь нам вернуться обратно извиниться перед ним да вот тебе блять понимаешь не работает эта хуйня я в жизни заработаю что мы чтобы в рубрике лучше статьи макс а зря ты напоминаешь потому что это было на самом деле довольно весело в любом случае кстати по поводу саус парка раз уж ты говоришь дело в том что мы хотели поговорить еще про американские мультфильмы тут на дтф ребята написали офигительнейшую статью по поводу того что если вы вдруг в детстве смотрели замечательные мультфильмы такие как черепашки ниндзя утина история утины истории чудеса на виражах типа дэйл то вы смотрели аниме это что ж я вябушник потому что почти все эти мультфильмы рисовались в Японии это на самом деле для меня было откровением потому что ну ладно окей допустим я могу представить себе что там условный макрон или там трансформеры это аниме ну то есть по рисовке видно но о блять чипу и дэйлу чувак ну слишком они были хорошо нарисованы для американских мультфильмов откуда ты знаешь все остальные американские мультфильмы тоже блять рисовали с Японии поэтому тебе есть что сравнить все аргумент инвалид все не работает короче в любом случае я могу сказать что почитайте статью там очень интересные есть как раз таки истории того как утины истории рисовались как там всякие черепашки ниндзя и прочие остальные мультфильмы рисовали с Японии к чему это привело потом где их начали в других местах рисовать и в общем то как бы как так скажем кризис восприятия этих мультфильмов менялся в соответствии с возрастом временем и так далее короче мы все это время смотрели аниме вот так да вот и еще одна статья довольно это даже не статья это по сути видос это видос довольно известного издания связанная с тем как делали игру про Блэйдраннера совместно примерно как бы плюс-минус с фильмом ну то есть это все происходило примерно ну примерно в одном временном промежутке потому что рисовались концепт арты прописывались типа там всякие синапсисы и прочее это все происходило примерно в одном таймфрейме и очень крутая короткометражка очень классно там все рассказали мы чрезвычайно советуем как бы поэтому если вы интересуетесь вообще судьбой Блэйдраннера новым ремейком квеста по Блэйдраннеру не интересуйтесь он говно он полное говно я рефон да поэтому короче а вот именно про то как все это создавалось очень круто посмотрите обязательно видос да ну ему потихонечку заканчиваем прежде чем мы закончим можно я последние даты последние даты сегодня и очень такой знаешь прям в тему за щеку тракториста отправил нам 300 рублей вот так спасибо это шутка будет вечная тигры она никогда не устареет в любом случае ребят спасибо большое что вы нас смотрели что вы нас слушали спасибо большое всем тем кто нас слушает сейчас в записи уже спустя там три недели или четыре месяца например вам передаем привет в будущее будем надеяться что наши сегодняшние советы или шутки приваутки вообще были вам полезны удобны и интересны что вы может быть что-то для себя новое почерпнули вот и в принципе круто что вы с нами да ну и конечно мы хотим поблагодарить больше всего наших патронов которые нам заносят больше всего на сервисах бусти и на патреон это Андрей Извеков Антон Кузнецов Антон Зефон Арсений Вайс Артем Логинов Артем Сусак Донатас Денис Артюшин Денис Артюшин Денис Бондаренко Дмитрий Коробенков Евгений Олипкин Евгений Богомолов Егор Тихомиров Екатерина Александровна Женечка Калинин Женя Богун Замбар Замтелла Иван Пузырев Лин Егор Лед Под ногами Майора Лубневский Дима Михаил Аронов Мятная Рысь Никита Бескорсый Никито Спивной Насос Олег Ончки Сыхалинец Сергей Алексей Шелепов Алексей Пазников Алекс Довыгора Алекс Колов Алвокс Антон Ленский Арт Дзен Артур Галиулин Артур Васильев Дарья Дирандин Дмитрий Мельков Дмитрий Беспалов Дрэгон Мастер Дрантозаур Эдлойдос Евгений Петрунко Ферзиздис Функа Пупраша.ком Фигурки в России Фексфордрейдер.ру Гудморник Морган Григорий Яфа Хадарелф Игорь Богданов Илья Кузнецов Иван Даниленко Джаггер Меш Келиос Константин Толецкий Максим Лебедев Майкл Майкл Кужель Монтройгер Мистер Валери Неукс Вульф Нексен Су Никита Стрельников Николай Баранов Пан Котик Павел Петлич Перемешка с Жаждащей Славы Роман Космодемьянский Сергей Гычко Софар Степан Бугачев Ти Юджин Валерия Неборская Влад Лиалин Вайсберт Вайзерс И 4 завтрашеха Которые посчитали нужным Остаться анонимными 1 на Патреоне И 4 на Бусти Спасибо Пожди-ка 1 и плюс 4 Получается 5 А я забыл поменять Значит 5 завтрашехов Окей Большое спасибо, Дима Да Слышите, ребят Спасибо вам большое Что вы нас поддержите На самом деле Это значит очень большое Прямо Очень много для нас Значит Это очень круто Что столько народа У нас Которую поддерживают Причем даже за Довольно немаленькую сумму Но для нас Значит это очень много И мы все еще продолжаем Все это делать Как раз таки Ради вас Вот Потому что мы опять же Получаем Кроме собственно денежек Получаем огромное количество Очень крутых писем От вас О том Как завтра каст Вам помогать Справляться с различными Ситуациями в жизни Если вам вдруг Просто хочется выговориться И просто сказать Типа Че куда Как у вас там происходит И чем мы вам можем Там морально Как-то помочь Пишите Мы всегда рады Мы всегда стараемся отвечать Как бы Если вдруг вы не помните В каком выпуске Вам что-то советовали Ну как бы Лучше конечно Поискать в гугле Но если вы все-таки Не нашли Но если что Да Пишите Мы попробуем вам помочь Ну вот Короче В любом случае Спасибо вам большое Что были с нами Спасибо что слушали Что смотрели И мы очень вам рады И будем надеяться Что вам этот выпуск Тоже немножко помог Да Давайте До следующего раза Всем пока Пока Счастливо ребят Чао